Вместе 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 Я за них вымыла в тот раз еще А они опять не пропустили Академик, диссидент Ну чего и тем академикам не хватает, Миша? Тысячу рублей в месяц получаешь За тысячу рублей никто не пропусти Килограмм давали в руки, а я еще в шенар взяла и манг взяла Ты последняя Людка занимала, сейчас придет Ага Ну скажи ей, что я за ней буду Угу Сегодня 1 сентября 1 сентября, день, праздник для всех И для первых лавровей В первую очередь О, здрасте Не-не-не-не Насинячился уже Не-не-не-не, да ну не грамма Это что? Ну, да Да мне бы все конца Ну в самом деле Ага Коня Пень, Зоя, слушай, черного не было На батону Ой, хорошо, я Дениску потом отдам Я сказала, все Ну нет Я уже очередь в ядра не заняла Ну чуть-чуть Будь бы не стерся, зараза Ой, Нин, спасибо Держи Нин, дай мне одну 13 копеек Занесу С теми двумя рублями Хорошо Кому еще хлеб Юрка, Юрка, ты Натаху покормил? А, да А сам? По дороге Завороткишок будет Сухомятку А ты куда? Меня Юрка в садик отведет Отведет, отведет Отведет Натаху 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 И репродуктор Из которого льются звуки веселой школьной песенки За капиталов Бурунди? Я не помню Инглиеш, плиз Из Сорри I don't remember Буджем бура Сегодня хор в четыре. Я вспомнил. Я возьму. Четыре бутерброда для тебя и для дяди Гены. Не забудь. Спасибо. В пакете вот здесь лежат. И у меня молочина моя дорогая. Прогремел Бен Шептун из мрак королевской опочивальни. Откуда? О, Генри. Мам, готово. Мама наносит боевую раскраску Апачи. Очень смешно. Номером ошиблись. А ты почему не в белом-то? Первое сентября. Это траур по моей жизни. Она издевается. Это Чехов. Мне просто белый с прошлого года, мал. Я возьму. Ирка, наверное. Ого. Да. Как бежит время. Ах, черт. Да. Артур Андреевич. Да. Там Грачев бушует. Рвется. Белочка, ну я же сказал, у меня совещание с народниками. Пусть подождет, не развалится. А что, Грачев, он разве в Москве? Он где-то на периферии? Да. Появился в Москве. Собрал детский хор. Завалил меня заявлениями. Замучил. Хочешь, чтобы я предоставил ему помещение для его выдающегося хора. Понимаешь? А там, дальше, ставки для концермейстеров, хормейстеров, гастроли. Ну, он просит, да. Да, если бы он просил, так он требует. Да, и все. Это он умеет. Что, моя дорогая? Там еще товарищ Пасюк. А знаешь что, а зови-ка их обоих. Да. Давай. Да. Взялись. Раз. Правда. Белочка, я сам. Проходите, товарищи. Спасибо, спасибо. Здрасте, здрасте. 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 Геннадий Антонович. Очень приятно. Очень приятно. Да. Александр Владимирович, ну, что вы там? Ну, проходите. С кулаком вы знакомы давным-давно. Присаживайтесь. Ну, сколько лет, конечно, бок о бок. Пели, прессали. Кто-нибудь объяснит? Долго нам еще ждать? Дорогой Александр Владимирович, я вам уже объяснял. Для того, чтобы получить официальный статус хора, нужно иметь как минимум 50 хористов. Прослушиваем, утверждаем репертуар в реперткоме и у нас в управлении решаем, что дальше делать. Или думаете, что вы у нас одни такие? Одни. Мы готовы. Приходите, слушайте. Конечно, придем, послушаем и решим. Когда? Да. Ну, не знаю, через месяц, через два, очень много работы. Готовьтесь. А в качестве аванса нашего, так сказать, доверия, разрешите вам представить вашего директора. Геннадий Антонович Пасюк. Пасюк, очень приятно. Мне не нужен никакой директор. Ждем вас в ноябре. Всего хорошего. Муран. Муран хороший. Милый. Хороший. Муран. 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 Здорово, Соловей. А ты куда летишь, а? В школу учиться? Сколько будет шестью восемь, а? Сорок восемь. О, для ровного счета будет пятьдесят. Да, ребята, у меня нет пока. В смысле нет? Юр, ты что нас обманываешь? Ну-ка проверь-ка его еще раз. Да. Да мне мать Донна. Ой. Чего? Да молодец, Юрок. Прям мучаешься за глаза. Не густо. Значит так и запишем. Юрок нам должен еще рубь и сигареты. Да. Валера мне мать прибьет. Ну и правильно, мы добавим для профилактики. Да как вам не стыдно? Двое на одного. Отпустите его немедленно. Ты бы, Киса, шла отсюда. Будем считать, что я не слышала этого хамства. У вас есть минуты, чтобы исчезнуть. Так страшно, я прям штаны наложил. Ты меня понял? Руки и сигареты. С тобой все в порядке? Зачем вы это? Кто вас просил? Да не меня теперь вообще. Подожди, ну… А как же гордость? У вас есть планы по внеклассной работе? Да, конечно. Я хотела бы ходить с ребятами на концерты, спектакли. Так же, я думаю, что класс, где они столько времени проводят, ну, должен быть как-то уютнее. М-м-м, генеральную уборку решили затеять? Это дело хорошее. А вот что касается концертов, им не концерты нужны, а исправительно-принудительные работы. Здравствуйте. Так, в чем дело Ветрову, почему в черном переднике? Извините, Клавдия Михайловна, я просто сценгазету должна делать про пионеров-героев. Я спрашиваю, кто со мной будет. Сама и сделаешь. Заодно расписание дежурств по классу. Можно я пойду? Можно, можно. Девочка хорошая, отличница, активистка, председатель совета дружины, семья прекрасная, папа-физик. Ну что, готовы к бою? Тихо! Седьмой Б! Быстро по местам! Не стыдно? Что вы орете, как орангутанги. Ну, знакомьтесь, тут самый седьмой Б. О, киса. А это наши орлы-второгодники. Белокопытов или Петухин. Вставать надо, когда в класс входит учитель и зауч. Мы знакомы. Садитесь, ребята. Лепетухин. Варвара Степановна. Ваша новая учительница музыки и классный руководитель. Спасибо. Я могу начать урок? Ну что ж, попробуйте. Ребята, я думаю, что познакомимся мы с вами позже. А пока скажите, кому и зачем нужна музыка. Никому она не нужна. За нее не платят. Для веселья. Ну да, портвишка бухнуть и на танце. Светка, поем в субботу подрыгаешься. Дурак. Ну-ну. Я никогда не понимал, Искусство музыки священной. А ныне слух мой различал. В ней чей-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту. И все души моей волнения, Что всю былую красоту Волной Волной Приносит изобвение. Что вы за люди такие? Отлично. Стучите. Громче стучите. Правильно. Ритм – это первая музыка, Которая была у первобытного человека. Дикарь-шаман Отбивал определенный ритм на своем кубне. Литв в духе дикарь-шаман. Именно так он воздействовал на свое покорное племя. Давайте племя. Стучите. Мужчина, какой у вас? В шестидесятый. Люди сказали, двадцать осталось. Да, вы что? Женщина, простите, какой у вас? Да не достанется, боимся, пятьдесят четвертых. Ой, не хватит, наверное. Да нет, там двадцать четвертых. Мужчина, какой у вас? Второй третий. Мужчина, какой у вас? Так это все хотели это, ну чтобы это… Ой, простите, пожалуйста, а какой у вас? Аккуратней, женщина, респирка. А, респирка, респирка. Респирка, респирка. У вас какой? Удва четыре. Ой, тут пел, у меня двадцать три. Э, ты куда? Передо мной мужчина занимал. Какой мужчина? У меня двадцать три. Ты чего мне свои ручищи в морду тычешь? У тебя там все равно, ничего не разберешь. Мужик тут был. Нет, граждане, ну вы посмотрите, а. Ну какой мужик? Я что, мужик? Очки одену. Сама нарисовала, наверное. Да, десять штук всего осталось. У тебя там вообще непонятно. Может, пятьдесят три, а не двадцать три. Это у тебя пятьдесят три. Граждане, я ж занимала. Бежала с ночной смены, с хлебзавода и заняла. Я ж одна. Двоих детей тащу, отца инвалида. Пошел, как проклятый, чтоб на новоселье все, как улюбил. Вот все нравятся. Помните, я занимала за вами. Стояла она. Стояла она. Отходила ты, мать. Про нее тебе говорили. Ну ладно. Да не может. Может, отходила. Спасибо. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, спасибо. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Здравствуйте. И это вам к чаю. Держите. Ого, это спасибо. Держите. Нет, это... Прям жалко открывать. Ну перестаньте, это всего лишь знак нашей признательности. А это Александру Владимировичу передайте, он же американские курит. Я передам, но он вряд ли возьмет. Прошу меня простить, должны обижать. Все в домам. Пока. Сходи, ешь и иди. Да, наши люди в будущее на такси не ездят. А почему все здесь? Десять минут, как началась репетиция? Как мы же ждали. Чего вы ждали? Белокаменный дворец и пачку приглашений на зарубежные гастроли? У нас два месяца, и уже в ноябре комиссия должна услышать новый репертуар и восполнение не менее пятидесяти хористов. Вперед. Как? Как пятидесяти? Подождите, у нас же всего лишь тридцать человек на две группы. Да ему в волю, он этих разгонит. А что же делать-то? Что делать-то? Работать, ходить по школам и искать новые голоса. Прошу. Вот и стали мы на год взрослей, И пора настает. Мы сегодня своих голубей Провожаем прощальный полет. Пусть летят они летят, И нигде не встречают преград. Что же так задуманилось вдруг? Синева наших глаз Это выпоргнув прямо из рук. Годы детства уходят от нас, Пусть летят они летят, И уже не вернутся назад. Хороший. 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 Здорово. Опять со своими курицами возишься? Сам ты курица. А мог бы лучше. Ого. Ничего себе. Держи. Здорово. На свалке надыбал. Можно себе щитки на первое время сделать. Видал? Красавица. С такой можно горым еще в секцию сунуться. У нас Татахин горшок остался. Может тебе как шлем сойдет? Зибил что ли? Где же нам коньки-то взять, а? Может толкнем что? Что? Внимание, ботинки зимней. Второй год обещает. Ты все равно нас с горымич не возьмет. В прошлом году сказал, что мы старые и хилые. Юр, ну что ты опять сопли-то распустил? Прессмейстера тоже не с первого раза взяли. А Борис Александров вообще 15 лет только в хоккей пришел. Они с ноября только на ликоньках тренируются. Времени у нас с тобой навалом. Мы должны быть у Монетинах 19. Тебе же Лидия передала? Ну у них же нет третьего звонка, правда? И потом, Вадим, я бы очень тебя просила ничего не передавать мне через твою... Сколько тебе нужно времени, чтобы сменить лак? Что? В чем дело? Ну в вульгарный цвет. Мы с Кешей поедем сейчас, а за тобой машина пойдет через полчаса. Хорошо? И постарайся выбрать постоянный пол. Вадим, это нормальный цвет, хороший лак, и выгляжу я не хуже, чем все твои... Как в плохой пьесе. Прости. Антракт. Are you ready? Yes. Мм, перфект. Поехали. Точность и бежливость королей. У мамы, к сожалению, разболелась голову. Она приедет позже. А это мои. Это Наташка. А это Юрка. Мой старшенький. В седьмой класс пошел. Ну здоров. Юрец-огурец. Слабоват рассолок. Давай-ка садись. Садись, Юречка. Давай, давай. Ты на картошечку налегай, пока горяченькая. С сальцом. Мы тебя откормим. Ну че. Иди сюда. А это че у нас? Конек-горбунек. Это Пума. Наташа, не дерзи дядю Бори. Если бы не дядя Боря, осталась бы ваша мама сегодня с носом. А так и... Помогу донести? Видели бы вы, какую красотищу мама в новую квартиру купила. Ничего. Еще поживем. Если доживем. Ну. Давай. Пап, я возьму. Алло, мам. А, нет, тетя Ира еще не приходила. А мы думали, она у вас. Ну, наверное, какой-нибудь квартальный отчет. А, да, хорошо, передам. Мама? Да нет. Приветики. Салют, полуночники. А я к тете Еле на полчасика забежала. Заболтались. А вы чего в коридоре торчите? В прятки играем. Ага. Ель, голодная? А на плече котлеты с маторонами больше? Нет. Я у Ирки поела. На работе такой завал, еле живая. Еще, Ирка, посиди, да посиди. А я говорю, вы слышите, доставьте меня вообще. Ты у нас одна, бригадирша должна быть. Водку должен. Ой, маляркой заниматься-то. Что, сынок твой? Где? Да он стоит. Да нет, это племяш прискакал. Может, у сестры чего? Что? Лапуль, ты иди, я тебя догоню. Да? Хорошо. Иди, иди. Ну? Привет. Ну, что случилось-то? А ты не приходила давно? Ну, не все же, как ты, балду гоняют. Кому-то и работать надо. Так. А ты почему не в школе? А? Пап, к нам вчера... Чего-чего? Это, ну, понимаешь... Ну, че ты мямлишь? Ну, че ты мямлишь? Ей что, говори, нет? Меня вон... Валь, ты идешь? Работа ждет. Ты вот что, Юрка. Юрка. Юрка, ты сюда больше не ходи. Усек? Не место тут постороннее. Вот, смотри, читай. Посторонний вход воспрещен. Понял? Так, Соловьев. А ты ухи чистил? Чистил. О-о-о-о, плохо чистил. На, держи. Матери скажи, шестого вышлю. Лапуль. Коль. Ну, че не работаешь? А давай прыгай. Ну, прыгай, ну давай. Да нет. Ну, поймай же. Ну, давай. Здравствуйте. Садитесь. Садитесь. По одному подходите ко мне. Называйте свои фамилии и имя. И сколько вам лет? Давай. Лукин Алексей. Лукин Алексей. Сколько тебе лет? Восемь. Восемь лет. Так, смотри. Родина. Не спеши. Родина. Все, спасибо. Так, следующий. А теперь мы с тобой споем песенку. Хорошо? Кто березка, то рябина, Куст ракиты над рекой, Край родной, навек любимый, Где найдешь еще такой? Край родной, навек любимый, Где найдешь еще такой? Где найдешь еще такой? ПЕСНЯ По морей, до мор, высокий, Посреди родных широк, Все бегут, бегут дороги, И зовут они вперед. Все бегут, все бегут дороги, И зовут они вперед. И зовут они вперед. Так, ты у нас Ветрова. А можно я еще одну спою? Нет, нет, достаточно. Очень хорошо. Молодец. Так, значит, у нас пятилетка по классу фортепиано. Отлично. Молодец, Ветрова. Так, завтра вот по этому адресу в четырем. Александр Владимирович послушает, решает он. Садись, Катюша, молодец. Ну, я так понимаю, это все? Да, больше никто не пришел. Родина, 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 Родина. Залы точного времени. Говорит Москва. В столице 15 часов. В Кирове, Куйбышеве, Ижевске 16. В Свердловске и Кургане 17. В Душанбе и Караганде 18. В Красноярске 19. В Чите 21. В Хабаровске, Владивостоке 22. В Южно-Сахалинске 23 часа. В Петропавловске и Камчатке полночь. В эфире передача «Быт. Забота. Общая». Алло, это бухгалтерия? Можно Аллу Ветрову? Уволилась? Извините, я забыла. Нет, не нужно. Нет, не нужно. Смотри, Соловьев, чтобы мне ни одной черточки. Проверю. 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 У тебя! Как ты! Это же невероятно! Юра, прости, я не хотела тебя подслушивать, просто твой голос, он… Я черточки оттер, можно я пойду? Подожди, а можешь мне помочь пластинки до дома донести? Юра, тебе нужно обязательно петь. Да ладно вам петь. Как? У тебя уникальный дар, ты берешь такие ноты. Может быть, это не педагогично тебя так хвалить, но, Юра, ты должен понимать, что дар — это огромная ответственность. Завтра же мы пойдем с тобой в фор к Грачеву, когда он тебя услышит. Мне идти надо. Подожди, мы не договорили. Это мой подъезд. Я живу здесь на втором этаже, в тридцать второй квартире. Может быть, ты ненадолго хотя бы… На чай зайдешь? Эх, Андрюша, нам любви печали не прядь, господи, крайне все лады. Так играй, чтоб города плясали, чтоб зашумели зеленые сады. Эх, Андрюша, раз в виде ночи ворвался ведь от кудрища реля… Юрка! О! Греби к нам! Юр, сделай нам Магомаева, а! Мужики, знаете, талант! Голосистый! Ты в школу завтра! Нет, ладно, все-все, мужики, все. Школа святое. Парень, стесняйся, заливайся. Стесняйся, парень. Ай, 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 ай! Привет тебе от Генки с Жоркой. Твои бутерброды, м-м-м! Пошли на ура! Все-таки ничего не ел? Долодный? Не начали установку монтировать? М-м-м! Папа! Съедобно? Смеешься, что ли? А что, добавка есть? Я за. Мама, до тебя дозвониться не могла. Ее в командировку срочную отправили. В этот город Кемерово, кажется. Там у них какой-то филиал. Кемерово? Может, Караганда все-таки? Так, у кого из нас пятерка перегиографии, у тебя или у меня? Да, точно, Караганда. Она обещала, когда едет, позвонит или телеграммы даст. Но она торопилась ужасно. Я не понял, а что она нам еще с утра ничего не сказала? Так она утром еще не знала. Там кто-то заболел? И ее отправили. А нас сегодня в хор к Грачеву прослушивали. Селедка какая-то приходила. Меня отобрали, сказали завтра прийти. Опа. Так это же здорово. А что я ведь такой кислый? Да ну его. Кошка, ну-ка иди-ка сюда. Иди-иди. Что случилось? Что случилось? Не заболела? Белокопытов, что ли, опять? Ты и скажи, я ему шею намылю мигом. Завтра же в школу приду. Пошка, ну ты чего? Мы спина к спине у мачты. Против тысячи вдвоем. Нет. Пап, я, наверное, лягу. Раз мамы нет, ты это, положись в кают-компанию. Я тут переберу пока. Хорошо. Мне кое-что пересчитать надо. Спасибо за ужин. Котенок, спишь? Я знаю, что не спишь. А все-таки лучше тебе пойти на это прослуживание. Лучше сходить. Хор это, это, ну это здорово. Вот не пойдешь, пожалеешь. Я же тебя знаю. А давай наспорь. Если тебя возьмут в хор, выполню любое твое желание. Разумно не в пределах, конечно. Ну как, идет? Спи давай. Бросишь курить? Ах ты, маленькая лисица. А вот брошу. Возьму и брошу. Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в степи сосана, Словно на-на-на-на-на. Нет у меня такой, Ни за какой векой, Ни за туманами, Дальними странами. Ни за туманами. Субтитры создавал DimaTorzok Здорово, ребзя! Что? Модели нового сезона? Пре, сандалеты «Прощай, молодость» и «Кофточка» «Здравствуй, пенсия»! И откуда же Сорокина эти юные дарования откопала? Гробница Татанхамона. Знаешь, кто это? Не знаю. А ты, небось, не фертите в репетузах. В чем дело, почему не в зале? А там дзюдоисты. Они нас не пускают. Ну, чемпионат какой-то. Они сказали, что это их время. Значит, запомнил? Правый сектор скажет пасюка и лады. Геннадий, завяжешь с музыкой. Хорошо, хорошо. Ребятки, что стоит? Давайте быстренько. Быстренько. Давайте быстренько. Репетируйте. Здравствуйте. Александр Владимирович. Я же вам, кажется, сказал, мне директора не нужен. Вам нет, а калитюга выяснилась, да? Да вы не волнуйтесь, репетируйте, репетируйте, репетируйте. Внимание! Стройте! Чпоп. Чпоп. Пройте вперед. Там подождите. Чпок. 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 Вы что, с ума сошли? Сошел. Ларка, это ж ты, Колесникова. Ты что, не узнаешь меня, что ли? Это же я. Андрюха. Ветер. Неожиданно просто. Ты что, так изменился, что ли? Значит так, вы приняты. С сегодняшнего дня у вас начинается новая жизнь. Про мороженое, газировку, орехи. Забыть. Все носим шарфы. Музыкальные партии знать наизусть. Проверю. В декабре будут экзамены по сольфеджио и истории музыки. По результатам неуспевающие будут отчислены. Это понятно? Угу. Может, в данной ситуации лучше брать всех и даже его. Чшш, ядвига. Потом всегда можно отчислить. Позвольте, а можно каждый будет заниматься своим делом? Простите. Внимание, распевка на ми-я. Новенькие слушают стареньких. Пожалуйста. Внимание, начали. Музыка. Иннокентий? Непростое имя. А у тебя дочь? Катюха. Катерина. Значит, жизнь удалась? А можно твою сумку взять? Я понесу. Слав, а может, ты мою займешь? Ага, сейчас. Прости, спешу. Кеша. Кеша. Давай быстрее, мы спешим. Девчонки, я с тобой. Подождите меня, я с тобой. Пойдем. Том, ну что, Петро? Ну, пойдем. Спасибо. Оля, Оля, Оля. Душа, порвите! Открыто! Здравствуйте, кто-то к нам пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я классный руководитель вашего сына. Здравствуйте. Он ему никакой не сын, а мне он внук. Мы очень рады вас видеть. Что там натворил, Юрка? Да нет, ну почему же сразу натворил? Я по-другому вопрос. Нет, вы не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Если надо ремня, то мы... Ну-ну-ну-ну. Прошу, мадам. Может быть... Нет, спасибо. Ну почему же? Сегодня праздник. День работников леса. О! Вы знаете, я, наверное, в другой раз зайду. Извините. До свидания. Ты, ну шо ж ты... А шо это ты про ремень там... Какого ремня ты ему сможешь дать? Ты вообще кто тут такой? Дед, ты не бузи. Нет, ты не давай. Нет, ответьте. За работников леса. Потолок плетяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной, смаколючая. Как шагнется порог, всюду иди, А из органов порог синий-синий. Потолок плетяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной, смаколючая. Как шагнется порог, всюду иди. Тихо! И! А из окон порог синий-синий-синий. Квапка синий-синий-синий-синий-синий. Так, нагнись, 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 держи вот так. Так, сейчас, сейчас-синий-синий-синий. Ну как? А-а-а! Юра Степановна, для забывчивых. Ну и сколько Соловьев вам еще должен? А это наше с ним личное дело. Да, Юрок? Сколько? Я отдам. Ну, пять рублей. Это неправда! Что еще? На! Юра! Юра, подожди! Юрок, давай там не оплошай, если что, зови! Мы поможем! Ха-ха-ха-ха! Юр, я не хотела! Уходите, я бы сюда не звал! Юра, ну, прости меня! Ну, не могла я больше смотреть, как они над тобой! Выслушай меня, пожалуйста! А кто это у тебя такой? Какой хорошенький! Он тебя даже не боится! Юр, давай с тобой договоримся. Я очень хочу, чтобы ты прослушался в хор Грачева. Один раз. И обещаю, возьмут тебя или нет, но я поставлю тебе пять в четверти по музыке. В году. И на мои уроки можешь больше не ходить. Пусть летят, но и летят, и нигде не встречают преград. Так, стоп! Лорионов, твои голуби никуда не прилетят. Они сдохнут в дороге от тоски. Идите, встаньте на место. Вы хоть понимаете, про что вы поете, о чем вы поете? Зачем вы поете? Куда вы торопитесь? До последней ноты допеть? Что у тебя, кузнечик? Александр Владимирович, а можно я попробую? Нет, ты у нас певец камерный. Здравствуйте! Извините за опоздание. Да, что? Они пропали. Нам папа их из Польши привез. А двенадцати штук теперь нету. Двенадцать штук? Фломайсеров их там нету. Раздевалки два раза. Раздевалки два раза. Ладно, хорошо, идите, успокойтесь, потом возвращайтесь. Я не понимаю, что смешного? Ни одной живой ноты. Так, я сейчас хочу слышать каждого сольфеджио по отдельности. Прошу вас, поехали. Пожалуйста. ПЕСНЯ Так, давайте наизусть, без сопровождения. Это что такое? Я что, не учил вас, как нужно обращаться с партитурой? Свободен. Как это? Совсем. Альсов Владимирович, ну так же нельзя. С такими только так и можно. Держите. Так. Еще раз. Сначала. На-ле. В гробовом темпе. Пожалуйста. И... Ой, здравствуйте. А вы меня не помните, вы к нам в школу приходили. Не помню. Дальше. А можно с Александром Владимировичем поговорить? По какому вопросу? Понимаете, у меня вот мальчик Юра. Можно? Нельзя. Хор укомплектован, набор окончен. Ну... Ну... Пойдем. Подождите. Можно ведь сделать исключение? У мальчика удивительный голос. Любую мамашу послушать. Сын у него гений-вундеркин. Поет, как соловей. Да? Ну... А то, что у него голоса нет и не предвидится. А то, что он элементарно, он и грамоты не знает. И то, что его на сцену даже для количества поставить невозможно. Вот это никого не волнует. Так что мой вам совет. Извините. Юра! Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Федя, Федя. Здравствуйте, Алексеевич. Федечка, ну, ну, что ты так расстраиваешься, ну, ты знаешь, Александр Владимирович? Пошел он покричит, успокоится. Феденька, встань-ка. Вставай. Но мы только начали учить. Вот и ведь. Вы только же начали учиться. Эм... Это... Что? Феденька, что там? Вон! Ну, нет! Я этого самодурства так не оставлю! Юра! Юрочка, подожди! Мы с тобой подготовимся, нас обязательно послушают, слышишь? Ну, вы что, глухая? Такие, как я, не берут, значит, все. Девушка, девушка, вы в порядке? Да что с вами? Кто вас обидел? Понимаете, у меня мальчик, он поет лучше, чем Робертина Лоретти. Они его даже слушать не стали. Кто не стал? Грачев? Нет, женщина такая строгая. А-а-а, ясно. Эм, ну, если хотите, я могу его послушать? Я второй хормейстер в хоре у Грачева. Где ваш Робертина? Ушел. Я же ему пообещала. Он больше никогда не захочет петь. Субтитры сделал DimaTorzok Вместе весело шагать по просторам, По просторам, по просторам, И, конечно, припевать лучше хора, Лучше хора, лучше хора. Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечка, два словечка, будет петенка. Вместе весело шагать по просторам И, конечно, припевать Лучше хором Доброе утро, товарищи! Вы успели приготовиться к нанятиям Исходное положение Натаха не возишь, время нет У меня обина есть вилевые Да ты что! Юрка, сядь и поешь нормально Что там у нас сегодня? Так, друзья, поздравляю У нас сегодня праздник, день рождения Ленинского комсомола, ура! А я на праздник стихи буду рассказывать Выше знамя, громче песни Кумачом горит заря Снег пошел! Смотрите, снег пошел! Ура! Снег! Ну, с добрым утром, товарищи! Дядя, а почему ты здесь спал? Подрастешь, узнаешь Ну, начинаем утреннюю гимнастику Раз, два, раз, два Снег идет Что? Ты не опоздаешь? Сегодня к второму уроку Англичанка заболела Ты бы слышал ее произношение It's so simply dreadful I'm home Good morning Good morning Thank you Can I leave the table? Yes Ты сейчас, конечно же, скажешь, что Прием в посольстве Непала затянулся до утра Не скажу Почему кофе холодный? Хорошо На меня тебе наплевать Но Кеша, он все видит Лара Избавь меня, пожалуйста, от этих Вульгарных мещанских сцен Для всех мы Идеальная пара Но у англичан есть Такое Слово Privacy Да-да Частная Личная У тебя волосы на затылке Мокрые от души А на воротничке помада Вульгарный цвет Котенок, молоко Черт Ну вот Ничего не осталось Я хотела, чтобы ты гречку с молоком и сахаром поел Как ты любишь Ну и черт с ним Поем он солью И без молока сегодня Теперь отсирать все придется Садись, садись Остынет Садись Я потом сам отмаху Нет, я сама Ну сядь уж, пожалуйста Остынет же Ну давай кушать К рядом аппетит А мама всегда гречневая каша подгорала А вон она с комками получалась И молоко с пенкой Она вообще готовить не умела Я ее ненавижу Ну как она могла Иди сюда А ты Почему ты не едешь за ней Не борешься Не вернешь ее Ты же ее любишь Ты же ее любишь Комитета по делам искусств При Совете Министров СССР Ну иди, вы сами знаете где Товарищи Мы прежде всего Должны руководствоваться Принципами Которые высказал Наш дорогой Леонид Ильич Брежнев Спасибо Спасибо, товарищ Копоклипикова За прекрасный доклад У вас, как говорится Мышь не проскочит Ну что, товарищи Голосуем Кто за то Чтобы утвердить Отчетный доклад Руфины Андреевны Прошу вас Против Вы сдержались Единогласно Спасибо, товарищи Все свободны Руфиночка Андреевна Тут такое дело Скоро Новый год Нужно объезжать Певческие коллективы Утверждать новые программы Посмотрите, пожалуйста Вот это Да Грачев? Да, Грачев Грачев, это который А вы что, ничего не знаете? Нет Вася А ты не рассказал, да? Вася, а о чем ты не рассказал? Ну там же эта история Жуткая была Что за история? В общем Три года назад У них в ансамбле была Солистка Девочка 16 лет Еще имя у нее такое Лада Ну и Говорили, что она Влюбилась в Грачева А потом С крыши сиганула Ладочка Щегарева Там еще как-то Дело очень быстро Закрыли Подростки Неустойчивая психика Несчастная любовь Да вы что, прошу мать Он сразу уволился Уехал А я узнаю Об этом последний? Так, между прочим Да? Вы что же, товарищи Работники Культуры Ну так Я и удивляюсь Как вы ему детей-то Опять доверили? Значит так После праздников Берешь комиссию Едешь к Грачеву Ну, не мне тебе объяснять Ну, чтобы я больше Этой фамилии не слышал Понятно В этом крики Жажда бури Силу гнева Коля, ну да, у тебя правит Раскоп, безумно липсада Бхан, на шайке Стойки Помни, Марки Готема Чайки стонут перед бурей Стонут, мечутся над морем И на дно его готовы Спрятать ужас Свой перед бурей И гагары тоже Морки Филину Помнишь ли яму маску Там правда трещина Ну, это не важно Это я починю Гром ударов их пугает Садись Белокопытов дальше Ну, там это, как его Тупой Перебиль Робка Прячет жир Тело жира Позорище Катя Ветрова Глупый пингвин Робко прячет тело Жирное в утесах Только гордый бурей Главное его, смотри Твои буртфели Откуда? Откуда? Ужас меня Две пары, его и братовы Велика там Рвутся К высоте на встрече грома Потянет Ты че совсем? О, смотри Смотри Соловьев продолжит Зырь, зырь Кром крахочет Соловьев 2 Крылов кожет Дневники на стол За что? За то Я в буфет Коля, ненадолго Слышь меня? Ненадолго Не меньше часа У меня в буфете Чай с пятью звездами Стынин За что? За что? О, боже мой За что? За что? О, боже мой Стоп! Нет, тот другой не придет Гости на балу Отбой Гости на балу Отбой Валюша Я тебя очень прошу Мне нужен позарез Но я все равно сижу Я второй состав А если заметят Ты видишь, что делают? У нее глаза горят Лицо полуменеет Но вы, извините Тлеете, как старая сырая головешка Валечка, где все? Сейчас еще раз пройдем эту сцену Сейчас все вернутся Нет Это я, по-вашему Ну, ты не сам и опрашиваешь Я не буду за тебя отдаваться Я так больше не могу Вы насилуете мою тонкую Актерскую душевную организацию Я никак Ничего Мирочка Мирочка Мы После перерыва Продолжим Так Шалится моя Держи коньки Я шапку забыл Я так и подумала Везде окна уже заклеены Кроме туалетных А на выходе дежурные Вы же меня от музыки освободили Юр, ну так нельзя Да что же вы с этим хором Далее два месяца уже ходите Я же сказала, не пойду больше Хочешь, я с тобой заниматься буду? Здрасте Здравствуй Русским языком, литературой, историей Спасибо, не надо Крылов, ты почему музыку прогуливаешь? Так это Мне к живному надо А, сильно болит Юр, ты проводи друга И заодно обещай подумать, хорошо? Хорошо И все в порядке, если дождь сказал по счастью Великая литерская игрота Суровый бой ведет, литерная тренинка Двери будет сложа, я с тобой Хоккей играют у стоящих мужчин Труд с ней играет в полей Труд с ней играет в полей В матче будет сыграть не мало Не забудем, не забудем, не забудем, не констант Это не золото, и не золото Поехали Еще, поехали Труд с ней играет в полей Суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим в мужество отчаянных парней Хоккей играет в настоящий яблень Здравствуйте Русский играет в хоккей Труд с ней играет в хоккей Хитвика, это вам Спасибо Мы решили вспомнить старый репертуар Да я вижу Валя, можно вас на секунду? Будьте добры, раздайся ноты Подождите, это же... Я знаю К завтрашней репетиции партии Фуги знать наизусть Послушайте, это невозможно У нас комиссия на носу пусть поет, трус не играет или что-нибудь Тут вообще хоть слава какие-то есть? Новенькие и к веселой Фуги просто не готовы Если не готовы, то в таком случае я не понимаю, что они здесь делают Медленно, пожалуйста Так, разобрали партии Внимание Жёстче, жёстче, борт его Плюшку держи Разворачивайся, уходи Уходи, уходи по борту Хорошо, клоуны Вперёд Ну Все, уехал, а клоуны остались Ну чё, разверли, вставайте Все, сдулись? А я говорил Ладно, ребята, хорош клюшки мучить Дуйте-ка хлопцы домой А нам надо к серьезной игре готовиться Все, поехали Давай, давай, давай До свидания, до свидания А вы чё ржете? Ну круг бегом! Нечего сопли размазывать Вперёд! Быстрее, быстрее! Активнее ногами работаем Хорошо Стоп! Опять то же самое место Первый сопрано, я не понимаю Вы что, не слышите, что вам альты готовят? Опять на пол кирпича выше лезете Так, я хочу слышать только первые сопрано Без фортепьяно, пожалуйста И... Здравствуйте, господин артист Простите, в театре репетиция, я... Слушайте, Хавьер Может, мы уже будем определяться, где вы служите? Александр Владимирович, я никак не мог уйти Я это уже слышал Прямо с Кузнецкого Так, пожалуйста Нотами по руке Здравствуйте, Димочка Прошу вас И... Это ми бемоль? Это ми бемоль? Дайте мне, пожалуйста, ми бемоль Вот это ми бемоль Это понятно? Идите, сядьте на скамейку и вернетесь, когда сдадите партию Мы уже только сегодня получили А вы что, не умеете читать с листа? Хорошо, идите в первый класс музыкальной школы Прошу вас Сомкнулись Еще раз Со второй части Пожалуйста, прошу Простите, а когда они заканчивают, не знаете? Семь или полвосьмого, не раньше Новую программу готовят Ясно Да, у них там какое-то прослушивание отбирают, что-то будет А вы новенькие? Так точно Ну, конечно, новенькие Ой, это кто-то хулиганит Это ж мама Ларионова Ну, пусть они хотят высягнуть Стоп! Устали? Верю Ну, поймите Когда вы сидите У вас недостаточно работает дыхание А без дыхания У нас с вами ни черта не получится Это понятно? Да Да Кто-нибудь хочет сесть? Хорошо, еще раз С самого начала Внимание Прошу вас Вот Сейчас Запахнет пончиками Помнишь, ты мне покупал 80 копеек за килограмм 82, пошли Вот сдача Ешьте с удовольствием О, пойдем Как раз Здравствуйте Здравствуйте Нам два съешь? Конечно Четыре пончика, пожалуйста 24 копеечки Будет? И пудры Пудры побольше посыпьте 25 Пудры мы не жалеем Какой пончик без пудры-то? Точно Держи, кавалер Спасибо большое Спасибо Давай Сдачу копеечку Не надо, спасибо Горячий аккуратно У тебя пудры на носу У тебя вообще везде А вдруг ты Возьмешь и сейчас исчезнешь? Как тогда? Да нет Тогда исчезла ты Выскочила замуж Зачем ты это делаешь? Не знаю Может быть Хочу вернуться? Лара, ты жесток Ты замужем И вполне счастлива Ну и Ты, кажется, тоже Женат Женат Нет, говорю Да, прозвездуй Шестого Шестого, Палучка Да не жирного он будет Да слышу, да Лады, все У вас какой? Какой размер? Зимний? Да, попробую достать Ага Да Мать у меня Что это? Резание, ага Юр, ты это Тамнинка Пельмешей Прокрутила Может пойдем Рубанем? Не хочу Они не слышат Не чувствуют Не могут Пока не могут Не хотят Они никогда не споют Споют Споют, когда выучат Когда они выучат Скоро Через неделю Поешьте Я позанимаюсь Мы справимся Послушайте Александра Сагна Можно подумать Вас не было на репетиции Я не голоден Спасибо До завтра Ну как уроки? Заканчиваю А что? Да ничего Так Так Катюн Сделай погромче Пожалуйста Катюн Сделай погромче Может устроим что-нибудь Как раньше Поиграем В домино Или в прятки Папа Папа Вот коричневый Картошка Мам Ты чего? А я тебе Ну? Катюн Катюн На ковре И объедимся От пирожных Мам Ты серьезно? Ну А что? Каждый имеет право На свою личную Жизнь Как там это По-английски? Privacy Ты ведешь себя Как-то неподобающе Папа Папа Сегодня нашу программу ведет музыкальный обозреватель Елена Дулова Все беседы народного артиста Советского Союза Сергея Яковлевича Лемешева у микрофона юности Вызвели очень большой интерес и горячий эксприк слушатель А вместе с другом жизни человека О призвании Об умении весь запах сил душевных отдать для достижения намеченной цели О музыке О постижении этого рода искусства О народной песне Вот о чем беседовалось молодежью и известный певец И речь сегодня пойдет об обмире О сложных Хорошо Тетя Там держите И И Так, стоп Здравствуйте Спасибо Куда вы во время звучания? Ой, извините, учту на будущее Просто из управления Вот методичку прислали Песни, которые рекомендуются для детских хоров Просили передать Комиссия будет после праздника Дима, финал пройдите? Да, хорошо Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Готовы? Последний, припим с того же места Добрый день Гена Как же ты все-таки выкрутился-то, а? Да никак В детский хор меня сослали К Горачеву На годик Пересидеть Да, и то, я думаю, это ненадолго Потому что хор этот После праздников Руфиночку к нам присылают С особым поручением Нас прикрыть Это Капак Липикову? Знаком с этой мадамой? О, да Даже ближе, чем хотелось бы Ох, сколько эта дрянь мне крови попортила А заодно и программу Ой Юрки нигде нет! Вот погонится Смылся Ну ты подумай Отцовский велосипед на чертовы коньки поменять Ведь главное, их все одно в этот хоккей не взяли Тут они хренушки что найдут Может, на них обратно сосуя вы меня А то велик жалко Ты что, очумел? Мы с вами тренироваться будем Потом в Динамо поедем У них бывает доп.набор После Нового года А Горачь у своих кабанов гоняет Проходите, Ваня Братайцы! Можешь подвезти? А смысл? В смысле смысл? Ну один раз не прошел Ну второй раз не прошел Ну третий раз ты придешь Береться, береться Привет с Илонером Здрасте Это Мишка Здоров Крепко Ты что, терпеливый мужик Ну что, Орлы? Вас, говорят, в хоккеисты не приняли? Ну да, типа того Разберемся Ты браток С дядей Борей дружи Ты мне услугу, я тебе две Запрыгайте Что ты еще кабан-то кабан Нормальный мужик? Крутища вообще железная Иди Быстрее двигаемся Активнее, активнее движение Быстрее, быстрее, быстрее Ну не знаю За покрышку, конечно, спасибо, но Семенов, клюшку на лед Ну хиленький он какой-то А на маслице моторное на автобазу пришло Нет надобности? Да надобности есть Ковалев Быстрее, быстрее, активнее Ладно, посмотрим И за нами не заржавеет Поменяли направление Ну что завалились, а? Ну что вы развалились, старик? Давай, давай, вставай А, простите, а у вас случайно на вечерних билетиках нет? Нет, извините Это идеал, это вообще Прям не терпится Засисти меня Коля, 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 что ты творишь? Коля, солнышко Коля, ты меня без ножа режешь Коля, Коля, у тебя скистажа Коля, Коля Коля, что продолжать? Говорят, неделю уже Неделю? И вы молчали Это за неделю продолжается Коля, Тетя Валя, спокойно Птичка Тетя Валя, надежда есть? Никакой надо вводить второй состав Кого вводить? Когда я буду вводить? Когда? Все, это конец Подождите, Валерий Яковлевич Давайте друг друга Вот смотрите, у нас в трупе 100 артистов У вас в трупе 100 бездарностей И один запойный артист Ени Нет, все Отменяем спектакль Надо отменять спектакль Идите, отменяйте спектакль Поехали со мной в Ялл Тетя Валя, что делать-то? Хавьера Хавьера надо вводить Он споет и зрителю понравится Амира? Давай, вперед, вперед, вперед Давай, вперед, давай Ты смотри, что они говорят Твой защитник моего нападающего Обе Судья Так смотри Судья, две минуты давай Прекратили драку, разошлись Отсутствует соловьев и крылов На русском и химии оба были Лукачка Фортилы вам запасные Давайте на лед И помните Главное выполнить задачу А задача ваша Не мешать Так, все, встали Пошли на лед Так, все, парни собрались Сейчас я им покажу Есть у меня одна идея Лишь, ты что, сдурел? Пошли, пошли, пошли Я думаю Паричок ему найдем Усы приклеим Костюмчик подберем В руки ему надо что-то дать Просто для уверенности Это По-вашему, Генрих? Не, я Ну, а что Он высокий Он статный Улыбка у него Глупая Товарищи Товарищи Давайте просто его послушаем А? А, делайте, что хотите Сан Саныч, миленький, начинайте Открывай передачу Кровов, отдай пас Петрову Кровов, куда ты поехал Давай, давай, давай Пас, отдай Солгей, держись Солгей Отлично, давай, вперед Нагоняй, нагоняй Куда вы выкинулись, а? За вас, мать, продуем Тюрист, хренов Солгин, я вообще не могу Ты где набрал таких, чем урашек? Да нашел ты Молодец, помог Умница Молодцы Поздравляю с одиннадцать Давай Молодцы, чемпионы Чемпионы Ну че, клоуна, дофинтились, а? Я вам что сказал, не мешать Ты что думаешь, я за покрышки твоего дяди тебя терпеть буду? Да я вас сгною На скамейке Я не понял За какие покрышки? За какие? За автомобили, наверное Не задаром же он нас взял Ни за покрышки, ни за что Я больше на них бреду Смотри, дома не спались Пошел ты, Крылок Сам ты пошел Она всего сильней Любви смешны барьеры Особенно моей Любовь, благая тайна Она сродни судьбе Любовь моя бескрайна Особенно к тебе За что такие муки? И в чем моя вина Что к оторге разлуки Я приговорила Не чилищу раздрога Как поступил со мной Я вопрошаю Бога За что, о Боже мой? За что, о Боже мой? Достаточно Мирочка, добрый день А что я И мы тут все По-моему, это ужасно Мы в безвыходной ситуации А мне нравится Конечно Тем более, что публика Будет смотреть только на тебя Мирочка Я всегда говорила Что Генрих должен быть выше Привет хоккеистам Здрасте А я тебя везде искала Мне сказали, ты на катке Все, нашли А ты домой пойдешь? Не знаю А знаешь, где самые вкусные пирожки в Москве? Там еще бутерброды С сыр копченой колбасой есть Ладно Я сдаюсь Я просто хотела Подождите А сколько бутерброд такой стоит? Юра Пойдем Я здесь не знал, что публика такая бывает Я мотом потом Не торопись Еще два звонка За что такие муки И в чем моя вина Что по торге разлуки Я приговорена Не чересчур отрога Поход стомил со мной Я попрошаю За что, о боже мой За что, о боже мой За что, за что, о боже мой За что, за что, о боже мой За что, о боже мой За что, о боже мой Юра. Не, красивая, конечно, в платьях, и поёт здорово. Но только взрослая она какая-то, эта летучая мышь. Старше своего мужа получается. Так разве и бывает? Ну, это же театр. В театре всё условно. А так вы правда этого Генриха знаете? Это его на сцене Генрих зовут, а в жизни по-другому. Да, неожиданно, неожиданно. Поздравляю. Да ладно, прекратим. О, я смотрю, у меня уже поклонники завели. Молодец. Мамашка-то ненавидит. Пошли. Слушай, Кузь, ты иди, а я тебя догоню, ладно? Ну, удачи, скорее. О, боже мой, за что, за что, о боже мой, за что, о боже мой. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушай, ты, ты что, это учил когда-то раньше? Да нет, запомнил просто. Извините, он сегодня впервые в театре, больше он нигде не мог это услышать. Да. Хорошо, а теперь повыше. Я еще выше могу, если надо. Варвара, я прошу прощения, вы позволите? Да, конечно. А сможешь повторить мелодию на слух, которую я сейчас тебе сыграю, на «Ма». Готов? Фантастика. Слушайте, где же вы раньше-то были, а? Ты песни какие знаешь? Ну, какие любишь? А, да я всякие знаю. Вам какие нужны? Так. Ладно, сегодня уже поздно. Давайте, давайте завтра к четырем часам. Куда приехать, помните? Да. Хорошо. Я Грачева предупрежу. Только у меня к вам будет одна просьба. Вы, пожалуйста, ничего специального не готовьте, хорошо? Угу. Слушайте, ну, сын у вас просто феноменальный. А, да нет, что вы, он мне не сын. Я у него просто музыку преподаю в школе. Я осел. Простите меня. Да ничего. Варвара. Варя. Дима. Очень приятно. Взаимно. Ну, что ж. А где он? Опять сбежал, что ли? Ой, праздников нет никаких вообще. Одного года дня? Семь часов три минуты. О! Игорь Несенн запылился. Греть ничего не буду. Да я сытый. Ну, что, как сыграли? Никак. На хоккей я больше не пойду. Можете забирать свои покрышки. Борь, какие такие покрышки? Вот ты тварь неблагодарна. Я для него из кожи вон лез. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? А вас не просили. А я вас сейчас попрошу. Так следует. Боря, не надо. 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 Уходи. Ты здесь вообще никто. Ты здесь. Иди сюда. Молист, мой ретан. Иди, да ну. Иди сюда, мразь. Я для меня обострение. Я для меня обострение. Па, ты чё надумал-то, а? Куда ночь на дворе? Вы куда? Ничего. Уча и холонуй. Юрка, ты это, на мать не сердись. Нинка, она, она бы всё равно себя кого-то нашла. Этот не хуже других. Бабе одной трудно. А как же папа? Папашка твой, он только на гитаре был гораздо играть. Ну, и куда же мы теперь? А поедем-ка мы с тобой, знаешь, к однополчанину моему, Феде Цветкову. Я тебе про него рассказывал. Мы и войну с ним вместе начинали, и потом и в госпитале. А, это где тебе ногу? Да, 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 да. Я был у него как-то, ну, правда, давно уже, но он звал всё время, у него в деревне так здорово, мы себя переночуем на вокзале и махнём. Я не могу. Чего? Ну, я завтра обещал в четыре двум людям хорошим. Я, конечно, мечтала пианисткой стать, в консерватории училась, но сейчас ни о чём не жалею. Хотя иногда хочется сесть за рояль, играть, играть. Но в школе тоже очень интересно. Неспокойное у вас тут место. Местный фольклор. Тоже мои ученики, кстати. Милый, смотри, Василёк. Вы бесстрашная девушка, Варя. Мой батонец. Иду. Иду, иду, иду. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, иду. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что так поздно. А, Варвара Степановна Волгина здесь живёт? Да, да, здесь, здесь. Оля, к тебе! Вот, так мы с Варюшей одни и остались. Я устроилась на ночные вызовы на скорую, однём с ней. Ой, но моя внучка только о вашем Юрии говорит. Ой, представляете себе, что будет с ней? Я тебе скажу, что я вас отпустила. Ой, бабушка, ты её не въеваешь? Нет, они все так говорят. Мам, ты ничего не понимаешь? Моя тоже, кстати, кричит, то же самое. Ну, может, другими словами. Кашель мне ваш не нравится. Пойду заварём дровяной чай. На ночь тоже надо будет вывезти. Я вам дам с собой. Ну, вот, свалились мы на вашу... Добрый вечер. О, дождались. Да, наконец-то. Варя, да? Здравствуйте. Вы к нам заходили как-то. Да. А я Пётр Ильич. Я дедушка Юра Славьёва. Очень приятно. Мы забежали ненадолго, ну, застряли. Ну, предупредите, что мы уезжаем. Мы на вокзал... Подождите, а как же прослушивание? Ну... Куда вы на ночь глядите? Да ещё с таким кашлем. Ну, да ну... Мы переносим у Марии Дмитриевны. Уюта хреба, что я так так... Нет, 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 прекратите. Да, конечно. Я даже слышать не хочу. Утре вечера мудренее. Мы почему пришли? Мы потому что Юрка волновался. Он вам обещал про завтрашнее. Смотри, а не получается. Вот мы... Юр, ну ты чего ты голоса не подаёшь? Что ты с ним... Тише. Вы спид не будете. Не, ну как? Там всё в порядке. Здрасте. Это... Что, у нас сегодня комиссия, что ли? Да, да, комиссия. Я забыл про комиссию. Там мальчик пришёл. Вы помните, я вам звонил сегодня с утра. Где вы что? Какой мальчик? У нас комиссия. Я всё понимаю. Минуты на минуту. Ничего страшного. Ваша комиссия подождёт. Хавьер, введите сюда своего гения. Сам, Владимирович. Хорошо, сейчас, одну минуту. Ядрика Семёновна. Да? Я смотрю, вам всё равно нечем заняться. Подыграй, Семёновна. Я вам, дорогие, я понимаю, что вы увидите. Почему же? Мне есть, есть чем заняться. В другом месте и за другую зарплату. Ядрика Семёновна. Отставьте меня в покое. Ядрика Семёновна, вы что? Отставьте меня в покое. Ядрика, ну что? Ну, ну что вы, ну. И что нам делать? Ничего. Будем слушать вашего молодого человека. А кто играть будет? Вы, прошу вас. Нет, шо, вольте. Я не пианистка. Хавьер, тогда вы, прошу. Но сейчас, сейчас всё будет. И мальчик, и пианистка. Похоже, здесь где-то. Да уж, Юрка, постарайся, не подведи. Вон какие нам люди попались. Хорошие, душевные. А вдруг опять попался? И главное... Ну что ли? Ну, это понятно. Здравствуйте. Что ж ты? И главное, ничего не больше. Куда нам теперь? Пётр Ильич, Юра. Только спецсоветы. Я не успела. А, ну-то... О, Варя! Как хорошо, что вы здесь. Вы нам нужны позарез. Скажите, вы незнакомую партию с листа сможете сыграть? Ну, наверное, да, смотря какую. Отлично, пойдёмте. А, подождите, а как же... Да, да, пойдёмте все вместе. Я обо всё договорился. Пойдёмте, пойдёмте. Вам помочь с инструментом? Не-не-не, своя ноша не тянет. Отлично. Пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. Вот эту дверь подержи. Так. Значит, пойдём спокойно, уверенно, не обращаем ни на кого внимания. Только акапелла. Хорошо. Александр Владимирович, вот, это Варвара. Юрка, что ты мне приглашала? Прекрасный консервьейстер, училась в консерватории. А это Юра. Я вам про него говорил. Да. А это Юрин дедушка. Ну, прошу. Давайте посмотрим, на что вы способны. В консерваторию. Прошу. Давай. Так, держи. Да я сам, сам. Дима, ты что, с ума сошёл? Дима. Прошу вас. А, веселый. Все готовы? Конечно, знаю. Да, мы готовы. Юрка, давай. А что ты с женом пришли? На центр иди. Иди, иди на середину. Проходите, проходите. Разбитый да не собрать, И некому доски свои до горя рассказать, И некому доски свои до горя рассказать. Здравствуйте, товарищи. Александр Владимирович, что у вас тут происходит? У нас прослушивание. Мы не помешаем. Я предупреждала заранее. Нет, нет, присаживайтесь. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста, идите к инструменту. Иди, Юрка. Пожалуйста, пожалуйста. Иди, иди. Дайте ему ноты фоги, партию первого сопрано. Начинаем. Александр Владимирович, дело в том, что... Хавьер, не мешайте. Александр Владимирович, может быть, мы уже начнем? Владимир Владимирович, дело в том, что... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать. Лучше хора, лучше хора, лучше хора. Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка. Раз иголка-два иголка, будет ёлочка. Раз дощечка-два дощечка, будет лесенка. Раз словечка-два словечка, будет песенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весело шагать по простору И, конечно, припевать Лучше хором Спасибо. Можете сесть. Сопрано, восьмые должны быть легче. Не зависайте. Это что такое? Какая смысловая нагрузка у этой, с позволения сказать, вашей песни? Это не песня, это фуга. Простите, что? Фуга – это полифоническое или многоголосное произведение, в основе которого, как правило, лежит одна тема. Так, только не надо нам здесь читать лекции. Вы что, за два месяца не могли выучить что-нибудь со словами? Я думаю, что я выражу общее мнение товарищей. Это совершенно никуда не годится. В конце концов, есть утвержденный репертуар для хоровых детских коллективов. Мы присылали вам методичку. Это что, раз-былинка-два-былинка? Дождинка. Дождинка. Значит, вы пренебрегли рекомендациями управления культурой. Прекрасно. Товарищи, я думаю, что… Нет-нет, подождите, подождите минуточку, мы не пренебрегли. Понимаете, у вас очень обширная репертуарность. Александр Владимирович просто показал вам самое сложное произведение, чтобы вы просто оценили возможности нашего хора. У нас очень много всяких замечательных… Сейчас. Давайте послушаем. Только я надеюсь, что в этот раз вы обойдете снизу. Дима, найдите, пожалуйста. Па-па-па. Да, да, сейчас, минутку. Синие ночи, пожалуйста. Сейчас. Сейчас, одну минутку. Сейчас, Александр Владимирович. Сейчас. Встали. Все, как учили. Вот так вы физику бы учили. Не говорите. С этим хором мои тоже скоро на крови скатятся. А ваш, Тикишенька, нибудь отличник? А-а-а… Да, да. Да? Солист отличник, конечно. Ой, как так на улицу можно раз выйти? Ой, срамота. А вот я, пожалуй, выйду. Душно здесь. Ну, мы местечко-то за вами подержим. Спасибо. Гуляете. Подержим. Привет. Простите, любезнейшая, а вы не подскажете, где здесь хор Грачева? Там вверху. Слышите? Слышите, поют. Слышу, слышу. Благодарю. Слышу. 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 Я не могу. О, а дамку. Он напугает и бескотичный. Конечно. Слышу. Ну и где этот ваш новый современный подход, о котором все говорят? Я эту песню пела еще будучи пионеркой. Извините, Руфина Андреевна. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. Ребята. Товарищ Лаптев Александр Сергеевич. Наше дорогое телевидение. Которое не должно обходить вниманием юные таланты. Ведь вы это хотели сказать, Руфина Андреевна. Так мы ищем, смотрим, долг свой выполняем. Молодцы, ребята. Звонко поете. А вот скажите, мультик про крокодила Гену и Чебурашку все видели? Да. А песенку из этого мультфильма «Недели за две» подготовить сможете? Да. Отлично. А мы вас по телевизору покажем. О, по телевизору. Че-че-че. В программе «Песня года». Я надеюсь, у вас солисты хорошие есть, да? Такие, чтобы голоса были задорные, пионерские. Да. Александр Сергеевич, вы меня извините, пожалуйста, но у нас тут очень ответственное прослушивание. Конечно, конечно. Извините. Продолжайте, Руфина Андреевна. Решение еще не принято. Мы заберем комиссию, обсудим и сообщим решение вам. Все, товарищи, пойдемте. Я провожу. Да, конечно. Методичку я оставляю вам. Ознакомьтесь. Пойдемте, товарищи, пойдемте отсюда. Пойдемте. До свидания, Руфина Андреевна. До свидания. До свидания. До свидания. Чебурашка, как будто нельзя было нормальную песню найти. А мы тебе наденем такие большие, пушистые ушки, да? Сейчас заостришься и провалишься. Захвати ее завтра тогда. Да она у меня сейчас с собой. Дубленка у тебя, Том, фирма. Сразу видно. Ой, упала. Подними. А то Славка молча завидует. Я сказала, подними. Стаканчики, стаканчики. Упали со струна. А как ты думаешь, кто глупее дураки или те, кто их слушает, а? Эй, ты че? Улетела. Обалдела, что ли? А ну, сняла. Быстро сняла, я сказала. Я не понял. Град, что ли, бродягу этого взял? Пойдемте. Куда, погоди. Глядь, тут как все серьезно, телевидение. Харизматичный паренек, которого все могли бы запомнить и полюбить. И вообще, мне кажется, что мы с вами споемся. До свидания. Всего хорошего, товарищи. До свидания, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Александр Сак, на что это за номер? Ну, если б нет, это номер Александр Владимирович. Надо подумать про Чебора. У нас один вариант, Лареон. А что насчет Юры? Какого Юры? Ну, вот. Виктор Хосеевич, ну вы что? Ну, у нас нет времени. Извините, пожалуйста. Я насчет парня своего. Когда ему теперь приходить? Дело в том, что для младшей группы он слишком взрослый, а для старшей у него нет необходимых знаний. Извините. А ну, вам, конечно, профессорам беднее. Ну, вы мне как-нибудь по-простому так объясните. Чем он вам не глянулся-то? Голос не подошел. Лиш, давайте не будем. А, пожалуйста, мы очень спешим, правда. Дело не в голосе. Он нот не знает. Александр Владимирович, ну так же нельзя. У вас репетиция завтра в 15.00. Все партии знать. Хавьер, дайте ей расписание. Хорошо. Нет уж, ты погоди, мил человек. Это что ж получается? Все? Отворот по ворот? А не берете парня только потому, что он нот не знает? А вы что-то все? Вот так прям с нотами и родились, что ли? Не знает. Так и мы в 41-м тоже про войну мало чего знали. Научились. Вон что вышло. Ноты ваши. Я без них всю жизнь играю. И ничего. Никто не обижался. Ни в землянке, ни в госпитале. В свадьбах, похоронах. Оно, конечно, наверное, с нотами-то лучше было бы. Но я уж старик. Куда я меня теперь? Но он-то малец совсем. Ему только его-то и учиться. Так научите. Объясните толково. Он поймет. Вот он, Юрк, у меня смышленый. Ну что я? Ну хотите, он вам Магомаева споет? Да не надо. Я там чуть... Через неделю. Партии знать. Первый дискант. Да. Александра Саковина, нам нужны оркестровые и хоровые аранжировки. Юрочка, тебя взяли. Ну что, поздравляю. Не боись, партии выучим. Ты что, не рад? Вы должны мне обещать, что никому про хора не скажете. Все равно, кроме Ларионова, никого нет. Он справится. Он хороший, опытный, хорошо обученный вокалист. Да и песенка, мягко говоря, не самая сложная. Мягко говоря. А нам с ней перед миллионами выступать. Да и потом, мелодия простенькая. И вообще она не хоровая. Как ее аранжировать? Об этом точно не сегодня надо думать. Утро вечера мудренее. Тут нужен какой-то ход. Какой-то... Вокалист. Вокалист в веселой фуге звучит очень ярко и необычно. Почему бы не использовать тот же прием на песенке крокодила Гена? А почему бы и нет? Давайте подумаем. Утро вечера мудренее. До свидания. До свидания. До свидания. А я одной женщине в райисполкоме. Юр, бери. Гастинчик занесла. Она обещалась узнать про ордер на нашу квартиру. Говорят, к Новому году буду 20 штук давать. Может, недолго нам уже ютиться друг от друга на головах. Может, и недолго. Только Юрке стол надо будет соорудить. Ему заниматься негде. Ему уроки нужно делать. Борисов приедет, посоветуйся. А мы еще советоваться будем. Вот он кто? Советник твой. Ни копейки в дом не принес. За десять и кушай, малыш. Чувствовать, ощущать. Фил Фа... Фэлт. Фэлт. Позор. Это программа шестого класса. Иди к себе. Учи. Завтра вечером проверю. Но у меня же вечером хор. Значит, не пойдешь на хор. Все очень просто. Ни черта не знает. Пора завязывать с этим хором. Времени отнимает много, а проку никакого. Он солист. И что? Найдут другого. Ты ведь помнишь, почему мы отдали Кешу в хором? Я помню. Конечно, помню. Но у него уже речь исправилась. Он вообще не заикается. Ну, и потом я считаю, что ему лучше заняться чем-нибудь другим. Ну, спортом каким-нибудь там, теннисом, стрельбой из лука. Ты слышишь меня? Да я слышу, слышу. Но мне кажется, мы должны послушать, что об этом думает Кеша. ты в последнее время странная какая-то. Я постелила тебя в кабинете. Кешке скажет, что заработался допоздна. А в чем дело, Лара? Ты больна? Нет, я здорова. Но брезглива. А ты, судя по всему, в последнее время ужинаешь не дома? Петрова, Петрова. Ты это, ну, не говори никому про хор. Я и не знала, что ты так можешь. Словень, Юрка, никому, поняла? Здорово, кабан. Сам ты кабан. А что я тебе, Ветрова, хотела? С тем на газету или еще что-то. А может, наша забрела тебя кадрила, а? Привет, Яковлева. Привет, Яковлеваш. На! Опа! Ну, давай! Послушайте, Муллерман, вы что, с ума сошли? Он же снял с эфир. Это ему? Столетие не преграда. А вы хотите, чтобы мне отдел пропаганды ЦК шею намылил? Кто это пропустил? Так народу ведь нравится? Милый мой, что должно нравиться и не нравиться народу. Это мы здесь решаем. Это все? Подождите. Да. Вот. Пункт 18. Это то, о чем я вам говорила. Обратите внимание. Детский кур, грачом, песенка крокодила, Гена. В принципе, да. Пусть поют. Все. Простите? Да. Простите, да. Спасибо. Артур Андреевич, что-то я вас не понимаю. То вы мне говорите, чтобы духу Грачева не было, то комиссия единогласно проголосовала против. Руфинечка, такое ощущение, что ты не отсюда. Лаптев, любимчик. Угу. Мы с Лаптевым старые друзья. Ну, вот каким таким образом получилось, что он там вот так вовремя появился. Вот это интересно. А, а вот сейчас и выясним. На ловца и зверь бежит. Геночка. Да, да. Иди-ка сюда. Товарищи, дорогие. Здравствуйте. А я как раз хотел доложить. О том, что ты Лаптева привел? Я? Да вы что? Грючка, вы же знаете, какой я привел. Я его случайно встретил в бане. Он говорит, где ты теперь? Я говорю, ну, послали руководить этим детским коллективом. Я же не знал, что он придет. Послушай, Гена, мне сдается, что у тебя короткая память. Можешь тебе напомнить, когда ты был директором клуба завода Клейтук, а я тебя потом откупал от АБХСС. Ну? Запомни, Грачева и его хора на песне года не должно быть. Ты понял меня? Делай все, что ты хочешь. Хоть в баню иди. Крокодил, Гена. Пошли. Потом Сидоренко что-то просмел не паснувшим. Вот это он меня спрашивает. Мих, я забыл, мне вернуться надо. Ну, пошли. Так я и говорю, что одиннадцатый номер должен был Михайлову посетить. Давай я за тобой лучше вечером зайду. Что случилось-то? Да, меня Клава припахала в красном уголке. Тебя видят, тут уже припашет. Ну, на тренировку опоздаешь. Ну, ладно, как бы сразу и сказал. Ладно, плывай. Давай. Дальше Ветховен. Отлично. Подожди. О, Юра, привет, проходи. Поможешь нам? Твои партии на фортепьяно я первая сопрано красным карандашом выделила. Шопен. У нас все не уместится. Это не так страшно, как выглядит. Ноты ты выучишь со временем, а пока можно на слух. Кать, поможешь разобраться, Юрий? Да. Давай попробуем. Убери пока. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Александр Владимирович, я по поводу субботы, я же не знал, вы только сейчас назначили. У нас в театре концерт намечается. У вас в театре. Александр Владимирович, мы готовы. Давайте сегодня послушаем ваш вокализ. И большое спасибо за идею. У нас тут так все глубоко погружены в процесс, что никто не может предложить ни одной маломальски внятной идеи. А вам, Хавьер, вам давно пора определяться. Я буду в субботу. Ранова, не увлекайся, Кузина, Ларьонова, выше, выше и работает. Внимание, мазь за руку. Ну, здравствуй, мама Ларьонова. Спасибо, что поддержал. Не за что. Ты молодец, что вмешался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? А вон у пятого класса. А, макулатуры на сорок три килограмма собранного. В конкурсе строя и песни выиграла. И спасло вороненка, выпавшего из гнезда. Да, взяла над ним шипство и назвали Яшкой. А первое звено что-то подкачало, подкачало. Зато они по количеству пятерок первые. И по прыжкам в длину. Это да. Помнишь, как мы металлолом собирали? Ты тогда еще медный самовар приволок с царским клеймом. Ты его не засчитали, в музей отдали. Где ты теперь, мисс Майбартик? Смой, мисс Майбартик. Ты так смеешься. Ты дико похожа на ту... на ту Ларису Колесникову. Помнишь, когда нас объединили? Все мальчишки просто попили у тебя еще. У тебя фарточек такой был еще. С крылышками беленькими. Да. У меня его бабушка шила. Ветер, но мы ведь можем с тобой просто общаться. Хочешь, давай сходим куда-нибудь. В театр, например. Ты Гамельс там на Таганке видел? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Тише. Или в современник. Я билеты достану. Как же ты дура, Колесникова. У меня теперь другая фамилия. Все равно ты дура. Не смогу я с тобой просто общаться. Так, читаем ноты, медленно. Поем медленно. Солиста учит... Солиста учит кузнецу. К завтрашней репетиции партии узнать. Пожалуйста, собрались. Внимание. Александр Владимирович. Что? Простите, вас. Кто? Супруга. Продолжайте, Ханель. Да. Ну что, готовы? Да. Быстрее меня ждут, привет. Когда? Нет, в субботу я не смогу. В субботу я репетирую. Да, представь себе, я всегда и постоянно репетирую. Хорошо, я приеду. Во сколько? Продеваем, артикулируем каждую гласную. Я в субботу задержусь. Сколько раз говорил к моему столу не подходить. Откуда ты… Ты же никогда не… Продолжение следует... Соловьев, к доске! Пиши, Соловьев! Пиши, пиши, Соловьев! Пиши, Соловьев! Пиши, Соловьев! Пиши, Соловьев! Здравствуйте, ребята! Вы слушаете пионерскую ссорьку! Пиши, Соловьев! 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 На дежурство не отпустили. Слушай, я тут тебе конфеты принес. Мишка на севере два килограмма фрукта и носки. Ну, я точно не знаю размер. С 38-го по 42-й. Сойдет! Поденешься, если что. Сигарет есть? А вам можно? Поломиться на ночной. Зависую. Слушаюсь, товарищ капитан. Ну, ты не злоупотребляй. Папа, мне 16 уже. А, ну да, да, да. Ну, что я? У меня вообще до семьи увольнитель. А! Ну, здорово. Ну, здорово. Ну, пойдем? Ну, как там, Грачев? Дурит? Ой, я уж не рад, что согласился. Легче на овощебазе с грузчиками воевать. А лапки с него, значит, на песню уволят, да? Ой, принесла же нелегкая, а? Да. Теперь я вообще не знаю, как отвердеться. Как назад отмотать, чтобы они там не пели. Гисипенко настаивает на янке. Что я могу сделать? Да, Ген, да, попал ты как кур в овощ. Это да. Холодненькая. Ну, давай, Ген, выпьем за друзей хороших, которые всегда вовремя поставят плечо. Ну, погнали. За тебя. Слушай, эту чебурашку эту, аранжировочку, вон, сам делал? Угу. Сам. А мне как-то вот достать сможешь? Ну, одним классиком сделаю. Эй, сделай. Эй. Еще хочешь? Ну что, как тебе служится? Нормально. Первый год тяжело было, а сейчас уже скоро дебилет. А ты как, всю хору поешь? Ну да, поем. Эта. Мать, там ничего не передавала больше. Нет, а что, что-то лучше? Да нет, хотя там на этих харчах казенах не проживешь. Переходишь в магазин бегать по очереди. А, ну да, конечно. Папа, мы сегодня к нам пойдем? Там, держи, хватит? О, спасибо, пап. Живем. Эта, ну ладно, я пойду, а то мне еще устав забрить нужно. Счастливо. Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожей, почему я веселый такой. Я играю на гармошке. Здрасте. Счастливо. А... Я играю на гармошке. На гармошке. На прохожей. Прохожим. На виду. На виду. Сожаленью. Сожаленью. День рожденья. День рождения. Только раз в год. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Браво Браво, ребята, молодцы Александр Владимирович, я вас поздравляю Такой прекрасный номер и всего за неделю А парня-то какого нашли, а? Глазастый, кудрявый, красавец Ну, я побежал, провожать меня не нужно Ребята, продолжайте работать, встретимся в Останкино Всего хорошего К сожалению, день рождения Добрый день Добрый Здравствуйте Все в порядке? Ну что, Хавьер Да Вы здесь были, что скажете? По-моему, все очень хорошо, Александр Владимирович А вы? По-моему, тоже, очень слаженно Может, тебе не так? Все не так Довольно странно, что два профессиональных хоровых дирижера и один концертмейстер Не смогли заметить мутацию у солиста Сип наверху, не смыкание связок Вуаля, свободен По меньшей мере на год Не петь, не кричать Громко не разговаривать Историю музыки с альфеджием можешь посещать На репетиции больше не ходить Все, свободен Валя Почем Валя Валя Валя, хочешь муж в зале посидеть, а? Валя Выйди из зала Валя 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иди встань вместо Ларьевного Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз Сначала со словами Прошу вас Андрей, ты с ума сошел? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Встречаемся А у тебя лыжи-то есть? Нет, но все, побежала Кеша, а ты... Я думала вы еще... Пойдем, такси сейчас приедет Главное, пойми, солист ты или нет Никаких поблажек тебе не будет Ты должен догнать остальных ребят. В декабре экзамен по сольфеджио. Я не знаю, делай, что хочешь. Учи ноты, занимайся. Ничего не бойся, мы тебе во всем поможем. Главное, что тебя уже взяли в хор, и ты поешь в Останкино через неделю. Да, и партию знать так, чтобы тебя ночью разбудили, и ты спел Чебурашку. Гену. Песенка, как Рокодила Гены. Да, Гены. И больше никаких драк, ты понял? Мороженое не есть, газировку не пить, не переохлаждаться. Шарф у тебя есть? На, держи. Носи. Ты все понял? Я понял. Спасибо. Я пойду, мне правда надо. Юр, может, уже пора сказать всем, что тебя взяли в хор? Маме и в школе? Нет. Вы же обещали молчать. Но тебя же все равно покажут по телевизору. У нас нет телевизора. До свидания. Хороший парень. Только, похоже, еще ничего не понял. Скоро поймет. Ладно, вы идите. Мне Сорокина поручила новые партии переписывать, поэтому я здесь надолго. Ух, я вам помогу. Ручка найдется вторая? Да. За что, за что? О, Боже мой! За что, за что? О, Варвара Степановна, у нас в театре в следующую субботу концерт будет сборный. У меня там всего один номер, и вы его уже видели, но... Вы меня хотите пригласить? Ну да, да. Придете? Приду. Здорово. Ну что, пойдемте переписывать? Пойдемте. За что, за что? О, Боже мой! Сейчас должны приехать. А куда ты все время наряжаешься, а? Кудри вьешь. Что, прости? Ты же обычная домохозяйка. Не артистка. Чтобы меня с хора забирать, не обязательно так. Кеша, тебе не кажется, что ты сейчас хамишь? Не кажется. Пятачок есть? Ну, есть. Ну, вот значит, на метро и доедешь. Пока. Зачем разлука пришла, где прежняя радость была, Развита сердце моём осенним днём? Сколько можно одну и то же петь? Всё, я пошла! Погоди, сейчас я тебя устрою про... Юрка! А ну иди сюда! Иди, иди! Сейчас Юрка нам Кобзона споёт! Давай, давай, давай! Ну-ка, давай! Спой нам Кобзона! Нет, лучше Хиля! Ну эту! Подтолок вечерной, дверь скрипучая, Не буду ящерща! Тебе что за подло? Не кабинься, тебя девушка просит! А она тебя ещё поцелует? Дурак! Да идите его, а! А ну, стой! Считаю до двух! Раз! Два! Пой! Ищите в табло дам! Да ну его, Валер, пусть идёт! Сиди! А ты что это, Юрок? От коллектива у нас отбиваешь, смотрю! Ну-ка, сейчас посмотрим, чего у тебя там! Ну, тоже хватит вам! Ну, хватит сюда! А ты куда полез? Саш, ну тебя, ну что? Лос, ну ты что? На! Дураки! Чтобы я ещё хоть раз с вами куда-нибудь пошла! Ну что, пошли! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это Артур Андреевич. Да. К сожалению, Екатерина Алексеевна сегодня не сможет воспринять. Ее срочно вызывают в ЦК. Ясенько. А может быть, я к вечеру заскочу? Всем общий привет. Артур Андреевич, мое почтение. Здравствуй, голубчик. У себя? Воскресенье. Жду вас на Песне года. Спасибо. И, кстати, мое вам отдельное спасибо за хор Грачева. Ну что вы? Мальчишка-солист такой хороший, голосистый, кудрявый, глазастый. Народ таких любит? Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Проходите, товарищ Лаптев. Екатерина Алексеевна, здравствуйте, здравствуйте. Товарищ капитан, можно зайти? Разрешаю. Заходите. Юнга. Ты чего это? В душе опять был? Да. А чего? Так ты же утром уже мылся. Может, испачкался сильно. Сейчас, готова уже? Да не надо меня провожать. Сама доеду. Катяна, это, мы тут наметили вылазку в снегири, на лыжную. Так на выходных. Может... Пап, мы же в воскресенье восстанки напоем, а в субботу у нас день тишины. Матрюшки, матрюшки, я же забыл совсем. Ты же говорила, а... Родители все равно не пустят. А домой нас развезут. Стало быть, пару дней продержишься? Да езжай ты в свои снегири. Только много не пей. Ну, что вы копаетесь так долго? Здравствуйте. Ну, сколько можно ждать? Где мама? Она идет. Здравствуйте. Пап, я хотел сказать, после последней репетиции, я случайно... Ну, что случайно? Что? Ну, что ты копаешься? Я хотела попросить тебя. Отвезешь Кешу? Я к Рейси на примерку опаздываю. Хорошо выглядишь. Спасибо. Да, и забыла сказать, я хочу на выходные за город поехать, на лыжах кататься. Без меня справитесь. Кто пригласил? Одноклассница? Ты ее не знаешь. У нее дача в снегирях. Я не знал, что ты на лыжах любишь кататься. Ну, хорошо, к понедельнику вернись, пожалуйста. Нам надо обследование пройти в Мидовской поликлинике. Новое назначение? Ну, это еще секрет. Ну, ладно, я побежала. Хорошо порепетировать. Ну, что, стоим? Здравствуйте. Здравствуйте. Пап, пап, подожди, подожди. Что? Я должен тебе сказать, в субботу после репетиции я видел маму с одним человеком. Я не хотел подглядывать, но я знаю, она с ним на лыжах будет. Интересно. Ты кто, директор? Или шавка безмозглая? Я тебе что говорил? Ты где был, когда этот паразит Лаптев и хор прослушал, и солиста утвердил? Кудрявый такой, глазастый. Хор уже в программе, вы же сами подписали. Я не позволю всяким там любимчикам. Послушай, если они будут в воскресенье петь на песне года, ты знаешь, где будешь? За полярным кругом валенки шить. Понял? Вон он, идет в коричневой куртке. Коль, тормозни. Ты уверен? Точно. Я его с мамой видел. Ты посиди в машине, а я сейчас. Пап, подожди, ты что, хочешь его... Только пешки ходят прямо. Для того, чтобы победить врага, нужно его изучить. Сын, это дипломатия. Учись. Да, да, этого хватит. Хорошо. Все. Мишки носили. Я сказала. До свидания. Молодой человек. Молодой человек. Простите, пожалуйста. Потише сделай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Думаю, опасаться нам с тобой нечего. Это быстро пройдет. Как простуда. Здорово. Папа, а можно я завтра к нам ребят приглашу? Да валяй. Ну, Люсе скажешь, что нужно. Я поздно сегодня. Пока. Пока. Ребята, пойдем. Ну, что, после репетиции на каток? Пойдем. Там одна нота, девчонки, четыре доли. Ну, мне никакого дыхания на нее не хватит. Ну, Мил, ну ты попробуй. Здорово, Славей. Ничего себе. Где ж ты так приложился? Упал. Ну, пойдем. У нас главное раньше Горача прийти. Почему мне никто не доложил, что Лаптев был здесь и слушал хор? Здрасте, Геннадий Антонович. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему со мной разговариваете в таком тоне? Во-первых, я директор. Ага. Да, я вообще должен быть в курсе того, что происходит. Ну, и где же он? Кто, Геннадий Антонович? Ну, это, ну, который глазастенький такой, ну, кудрявый солист, который Лаптеву понравился. Он его одобрил. А вы знаете, он, к сожалению, не сможет петь. У него в витилине началась мутация. Что началось? Ужасно. 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 Так и что будем делать? Ничего. Александр Владимирович назначил другого солиста. Кого же тут другого? А вот он. Жарфики. Юра. Юра. Соловьев. Иди сюда. Юра. Ну-ка, ну-ка. Юра. Соловьев. Это что такое? Это что такое? Хорош. Хорош. Упал случайно. Что будем делать-то, а? Вы не знаем. Мы будем распиваться. Александр Владимирович, принимайте решение. С таким бланшем выступать нельзя. Никак нельзя. Это ж позор. Лечи опустили. Голову выше. Хвосты поджали. Вы кипятлели. Все забыли. Вы шикарники. Привет. В Грачке полный завал. Вот так-то у одного солиста. Мутация. У другого вся морда разукрашена. Так что, в общем, у нас есть шанс. Молодец. Молодец, Гер. Молодец. А я кладу. Молодцы. Проинформирую. Мою крупную рассадушку. Молодцы. Молодец. Нет, был бы просто концерт. Я поняла, там далеко не видно. Ну, это же телевидение. Там же камеры, там эти, как, ну, как крупные планы. Может быть, гримом попробовать? Я могу из тебя... Ну, какой к черту грим? Ну, вы посмотрите на это. Это что такое? Отек сойдет за день. Он примочки делает. Я предлагаю, пока не поздно, поставить ларион. Александр Владимирович, ну, скажите хоть что-нибудь. Хоть за правильное дело. Ладно, пойдем репетировать. Так, внимание. Пойдемте, пойдемте репетировать. Хорошо у вас. Построились все. Во втором отделении рассадим их всех квадратиками. Вот тут ткачихи, солдатики, ветераны перед веками. Так, ну, а на самом первом, я надеюсь... Ну, это непонятно кто. Еще есть прекрасная идея. Когда Валя Клакунова начнет петь песню, то ткачихи достанут красные косметики из кармашек. У нас в ЧИПе парень солист. Ну, помните, который вам понравился. У него с голосом что-то. Ну, мутация. Так. Да, ну, мы его заменили на другого, и вам бы на него посмотреть. Слушай, Ген, ты мне голову не морочь. Грачев профессионал, он сам во всем разберется. Кира, мне нужно, чтобы камер было так можно больше. Да. И вот еще вот эта лестница, конечно. А мы ее украстьем. А камеры дикторов возьмут и ладушки. Я понял. Все, Кира Наталья, давай работай. Значит так, Геночка, давай... Ну, вы поймите, парень, надо... Смотри-то на него, на которого заменили. Гена, если бы ты только знал, кто у меня сейчас в кабинете сидит. Так, Хор Грачева. Значит так, я как еще раз сказал. Вам костюмы отправили, 50 штук. Вот маловато, вас нужна массовость. Ира, запиши лестницу украсить и проверить, что у нас там в гримёрках у Лещенко, Магомаева. Так, возьмите вот это. Что у вас? Что нужно поменять? Далека? Сейчас, одну секунду. Да, маленькая. Одну секунду. Давайте по очереди. Давайте, что происходит, я не могу понять. Уже сколько стою? Не просто, а можно создать больше. Неужели... Товарищи родители, внимание! Разделитесь, пожалуйста, на три отдельные очереди. Здесь у нас рубашки, здесь у нас юбки и шорты, а здесь носки и гольфы. За мной очередь за рубашкой. Так, у вас что, рубашка? Да, только нам нужен другой размер. Вот, пожалуйста. Вот, хорошо. Нашёл, держите. Слушайте, лихо вы их, а? Извините, пожалуйста. А мне после седьмого Б вообще ничего не страшно. Так, юбка, держите, держите. А как получить две маленькие рубашки? Да, сейчас. Ну так что, вы завтра придёте? Держите. А что, уже завтра? Да. Ну, надеюсь, что успеем. Ну, хорошо. Так, пионерские значки и галстуки у всех свои. Не забываем. Поняли? Simply dreadful. Ага, Зыкинский. И рубашка. Чёрт. А галстуки свои сказали? Угу. У меня... А хочешь, я тебе свой дам? Запасной. Вообще не Монтана. Висит, как на вешалке. Это мальчишки я. Держи. Кать, подожди. Ты завтра с Юрой сможешь позаниматься на этнограмме? Да я совсем не успеваю. Ну, да. Хорошо. Спасибо. Угу. Иди. Что, маленьких? Так, внимание! Завтра репетиций не будет. Соблюдаем режим тишины. Всем молчать. Острого, солёного не есть. По газировке и мороженому вообще молчу. Всем понятно? Да! До воскресенья. До свидания. До свидания. До свидания. А вы мне юбку дали? Вот, конечно. Слушай, Соловей, приходи ко мне завтра на бёздник. В три часа. Куда? На день рождения. Там все наши будут, целом Асина. Придёшь? Да не. Ну, куда я с такой рожей? А вообще шрамы? Украшают мужчин. Ну, так что, адрес запомнишь? Угу. С диссертацией у него ничего не получится, потому что... Соловьёв! На автобус? Угу. У меня Варя попросила с тобой на эту грамотку позаниматься. Давай тогда завтра, ну, часа в три у меня. Не, я завтра, это, мать на смене, а у нас Наташка, ну, сестра, разболела сильно. Температура высокая. Ветрянка, что ли. Так это же зараза, ну, ты сам-то... Не, я болела в детстве. Я тоже. Папа на мне зелёнкой лягушек рисовал. Ну, Андрюха, поразила. Самая сердца. Она же просто богиня. Я думаю, я всех красивых пап Маспе знаю, но в Лавине не женат был. Но это, ну, ты ж просто... Где ты её взял, колись? Хочешь, я угадаю? Ну, попробуй. Современник. Кузнецкий. Что ты одел, Гума? Перевышив. Ну, скажи, ну, она же просто богиня. Ну, колись, Ветров, ну, где ты её взял? Кто она такая? Что у тебя с ней? Заткнись и берут, а, Жор? Давай. А ты, кстати, зря её привёз. Я ведь возьму её и отобью. Ларочка, давайте я вам расскажу анекдот. А Леонид Ильич Брежнев получает записку на 24-м съезде партии о том, почему у нас в стране не хватает мяса. Он отвечает. Дело в том, что мы идём с семимильными сагами к коммунизму, и скотина за нами не поспевает. У меня нет никаких шансов. Жора, вы замечательно рассказываете анекдоты. А где ваши лыжи? Деточка, я не лыжник, я алкоголик. Со стагом. Я старый. Меня девушки не любят. Обратитесь во всемирную, либо сексуальных реформ. Может быть, там вам помогут. Пошёл ты. Напустим вас, как жилье нет. До будущей горы. О, здорово. Здорово. О, держи. Спасибо. А ты куда с такой мордой-то намылился, а? К ветру и геометрией заниматься. Лара, давай быстрей. Догоняй. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, ребят, ну я не подспойся. Да еще? Давай, ну куда в нас вышли? Эй, меня положите, а? Раз, а? Давайте целоваться. Добавайтесь. Не создавайте пробку движения. Давайте быстрее. Давайте чуть-чуть. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, здрасте. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо, обедать собираемся. Да вы не бойтесь, я уже переболела. А мы не боимся. А чем переболела? Юра сказал, ветрянка. Юра, ветрянка? Да нет никакой ветрянки. А Юра вон у товарища на дне рождения. Извините. Да что же. Это тебе. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания, до свидания. Борюш, так я не поняла. Он что, правда настоящий испанец? Нет, бабушка, поддельный. У него отец был испанец, а родился он в Советском Союзе. Как лучше, с очками или без? Борюшенька. Бабушка. Все, молчу-молчу. Так, поехали улитку. По одному, по свисточку. Второй пошел. Следующий. Быстрее, быстрее, активней. Активней ногами, быстрее. Работаем, работаем, работаем. Кто захочет упражнение, в раздевалку. Тренировка окончена. Воротчик, в раздевалку. Крылов, баллоны и шайбы. Тренерскую. Ага. Паш, к шайбу. Центр. Крылов! Левый. Крылов! Че тебе? Ничего, с днем рождения. Ветрова, ты что, ку-ку? У меня день рождения в апреле. Подожди. А ты что здесь делаешь? Юрец же к тебе пошел геометрией заниматься. Ну да, пошел. Смотри, его не очень-то мучий. Флагорова штаны на все стороны равны. Бравый. Извините, это дома один? Вон, генеральский. Ты кто? Кому? Я к Варионовым. А, предупреждено. Четвертый этаж. Лестница справа. Спасибо. Это Рим. Были там два года назад. Красота какая. А это Колизей. Красиво. Интересно. Красиво. Соловьев пришел? Ну да. А кто же еще? Все запомнила? О, смотрите, а вот этот на нашего Антона похож. Кто штаны где-то потерял? Соловьев. Привет. Только тебя ждем. Спасибо. Как закалялась сталь. О, вот это подарок. Моя любимая книга. Привет. Привет. Наташа, ходи. А что у тебя с ногами-то? Задись на кресло. Зачем ты в фонтанку полезла? Да такие свалили. Поэтому сегодня гуляем. Держи. Давай следующий, Славик. Ну-ка, что тут у нас? Соловей. О, так это же наш Соломатин. Привет. Да не похож. Будешь? Что? Ну ты же лучше. О, осторожный Соловей. Походу Соловей. Понятно. Пропусти, пожалуйста. Привет. Добрый вечер, Валик. Добрый. Вы сегодня такая... Совсем другое. Наверное, выспалась наконец-то. Да. Вот, билет. Седьмой ряд, правда, с краю. Ничего? Конечно, ничего. Ну что вы стоите, мерзнете на морозе, ну, честное слово. В зал бы шли. Так, кому пописать, что? Я очень рад, что вы пришли и, честно говоря, думал, что вы не придете. Ну что, тогда после окончания встречаемся здесь. Я постараюсь быстрее переодеться, и мы с вами сможем куда-нибудь пройтись, если, конечно, вы свободны. Спасибо, спасибо. Кажется, свободны. Очень хорошо. О, а это, кстати, наш режиссер, художественный руководитель. Здравствуй. Хавьерушка? Да. Дорогой, я хотела с тобой уточнить один момент. На реплике «Жена – это прочитанная книга», ты мне все время на платье наступаешь. Да? Это не дело, Хавьерушка, надо репетировать больше. Давай попробуем. Папуличка, а почем как ты нас проводишь? Люсь, мне некогда, я на работе. Давайте сходите, поешь там что-нибудь. Только как маленький-то. Ну, почему он маленький? Поставь директорские ложи, не заблудитесь. Не первый раз. Хорошо, хорошо. Девушка, простите, у вас лишнего билетика на Виноградово не будет? Спасибо. Может, ты меня ускорили, наслышали? Ну, давай кукареку, не слышь, кукуреку, кукуреку, кукуреку. Еще три раза, громче. Соловей. Держи, как обещал. Спасибо, я потом верну. Это подарок. Спасибо. Пей до дна. А на какой фильм пойдем? Шучу, шучу. Держи. Смотрите. Это не смертельно. Не смертельно? Ну, Соловей. Давай, давай, Соловей. Ну, сори, понятно. Он у нас еще маленький. Да, Соловей? Ну, тогда давай, под столом. Да, да, да. Соловей. Только до дна. До дна! 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 Удивительно! Жилен наш парень. Это что, портфель? Обижаешь. Мистский повод. Ну, Юрка, давай чокнемся. Соловей, бабочки. Маринка, соловей. Ребята, давайте с нами. Давай, Марин, давай с тобой чокнемся. Ребята. Ну, следующий пап. Давай, давай. Давай, давай, давай. А мне надоело. Пойдем танцевать. Да не, я же не умею. Давай я, а ты кукарекай. Кер, сделай погромче. Заломайте на рударе. Пойдем танцевать. Пойдем танцевать. Пойдем танцевать. Светка. Светка. Катя. Катя. Соблюдаем режим тишины. Всем молчать. Острова соленого не есть. Катя. Катя. Ну, давай, Соловьев. Видишь, не страшно же. Катя. 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 Остров. Острова. Я... Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Мирок, сколько можно? Ты не один. Ровно в одиннадцать цветовая репетиция на сцене в костюмах, а потом с оркестром. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, каранты. Колыбельды? Вы за цветами. Оркестр не подскажете? Оркестр 25-26. Кира Анатольевна. Да. Кира Анатольевна, говорят, Магомаев еще не вылетел. Как? Добрый день. Как не вылетел? Звоните в аэропорт, он должен быть здесь. Переодевайтесь, я вас вызову по отрасляту. Да-да, спасибо. Здрасте. Здрасте. Все. Все пропало, это конец. Я не понимаю. Вы их слышали? Кого? Старшую группу. Ну? Они все сипят. Славьев вообще без голоса надо отменять. Выступление надо отменять. Ужасно, ужасно. Да. Крещи, девочки! Чтобы искорки из-под каплюка и улыбаемся, зубки суши. Заболели? Ну, почти все. Ну, почти все. Ну, почти все. Генр, ты... Готовьтесь показываться переплатой. Генр, ты... Генр, ты человек. Покажи, да? Не пуха. Продолжаем, продолжаем. Давай идти, не пуха, не пера. И... Покажи, да? Покажи, да? Покажи, да? Покажи, да? Я... 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шаг вперед. Александр Владимирович, Ну, может, все-таки ларионцы поют? Вы распеваетесь. Пойдемте со мной. Хабьер. Начинаем, как всегда, с общего выхода. Дикторы объявляют артисты быстренько по очереди. Вот по этой лестнице выходят на сцену. Оркестр играет песню «Остается с человеком». Дикторы вот здесь, микрофончики, да, а артисты вот здесь. Так, понятно. Слушайте, а зачем столько елочек понаставили, а? А вот эта лестница меня очень пугает. А если кто споткнется? Дублем возьмем. Кира, каким дублем? Ты хоть понимаешь, кто у меня сегодня в зале сидит? Александр Сергеевич! О, пожалуйста, вот что я тебе говорил? Слушай, это самое. Мой коллектив выступать не может. Заболели. Что значит «заболели»? Как «заболели»? Я с вами разговариваю. Нет, не все, конечно, но у солиста, у него это самое. Без голоса остался, азиб. Но этот же номер могут отработать эти самые ребята, как их? Кулаковцы? Да. Кулаковцы, подождите. Да, да. Во втором отделении я посею лебеду. Так они же народники, нет? Послушайте, они профессионалы, они универсалы. Послушайте их, а? Я не знаю. А, Александр Сергеевич! Разыграетесь, давайте, готовьтесь. Ладно, послушайте, они универсальные люди. Так, пьем. Не торопяйся. Маленькими глотками. Маленькими глотками. Сережа, все микрофоны готовы. И самое главное, для выступления все молчают. Это понятно? А, да, да. Сейчас посмотрим, послушаем. Внимание! Нужно еще... Молчать! О, какие люди! Саша! Значит, ты меня сегодня прославляешь? Кто из вас чебурашка? Показывай мне! Вот. Здрасте. Вот это? После самоцветов репетиция со звуком. Оркестр и коллектив Грачевного, извините. Коллектив Кулакова. Песенка «Крокодил и Девый». А почему Кулаковцы? Как это Кулаковцы? Это же наша песня. Как же мы? Что случилось? Это же мы про песню. Как так-то? Что случилось? По-моему, хорошо. Василий Иванович, он вообще-то с фантазией, а? Он как? С мороженым-то, а? Смешно? Ну, не знаю, не знаю. Они успевают переодеваться между первым и вторым отделением. А это все очень? Да, хорошо. Может, лучше без мороженого обойдемся, а? Можно и так. Давай, давай, давай. Давай. Вася, убей. Все. Вот. Смотрите. Без мороженого. Лучше. И неплохо. Так, проходим. Гена. Так, стоп, а это что такое? Выходим, выходим, выходим. Стоп, музыка, оркестр, стоп, стоп. Александр Владимирович. А что с вами случилось-то? А ничего не случилось. Нас просто забыли вызвать. Извините. Кстати, неплохая аранжировочка. Подождите, а мне сказали, что ваши дети заболели. Мои, мои здоровы. А, а солист? Солист здоров. Так что же вы мне голову морочите? Чебурашками этими. Вы хоть понимаете, кого мне сейчас нужно встречать? А я с вами тут. Так, оркестр пока свободен. А заметно не будет? Обижайте, Кира Анатольевна. Где же вы такого подбитого нашли? Поет он хорошо? Лучше всех. Глазки не опускай. Вызову я вас за два номера. За кулисы. Выстраиваетесь, выходите. Как репетировали. Александр Владимирович, можно вас на минуточку? Извините, пожалуйста. Давайте попробуем Ларионова. Александр Владимирович, мы очень сильно рискуем. Но Соловьева нет никакого опыта. Он же просто не справится. Саша, Саша, я тебя ищу. Чебурашка твоя с головы не идет, а? Может, еще кто есть? Все, готов, красавица. Следующий? Ну, посмотри. Вера Сергеевна, можно... Варвара. Извините, Варвара Сергеевна. Степанна. Господи, ну простите, Варвара Степанна. Вот разрешите вас познакомить. Это наш замечательный композитор. Это вот наша прекрасная, молодая, концертмейстер. Ну, общайтесь, в общем. Ну, что у нас тут? Просто Петр. И можно безотчество. Варя, я запомню. Твое здоровье. Ну, хорошо. Ну, вот в этой вашей квантовой химии, физике, если атом невозможно увидеть, то его, по крайней мере, можно себе представить. Насколько я помню, это положительно заряженное ядро. И вокруг... Все мы отрицательно заряженные. Кларочка, не нарушайте закон жизни. Красивая женщина не должна быть умной. Это даже неприлично. Спасибо. Жорик. Жорик. Паяет без конца микросхемы свои. А она все равно не разгоняется. И в личной жизни все абсолютно то же самое. Поверьте. Ты что, обалдел с ним? Горите. Жорочка, Жора, Жора. Все. Все, все. Баста. Остыли. Жорик, иди. Подыши. Я уплываю. Как мелкий частик. В собственных слезах. Андрюха, а что ты завелся так? Я пошутил. Я тоже. Ларочка. Пардон, муа. Вилку дай. Держи. Хорошего вечера. Развлекайтесь. Извините. Ешь, дай гитарку, пожалуйста. Ну, а-ка. Ну, давай. Те. Выпьем. Те. Выпьем. Говорите, спорите. Пильмите, усталые глаза. Вы в стерском, дальнем синем море. Бригантина поднимает паруса. В рюкстерском, дальнем синем море. Бригантина поднимает паруса. Капитан, он без длины, как скалы. Вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай бокалы. За лобового керковая. На прощанье. Прости, пожалуйста. Перебрал товарища из Партнэма. Ветер, а мы где? Ленинский уголок. А там что? Посмотрим. Самоцветы. Мой адрес – Советский Союз. Приготовились пор Грачева. Песенка «Крокодил и Гены». Девочки. Тише, тише, тише. Все, 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 все. Все хорошо. А где Соловьев? Соловьев где? Только что здесь был. Внимание. Да что ж там? Он сбежал. Кто Соловьева увидел? Слушайте. Ведущие, приготовились. Да что ж такое? Вот нам выступать, а он сбежал. А что нам делать? Так. Ждите меня здесь. Ждите. Ждите. Мой адрес не должен перебываться. Мой адрес – Советский Союз. ТЕЛЕГРАФ ТЕЛЕГРАФ Два года назад я создал этот хор. Два года. Два года они учили партии. Упорно работали. И сейчас все стоят в коридоре и ждут маленького трусливого выскочку, который ничего не понимает в музыке. Ты в хоре без года недели. Тебя сюда никто не звал. Ты сам пришел. Вчера, несмотря на все мои запреты, где-то шлялся, сорвал голос. Сегодня имел наглость явиться. И сейчас из-за твоей слабости вся наша двухлетняя работа летит ко всем чертям. Я боюсь. А вдруг? Смотри на дирижера. Да он вообще на хор не смотрит. Только на оркестр. Внимание, хор Грачева, песенка крокодилы Гены. Хор Грачева, сорок секунд. Приготовится Ольга Воронец. Гляжу в озера Сине. Четвертое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам удобно? Да. Все прекрасно. Спасибо. Слушайте, а у вас, может, есть должность бухгалтера или кубикщика? А? Что вы? Товарищи, за кулисами должна быть полная тишина. Приготовились хор Грачева. Ваши самые южные артисты. Детский хор под управлением... Александра Грачева. Поздравляю тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята исполняют полюбившуюся всем нашим большим и маленьким зрителям песенку крокодилы Гены. Это мой друг. Синильский композитор. Очень приятно. Композитор такой. Александра Грачева. Солист Юра Соловьев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Послушайте, что это за хамство? Он что себе позволяет? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, А вонах по асфальту рекой. И не ясно прогожим в этом день, Не погожим, почему я весел. Третья. Ага. Видали, какой пацан? Хороший, простой. Ну, Грачев, ну, молодец. Кира, парня подольше держи, у меня идейка есть. Все на солиста. Разберемся по крупному. Только раз в году, К сожалению, день рожденья. Только раз в году. Ага-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га. АПЛОДИСМЕНТЫ По многочисленным просьбам зрителей Хор Александра Грачева Исполнит песенку крокодила Гены Еще раз, как говорится, на бис. Просим. Народка. Требует? Ну, да. Хорошо, хорошо. Поем. Только потише, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прилетит вдруг волшебник голубом В вертолете и бесплатно покажет кино С днем рождения поздравить Ты, наверное, оставь мне в подарок Пятьсот из кино Я играю на гармошке Прохожую на виду Заселенью день рождения Уй-ка раз в год Девочка-пай Вместе весело шагать по просторам По просторам, по просторам И, конечно, прибиваться Лучше хора, лучше хора, лучше хора Спой-ка с нами перепелка, перепелочка Раз иголкой, два иголкой Будет елочка Раз дощечка, два дощечка Будет лесенка Раз словечка, два словечка Будет песенка Вместе весело шагать по просторам И, конечно, припевать Лучше хором А мультики он показывает? Да, доченька, и мультики И двух путешественников Ой, Борюсечка Где ж ты его взял? Он же дорогущий Слушай, ты аккуратно там крути, а? Ты не трещи под руку Ну че, гурец и гурец Теперь у нас свой хоккей будет На дому Говорил же Сюрприз С дядей Бурей дружить надо Ой Сама собой Ну как спели? Нормально Нас на бис вызвали Ух ты, молодцы, горжусь тобой А может это Расскажем, что мол так было так Ну пусть порадуются Ты обещал Нет, не обещал, это железно Я просто понять хочу А че хорошего дела и стесняться? Да засмею Дед! О! Ни пимша, ни жрамша опять за свое Ну че ты, Итем? Вот сидят люди, разговаривают Разговаривают и заначку свою приговаривают Давай Какую заначку? Нет, мне никакой заначки Какую заначку? А ну-ка, дыхни Тоже мне артист Ты мне парня-то не порть Как с молоду приучишь Пошли, пошли Кажись наладил Борисик телевизор наладил Только звук тихий Пошли Пошли ее кормиться Спасибо До свидания Всего хорошего Привет, супруга Непременно передам Вадим Игоревич Приветствую Здравствуйте Ну что ж вы Я ж сказал Как приедете? Сразу ко мне Да вот мама ждем Задержалась в бассейне Иннокентий Смотрю Скоро отца перерастешь Да Ладно, давайте Ваши карточки Я все быстро оформлю Ну и сувенир Не стоит За своих людей Простите Сдержалась Непростим Ну как покаталась Замечательно Ну что Кому сперва Ну Невропатолога Мы одолели Теперь лор В шестом От тебя костром Пахнет И духами Какими-то Вообще Какой-то странный Правда? Понимаешь Котян Такая история В общем Я встретил женщину И думаю Пап Я пойду Мне пора Вы поймите Хор нельзя Хвалить Это их расслабляет А не мобилизует Подумаешь Спели чебурашку И что теперь? Я думаю Что мы способны На что-то большее Давайте Я вам помогу Вы знаете У Бенджамина Бриттона Есть Венок Рождественских песен А еще Кукушка Так Дорогие товарищи граждане Давайте как-то вернемся С неба на землю Нам нужно Утвержденное Произведение Я договорилась В филармонии Нам подобрали Ноты Кстати Надо за ними Сегодня съездить На вахте Для хора Грачева Съездите Варвара Степанова Если я сегодня Больше не нужна Нет Я бы мог С вами съездить Нет, спасибо Я справлюсь До свидания Варвара Степанова Дима Время Идите Начинайте распивку Мы сейчас подойдем Да, да Вы сегодня ели? Все это не то Это еще не то Для обычного преподавателя Музыки в средней школе Она неплохо образована Каденцию допишите Через номинанта В тонику До свидания Александра Исаковна До свидания До свидания До свидания До свидания Ветрова, я чего подумала? Может, мы с тобой это, позанимаемся? Геометрией. О, смотрите, Ромео и Джульетта. Тогда я... Ты извини. А кто помнит, почему Екатерина в грозе в речку бросилась? Да чтоб народ не пугать. Потому что страшная была. Столько по подволку, да? Идиоты. Соловей, до метро идешь? Да, помню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ С 10-го класса не затягивалось. И все-таки, как тебе удается находить такие холодные места? А вот хозяин этой берлоги, Женька Тильман, утверждает, утверждает, что именно в нищете, холоде и голоде рождаются и приходят в голову великие мысли. Но ведь нельзя же все время жить в такой разрухе и питаться одним рейслингом. Ты не жила женщина. А еще он утверждает, что он был бы абсолютно счастлив, то есть, если бы хоть один штрих, хоть и до мазочек был бы похож на рембрандтовский. Да. Здорово. А ты? Ветер. В каком случае был бы абсолютно счастлив ты? Я уже абсолютно счастлив. Я самый счастливый человек на свете. Да? Да. Я просто... Счастливый у меня. Нет никого в мире. Вот оно. Вот оно. Абсолютное время. Абсолютное пространство. Абсолютное тело. Как в Нюдановской механике. Ларк, уходи от него. Уходи от него ко мне. Я вижу там абсолютную селедку. Твой замечательный Тельман картины продает? Ты собираешься купить ее на деньги мужа? Лара, прости. Прости меня. Прости. Не соображай ничего. Не соображай. Просто это нечестно. Понимаешь? Это нечестно. Это... Это подлое. Это... Я не хочу быть вором. Понимаешь? Да, но мне кажется, что ты сам... Да жена бросила меня. Ушла к другому. Качуху оставила. Почему ты мне и не говорил? Не знаю. Если б не этот хор, мы б с тобой так и не встретились. У тебя часы правильно идут? Угу. Черт. Давай быстрее, Лара. Ай-яй. Кеша, привет. Прости, я... Как его зовут? Кого? Твоего любовника. Кого? С которым ты на лыжах каталась. Кеша, ты зачем... Ты позоришься сама и отца позоришь. Не смей так разговаривать. Ты ничего не понимаешь. Ты не имеешь права... То есть ты имеешь право врать и... Еще раз я увижу тебя с этим человеком, я все расскажу отцу. Кеша, я... Кеша, я... Прости, я... Может, не правда к маме переехать? Что с тобой? Ты чего? Ничего. Катя! Дилетанты! Бездари! Чтоб вам до конца дней Мануэля Дефалью играть! Ой, девушка, простите. Простите. Видите, кантата моя, моя кантата, она оказывается слишком сложна для восприятия массами. Да... Значит, массы... Я сейчас подниму. Должны подтянуться! И, дорогая моя, как шло все хорошо, оркестр начал репетиций. О, афиша! О, как забабахали! И все. И вдруг... Ба! Комиссия! Идиоты! Э, элементы буржуазные, тональной музыки, дисгармония, сумбур... В башке у вас дисгармония! Хотите тепленького? Нет, спасибо. А у нас не тридцатые годы! Я вам... Я вам не Шостакович, понимаете, Дмитрий Дмитриевич. К сожалению, конечно. Я так не оставлю. Я буду... О! Ничего я не буду. Ничего. Вот, только немного намокли. Мы с вами однажды встречались на песню Года в Останкино. Вы не помните? Вы знаете, мне кажется, что ваша музыка, она очень интересная. Такая сложная и самобы... Ну, я... Так... Ой... Господи... Так... Опа... Давай, тянем. Иди сюда. Опа... Пойдем... Тихо! Тихо! Пойдемте. Шмак! О, Раечка, ты вернулась. А я погибаю. Я не Раечка. Я Варя. Вам нужно лечь. Давайте. Нам нужно лечь, Раечка. Моя. С... Ильберша... Историю. Я хотел повеситься. Ну, и нашел веревку. Ну, и нашел веревку. Слушай, Раечка, где у нас была веревка такая? Гаун. Красивее. Ну, что вы такое говорите? Ложитесь. Вам нужно лечь. Вот вы поспите. Все. А, ты учти, учти, учти. Если ты уйдешь, я повешусь. И это будет на твоей совести, Раечка моя. Вот моя. Здравствуйте, ребята! Вы слушаете пионерскую дочку. Раечка. Доброе утро. Я у вас тут прибралась. Не Раечка. Не Раечка. Ты кто такая? А, уборщица. Новенькая. Ферма Заря. Нет, я просто… Не важно. Опа! Посыпались. На, держи. Я сегодня добрый день. Да… Откройте немедленно. Немедленно. Позвольте. Не Раечка. И так как у нас сегодня последняя репетиция в этом году, хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом! Ты куда? Домой. Ура! И сообщить важную вещь, что первого января нас всех покажут «Песни года в 13 часов». Ура! 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 По телевизору нас покажут! Ура! 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 Александр Владимирович! А мы тут решили поздравить имененников перед Новым Годом! А? Да я просто хотел ребятам праздник устроить! Ну, Новый Год же скоро! Ну, они же нас молодцы! Я и думал, что… Прошу прощения, у кого это у нас? Да ладно вам, а? Александр Владимирович! Вы что думаете? Что я не смогу узнать свою аранжировку в исполнении ансамбля Кулакова? Вы на что-то намекаете? А я не намекаю! Я прямо говорю! Чтобы я вас больше рядом с хором не видел! Это понятно? Не вы меня назначали! И не вам меня и… Да ладно! Ладно, я уйду! По собственному! Ну, то как! Ребята-то в чем виноваты, а? Их-то чего наказывали? Ой… Девочки, быстро-быстро! В шофт-тренинг, вы мальчики! Все столы вдоль стен! Давайте шустрее! Может быть, после репетиции продолжим? Подумаем! Юра! Ты сделал задание по сарфеджи? Сделал! Только дома забыл! Юра, я бегать с тобой не буду! Грач, как всегда, пришел и все испортил! Значит, у тебя в июне день рождения? Да, но летом мы всегда уезжаем, вот я и решил! Отпеть! А заодно мне помочь! Голос потерять! Ошалела, если бы на ногу! Тоже мне выскочка! Возомнила себе! Что ты сказал? А? Ну, ударь! Славик, а что такое? Что случилось? Не знаю! Дал бы тебе в табло ларионов! Но я не хочу, чтобы меня выгнали с такой подво, как ты! Блебей! Так, Вась, журнал уберите! Ага! Так, девочки, осторожно! Посуду сюда! Ничего не хватать! Так, ставьте сюда, осторожно! Да! Так, там все? Да, все! Я же сказал, распевка через пятнадцать минут! Я сама! Я сама распою! Все! Заканчивайте! Быстро-быстро-быстро! Дети, бегом! Бегом на распевку! Давай идти! Начнем! Варя, Варвара Степановна, я тут недавно ноты просматривал из филармонии и... Там есть листы с симфонической музыкой, подписаны кем-то Е-Синельски, кажется. Вы не знаете? Подождите, а где эти ноты? Вот! Так, пожалуйста! Строимся! 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 На пути мало времени! Давайте я вам помогу! Неужели, Евгений Владимирович? Да, это действительно его ноты! А как же я их теперь верну? Варя, вы не обыкновенная девушка! Внимание! И... Александра Исяковна нам сказала, что надо торты на кно положить. Да. Ну, давайте, кладите. А ты чего здесь прогуливаешь? Мне тоже неохота, голова болит. Ларионов, идешь и иди мимо. Иду. Домой неохота, скучно. Мой папа говорит, скучно только дуракам. Конечно. И кто ж твой папа? Физик. А что? Ничего. Теоретик? Практик. А твой дипломат? Ребята говорили. Интересная у него жизнь, путешествия. А в каких странах он был? В разных. В основном в азиатских. Непал, Индия. Я в Непале родился. Правда? В Катманду? Да. Ты что, все столицы знаешь? Я с детства под картой мира сплю. У нас с папой игра такая была. Воображаемые путешествия. Может, науку пойдем? А то еще и растукают. Пошли. Столица Бурунди. Бужумбура. Столица Суринама. Парамалиба. А что слушаешь? Бардов. Битлз. Я по их песням английский учила. Битлз? Они же устарели. Сам-то устарел. Кларка. Прости. А что происходит? Ты напугал меня. А? Ты меня тоже напугала. Подожди. Я к Тильмину привез обогреватель. Там теперь жить нужно. И… Ну, ты чего? Я соскучился уже. У меня здесь туалет. Я… Что происходит? Объясни. Ничего. Ничего? Боже мой, какое прекрасное слово «ничего». И это «ничего». Да? Не грех было тоже ничего, да? Андрей, ну перестань. А вот Тильмину тоже ничего было. Ну люди же ходят. Ну перестань. Я не понимаю. Ты… Ты что меня решила бросить, что ли? Как тогда? А я тебя не отпущу, слышишь? Не отпущу. Я сейчас пойду к твоему этому старому ослу и скажу, что ты всегда была моей. Слышишь? Не надо никуда ходить, Андрей. Мы не сможем больше встречаться. Это… ни к чему не приведет. А, ну конечно. Ну конечно! Вот иди вот. Ну конечно. Я же не могу кормить тебя икрой с утра до ночи, да? Я не могу купить тебе эти шмотки и шкур убитых антилоп. Так? Это не антилопа. Это крокодил. Ага. И не жалко? Крокодила. Они вместе папку держали. Вот так. Машка, держи. Ага, я прям любви признала. Смотрел на нее. Фу! И что он нашел в этой серой мыши? Ну, Том, ну… Не всегда же за красоту любит. А за что, Кузина? За что? Не смеши мои штурки. Спорим, что я нашего… Хавьерушку… у этой Мымро уведу? Ты чего, Том? Сколько ему лета, сколько тебе. А когда это кому мешало? Спорим на американку? Все равно у тебя ничего не получится. Ну, пожалуйста. Эх, Андрюша, нам ли весь в печали? Бери гормон, играй на все лады. Ну, вот. Петр Ильич, да что же вы? Я столько наготовила. Ничего не пропадет. Бабушка покойная говорила. Петька, если есть что резать, режь крупнее. Крупному куску рот радуется. Папа! Горошко открой! Где он? Покажите мне его! Я открою его! Я убью его! А-а-а-а! Не надо просто! Просто открой! А-а-а-а! Вот так себе гадский горох! Вот, молоча-а-а-а! Папа, что с тобой? Что-что? Я нормальный, радостный отец. Открываю горошек, вот и все. А-а-а! А правда, Хатюк, нам с тобой никто не нужен, а? Никто! И мы встретим Новый год вдвоем в тихом семейном кругу! Мама! С наступающим Новым годом! А-а-а! 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 Что ты творишь? Что ты творишь? Мама в тихом семейном кругу они! Интересно! А мы тебе что? О, какой красивый! Так, собирайтесь! Быстро едем к Тильману! А-а-а! Ребята, подождите, мы в этом году решили дома, не надо! Никакого Тильмана! Конечно! А-а-а! Гена, ты меня, ты меня не слышишь! Вражения не принимаются! Ёлки-маталки! Вставай! Третий закон Ньютона! Действие равно противодействие! Вот! Хороший ребенок, это умный ребенок! Му-му-му-му-му! Между прочим, Ветров у меня для тебя особенный новогодний подарок! Да, тетя Вера пересчитала импульсы его бандуры! А-а-а! Но скажу я, что получилось только у Тильмана! Так Оливье! Оливье, правильно! Все, что жуется, будет! И все забираем с собой! Так, Хатюш, ты так замерзнешь! Давай быстро! Репузы или что-нибудь тепленькое! Как ты? Так... Носки есть теплые? Есть, есть! Как в рыбном магазине! Недавно видел на оценнике Судак обешкуренный Вот... Примерно как-то так! Ну и дурак! Убить это глагол! Действовать надо! А не ты им днем распускайся! На чужая жена, Ген! Куда, куда действовать? Это мы уже слышали! Ладно! Девчонки, ну что вы там возите? Три-четыре! Новый год шагает по стране! А вот еще был случай во время моего первого назначения на Востоке! Были мы с Ларочкой приглашены на один шикарный прием по случаю местного национального праздника! Прием, как вы сами понимаете, безалкогольный, арабский! И, простите, потише сделаю! Ну и, соответственно, скукотища! С Новым годом! С Новым счастьем! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Подожди, подожди! Дай, дай, дай! О, посмотри! Вон там ее окна! Ларочка, можно тебя попросить горячее? Конечно! Сидим мы с Ларисой за столиком… Люся! М? Что у нас, индейка? Иду, уже достаю! Люся! Думаем, как бы нам оттуда поскорее… С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Подсаживается… С Новым счастьем! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Как жаль, что тем, чем стало для меня твоё существование… Алья! Подсаживается к нам мой старый, курийский друг, Аташе… Который раз на старом пустыре… Делает пальцами… Вот так… И… Промощный! Корклав! Словно в сказке появляется официант… А на подносе две минералки, две бутылки, из коричневого стекла. А в бутылочках, ну, сами понимаете, что. Телефонный диск! Он же знает, что я люблю Джонни Уокер. Но самое интересное начинается потом. На спиритическом сериале. Лариса Сергеевна, индейку подавать? Да, да. Эхо! 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 Наливает себе обувь. А мы жажды не хотели сказать. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Простите. С Новым Годом! Что там было? Хулиганы, пьяные. Отмечают. С Новым Годом! С Новым Годом! Пойдем, я достала? Да. А свежий корзин? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Чаю поставить? А правда, спой-ка нам, Юрец. Ты же у нас теперь пивун. Юрка, пивун! Юрка, пивун! Еще один артист на мою голову. Ну, пой уже, раз народ просит. Ну, пой. Люди просят, Юрка. Спой, Юрка. Пивун! Давай, давай, давай. Не хочу я! Не хочу, извините. Пой! Давай, давай. Слышишь, я не пиваю. Пой! Юрка, я не буду вам петь. Вы слышите меня? Я не буду. Хватит. Я не хочу. Хватит. Ой, ты-ты, стай в рот. Нет. Я не раздражаю. Я не раздражаю. А-а-а! Это-а-а! Продолжение следует... Продолжение следует... Ты че там забыл? А ну, кыш от телека! Продолжение следует... С наступившим! Ну что, спели уже? Да нет, как раз вовремя. Вас тоже с наступившим! Да, не грустно. А сейчас на сцену выйдут наши самые юные артисты. Детский хор под управлением Александра Грачева. Ну, засоившись! Давай! Че? Ротар в виллу уже! Да какая Ротару? Да вроде хор какой-то. Галкина что ли? Грачева! Аккуратней! Александра Грачева! Солист? Дай вилочку! Борь! Дай вилочку! Ты че-то настроить не можешь, а? Да здесь ты! Нет, а виллка! Дождяется где-то! Есть пули в нагоне, и надо успеть сразиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя, гори, наживи. Погоня, 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 погоня! Погоня, погоня! Погоня, 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 погоня! Погоня, погоня, погоня! Валечка! Погоня, погоня, погоня! Валечка, может кураги поешь? Мама привезла. Ты же любишь. Сменка есть? Сменка есть? Сменка есть? Вот он, Соловьев идет Ну что, Богомаев, Дознался, а? Копыто, отвянь от него Правильно, Соловей Пусть знают наших, Леберецких А если кто задирает, ты скажи, мы что-нибудь Ну ой, иди сюда Ну что, доволен? Пивон, еще друг назывался Че? Че там? Ну-ка, по урокам Доброе утро Здравствуйте Поздравляю, почему сразу не сказали? Ну, Юра не хотел афишировать Да глупости Тут не скромничать Тут гордиться надо Так, товарищи Теперь к нашей школе повышенное внимание Мне уже звонили из Горанова Идут письма Журналисты Осаждают И, как мы все понимаем Самый известный Юный певец СССР Не может учиться плохо Все меня поняли Соловьев Теперь учится на 4 и 5 Нет, нет, но этого нельзя делать Ни в коем случае Нельзя его выделять И уж тем более ставить завышенные оценки Деточка Я 40 лет в педагогике И не вам меня учить Что можно, а что нельзя делать Или вы хотите Ославить нашу школу На всю страну? А звонок был уже между прочим Варвара Степановна На урок, на урок, товарищи Я расскажу просто Премонительности Вчера Вывожу свою собаку Погулять Нервы, персты, кофе Отвечать будет Будет Что, добровольцы там есть? Отвечать будет Соловьев, Юра Ну Давай-ка, дружок Расскажи нам Признаки равенства треугольников Ну Мы это еще в начале года проходили Треугольники Равны Если Если Равны Две стороны И Равны И угол Хорошо А теперь Расскажи нам Еще два Признака равенства треугольников Если Здравствуйте 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 Садитесь Вот это и есть наш любимый седьмой Б Очень хорошо Здесь учится А, вот Юрочка Как раз Юра Отвечает Фотографы из газеты Пионерская правда Здрасте Здрасте Розеточка у вас найдется? Вот, пожалуйста Спасибо Хорошо Отвечает Юра Расскажи нам Признаки равенства треугольников Треугольники Все треугольники равны Некоторые равны Ветрова Хорошо Садись сейчас Со всем классом Садись Крылов Очень хорошо С девочкой Очень хорошо Юра Так Смотри на меня Молодец Вот так вот Улыбаемся А теперь ручку Ручку тяни Смотри на учителя Так Хорошо Вот так вот Сейчас еще один кадрик Молодец Юрочка Слушатели нашей радиопередачи Хотят знать Где и как вы занимаетесь А Вот это наш зал Здесь мы Репетируем Еще тут Занимаются чудоисты А где Грачев? В тренерской, наверное Женщина Вы мне запись испортили Подожди Сейчас перемотаю кассету Юра Начнем сначала Поживее Повеселее И про дзюдоистов не надо Хорошо? Да Готов? Угу Юрочка Слушатели нашей передачи Хотят знать Варвара Степановна Бриттен Это прекрасно Но вы же должны понимать Для того, чтобы нам его разрешили Мы вынуждены будем выучить Несколько рекомендованных Произведений Но это же так просто Вы что-то хотели? Подождите, пожалуйста И как же тебя, Ира, да Земля-то носит Валечка Что там? Валечка Что там? Валечка Тихо-тихо-тихо Варь, водой дай Что с ним? Что случилось? Валечка-то Он ведь все мои снотворные съел Он ведь Господи А я смотрю Он спит и спит Скорая-то его еле откачала В больнице ведь Он в больнице Добрый день, товарищи Валечка Виолетта Негруц Редактор передачи В рабочий полдень Давайте У нас в передаче Есть такая рубрика Самородки Что это? Кто это? Зачем? Минуточку, пойдем Пойдем Я вам все расскажу Мам Что теперь Своим мальчиком будет? Как же вы так Ведь Мина Ведь он так старался Сказали Состояние стабильное Уже встает У него там мама Я передал Что вы пришли Я передал Александр Владимирович Александр Владимирович Ну вы же не виноваты А кто виноват? Кто? Бог? Природа? Который как в насмешку Отбирает его с голоса Кто? Ну не все же так переживают Дим Иди домой Так мальчика Этого едва откачали Я переговорила С родителями Вот заявление Они готовы обратиться В суд Тогда Грачев Какой суд? Ты телевизор Первый января смотрела? Смотрела И 240 миллионов Советских зрителей Тоже смотрели Так вот Они не хотят видеть Ротару и Кобзона Они хотят видеть Вот этого пацана Из хора Грачева Поняла? И они звонят нам И приходят тонны писем И наша задача Дать им этого хора В подарочной упаковке Столько Сколько они смогут переварить Но Артур Андреевич Но как же Послушай Возьми вот эту кляузу И заткни И спрячь И никому не показывай Поняла? А сейчас бери ручку И записывай Срочно список Их концертов И выступлений Репертуар Революция Пионерия Что-нибудь лирическое Ну и крокодила На закуску Да Здесь Квасюк Давай приглашай И закусить Здравствуйте Я вот тут решил По собственному Не, 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 Анатольевич Здравствуйте, дорогая Здравствуйте Какой вы замечательный человек Что вы нашли Такого удивительного нам парня Голосистого Юра Соловьев Юрий Соловьев И фамилия какая звонкая Соловьев Ну что ты сидишь Иди работай Ну что Геннадий Антонович Планы в отношении Твоего хора Огромные Вот и документы Подготовили Смотри Официальный статус О Ставки на зарплату Ты Грачеву премия И благодарность от управления Спасибо Передам Обязательно Слушай, ты просто Голова кругом Более того Руководство считает Что хор нужно увеличить До ста человек Пляши, Гена Вернее Пой Ну и что тут у нас? Так О, ну поздравляю Отличненько Так, успокоились И все встали На свои места Так, пожалуйста Прошу внимания Все встроимся Будете тогда Пожалуйста Быстрее, быстрее Быстрее Я кому говорю Продолжение следует Продолжение следует Вместе весело Шагать По просторам По просторам По просторам И, конечно, Припевать Лучше хора Лучше хора Лучше хора Спой-ка с нами Перепелка Перепелочка Раз иголка Два иголка Будет елочка Раз дощечка Два дощечка Будет лесенка Раз словечка Раз словечка Два словечка Будет песенка Вместе весело Шагать По просторам По просторам По просторам По просторам По просторам И, конечно, Припевать Лучше хора Лучше хора Лучше пора, лучше пора. Уходи! 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 Пусть варионом поет! Что смотрите, да? Что смотрите? Дома нет. Может, гуляет? Кажется, я знаю, где он может прятаться. Где? Пойдём. Юра! А вдруг он как кузнечик? Там мальчик! Пустите! Там на чердаке мальчик! Может быть? Проверьте, пожалуйста, там мальчик! А что, если он ещё там? Мы сказали же, что вроде нет никого. Там такая лестница, ты не понимаешь, ну... Оттуда мог просто не... Юра! Юрочка! Слава Богу, с тобой всё в порядке. Мне домой надо. Мы тебя проводим, да? Мы проводим, не беспокойся. Юр, ты главное, не переживай. Мы будем с тобой заниматься, и ты обязательно всё пересдашь. У меня то же самое было. Не хотелось все эти закорючки учить. Думал, не выгонят меня, раз лучше всех пою. Выгнали? Да, вылетел из хора со свистом. Меня ещё потом Грачёв заставил этот диктант сто раз переписывать. До сих пор помню. Сложный был, трёхголосный. Миминор, украинская песня. Я так Грачёв только к себе домой из детдому взял, и мы за стол не садились, пока я всю домашку по мосграмоте не сделаю. Ну, ладно, я пойду. Иди. До свидания. До свидания. Это что, всё правда? Ну, в общих чертах. Хотя про диктант я приврал. Он двухголосный был. Изумительно. И длина как раз то, что надо. И рукавчики, Лариса Сергеевна, берите. Что тут думать? А у нас ещё каракуль есть с песцом. Натали, подемонстрируй. Нет, спасибо. Мне не нравится. А норочка? У нас норочка новая. На прошлой неделе Зыкина купила. Да, я думаю, на вас она сядет изумительно. Девушки, вы бы погуляли. А мы, когда выберем, вас позовём. Девочки. Пожалуйста. Как ты так можешь с ними? А с ними только так, иначе сядут на шею. А может быть мне захотелось, чтобы все ушли? Лар, а ты помнишь, как ты явилась к нам в ГИМО? На вечер какой-то песни, помнишь? Интернациональной. Да, да, да. Ты тогда на третьем курсе училась. Ты явилась в такой плюшевой, облизлой шубке, помнишь? И прическа у тебя такая была, как у Бриджит Бардо. Смех звонкий, но я не мог тебя не заметить и не захотелось шубку с тебя снять. Вадим, пожалуйста. Ну, Вадим, не надо. Ну, не надо. Ну, Вадим! А тебе не кажется, что эта игра в недотрогу несколько затянулась? Ты можешь объяснить, что, собственно, происходит? Здесь душно. Что ты хочешь? Что тебе не хватает? Березка, пожалуйста, сотый отдел ГУМа, пожалуйста, у тебя есть все то, о чем советские бабы даже мечтать не смеют. На, это держи, это держи, вот это держи, от жиру бесишься, что тебе надо? Верни мне эти пятнадцать лет. Ларисочка Сергеевна, а у нас еще нутрия, прекрасные выделки, прямо шелк. А крокодила у вас нет? Спасибо. В следующий раз. До свидания. Официальный статус детского хора, ставки, концертмейстера, хормейстера по высшему разряду, концерты расписаны на год вперед. Но, что самое главное, собственное здание. Ага, ура! Вот, прошу, всех прошу, зал, учительская, класс. Только радуйте нас своим творчеством. Пошли быстрее глянем. А где Соловьев? А его выгнали. Как это? Отчислили за неуспеваемость. Вот так. А как же Чебурашка? Ну, акустика здесь, конечно, не очень хорошая. Но сносно. Телеван, ты не помнишь там про кого? Там, по-моему, Чапаев ехал, да? Да вот ехал Чапаев. А на встречу ему, знаете, что там… Валка звонила. Разводы хочет. Она же по суду может Катюху забрать. Закусочка? Катюха на меня дует. У меня сейчас такой, период такой, переходный такой. В общем, держится. Ну, а на Западном фронте как? Без перемен. Ну, правильно меня за ту историю с Чебурашкой подвел я вас. Ну, не я, так они другого пришлют. Меня вы хоть вроде как знаете. Ну, да. Мириться лучше со знакомым злом. Ну, слушайте, ну, я ж не со зла. Ох, да я и ребят люблю. Они у вас вон какие. Молодцы. Напоют как. Заслушаешься. Трудяги. Ну, может, вы мне как-то испытательный срок, что ли, какой-то дадите, а? Ладно, посмотрим. У вас все? Да, да. Александр Владимирович. Да, кстати, извините, чуть не забыл. Ваш, ну, то есть наш коллектив представлен на конкурс революционной песни. И победитель получит право поехать в Орленок на первую международную музыкальную смену. Может, все-таки как-то вернуть Соловьева? Может быть, каждый будет заниматься своим делом? Да. Да. Значит, для осмотра нам нужна новая революционная песня. А кукушки подождут. О, это интересно. Это такой новый способ ознакомиться. Мы с вами знакомы. Вы меня не помните? Я тогда по ошибке ваши ноты взяла. Вот пришла вернуть. Звучит интригующе. Ну, что ж. Ну, может, тогда зайдем. Нет, я тороплюсь. У вас здесь тема очень хорошая. Слышаем. Из нее песня могла получиться. Я больше не пишу песен. Это низкий жанр. А… Коренные жители Австралии. Ученые считают, что их плетки пришли сюда из Азии сто сорок тысяч лет назад. Часть… Ну, мам, ну оно колючее. Давай его Юрке перешивай. А, кто уже перешивальщица? А Юрке надо бы новое пальто достать. Парни по телевизору показывают, в газетах печатают. Ходят, как оборванец. Шестого пенсия подойдет. Подумаем. Юр, ты на репетицию не опоздаешь? Отменили ее сегодня. Ну, тогда занимайся, занимайся. Ура! Папка пришел! Ура! 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 Наконец-то! Папка! Папка! Привет, Натучка! Привет, Натучка! Ну, что ты так долго не приходил? Привет! Чего приперся? К дитям? Вспомнил. Ворюся! Что это у меня? Что это у меня тут такое, а? Что это у меня в животе такое? Что это такое, а? Чебурашка! Чебурашка! О, сиропа! Ура! Слушай, Юрка, а вам, ну, певцам можно? Иногда можно. Не, знаете что, женщина, принесите-ка нам, пожалуйста, кольцо песочное и чаю горячую. Папа, мне сиропа. Скажите, а ваш мальчик, случайно... Он? Да, он сам, сын мой. Да что? Ой, а я думаю, он, не он. Сейчас, сейчас принят. Я bureau-то! Я же тоже Юрка мечтал. Что не хочешь? Ну на это. Я ж мечтал тоже быть артистом. На гитаре выучился. Девчонки за мной табунами бегали, и говорили, что у меня голос красивый, звучный говорили. Может, тебе это от меня, а, передалось. Не знаю. Слушай, а ты что это? Ты Магомаева видал? Нет, все. В следующий раз я с тобой пойду, на концерт на вашу. Хоть посмотрю, как там, чего. Ты рукам, ты давно стараешься, понимаешь? Не балуй, Сэн. Молодец. Ты чего так по чуть-чуть? Ну-ка давай на перегонки. Ты во рту греешь. Давай. И раз, два, три. Начали. Италия. Америка. Америка? Америка. Англия. Манчестер. Это их единственный двойной альбом 68-го года. Поставить? Не надо. А вот интересно, а если бы тебя всего этого не было, ты был бы другим человеком? Глупый вопрос. Здравствуйте. Я не знала, что у нас гости. Здравствуйте. Привет. Привет. Это Катя. Мы тут... Да нет, я уже ухожу. До свидания. Почему? Катя, давайте чаю попьем. Я торт купила. Прагу любите? Нет, спасибо. Мне сладкое нельзя. Я пойду. Ну, как... Извини, Кеша. Под Будапештом получил снаряд в колено. Сувенир от фашиста. Гада. На всю жизнь теперь. Ну, вот вы с этим сувениром на эту лестницу. Зачем? И что? Ноге тренироваться нужно. И мне тренироваться нужно. А вам светлее будет. Всем хорошо. Нет, для меня вот это подчинять, мастерить, я не в тягости. Я вот сейчас Юрке внуку стол смастерил. Самому даже понравилось. А Юрочка переживает, наверное, очень. Варе моя просто места себе не находит. А чего он там переживает? Как чего? Солист. По телевизору показали. На весь союз. И вдруг на тебе. Нет, этот Грачев очень жестокий человек. Очень. Я не спорю. За двойки можно поругать, дать время исправиться, помочь. Но отчислять солиста... Ну, что? Выгнали тебя? Это вообще невозможно. Бемоли эти, диезы, аккорды септические. Я и без этого петь могу. Мог. А он меня бы гнул. Ну, правильно сделал. Я бы тебе еще ремнем бы выдрал. Ты ему обещал? Обещал. Он тебя предупреждал? Предупреждал. А если ты обещал, ты должен из кожи вон вылезти. А сделать? Сдать? Все сдали. Один ты не сдал. Ты что ж, глупее всех, что ли? Петь он умеет. Я смотрю, ни черта ты толком не умеешь. Даже главное, не хочешь. Я хочу. Ну, не могу же я... А, ну тогда ложись, ложись. Ложись, ложись. Жалей себя. Глядишь чего-нибудь и вылежешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Понимаете, я хотел… Можно мне пересдать все? Я подготовлюсь, я смогу Это все? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Алло, ХОРЭС допускается только если сдаст все дисциплины – это понятно? – Юра – подожали. – Аня. ДО-ЛЯ! – Да что же такое? – горе! Стой, руки вверх! Ну что, у нас на этой неделе концерт. Вон, ткацкая фабрика в Иванове, фабрика «Красный Октябрь», воинская часть, дом культуры «Прожектор», опять воинская часть. И везде, везде твой Чебурашка. Вон, смотри. Понял. Ну? Я пойду. Ну что ты такой, понял, я пойду? Куда ты пойдешь-то? Заниматься. А вот это правильно. Молодец. Давай, давай. И не знает прохожий в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих, на виду заселить, день рождения, день рождения, день рождения, день рождения. Спасибо. Спасибо. Кань изготовлена на нашу фабрику. Я играю на гармошке. Я играю на гармошке Мишка, а ты чего тут забыл? Извини. Ну, привет, Чебурашка. Ты чего это? Я Юра. У меня имя есть Юра. Юра Соловьёв. Да я Юра. Меня Юра Соловьёв зовут. Я Юра. Я Юра Соловьёв. Сейчас ты. Внимание. Улыбайся. Меня Юра зовут. Юр, просыпайся. Мне закрывать надо. Я заснул? Угу. Вот чёрт. Опять я тебе квинты и секты не успел. Секс ты. Не переживай, я тебе помогу. Ты завтра во второй половине дня свободен? Да. Минорное трезвучие. Опять минорное трезвучие. Мажорный сек... Секст. Это что, тоже писать? Нет, нет. Стихи. Нам нужны стихи. Какие стихи? Валя Валентина Багрицкий. Юрочка, пойдём помоешь мне на кухне. Угу. Пойдём, пойдём. Пожалуйста. Спасибо. Тут есть такой момент. Вот. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость... На кронштадтский лёд. Только развития нет. Вот если бы продолжить... Это что, я написал? Да, что-то такое было. Добавил с2. Варенька, скажите, ну и зачем вам песня? Я концертмейстер в детском хоре Грачева. А в апреле у нас конкурс. Нам нужна новая революционная песня. И я нашла стихи, как мне кажется, очень подходящие. Нас водила молодость, Багрицкий. Помните? Ну, конечно. Конечно. Вы что? Ну, тише, Варенька, ну тише. Я вам не... Какая я дура. Тащила вас сюда, пьяного. Думала, талант пропадает. Думала, вы композитор. А вы... Ничтожество. Нас водила молодость в сабельный поход. Оля! Народная артистка Советского Союза, певица Наталья Дмитриевна Шепилин. Алло! Это Варина бабушка. А ее нет, она у подруги. Нет. Нет, спасибо. До свидания. До свидания. До начала, ребятик, садись. Слушай, на днях говорят, распределение учителя повесит. Мне Нора Корнеха обещала. А ты чего ждешь? Альдемара? Я жду, пока ты Кузя свалишь. Да. Этого здесь многие ждут. Но не дошкетесь. Альдемара из тебя неплохой бы получился. Только характера маловато. Тут работает элементарная теория вероятности. Ну давай, сейчас мы еще кости начнем кидать. Ветров, вспомни азы. Если приписать достоверному событию вероятность равную единице, а невозможному равную нулю... Как же вы мне надоели, друзья мои! На дворе восьмое марта мы ни в одном глазу! То все другие события, возможные, но недостоверные, будут хорритизоваться вероятностями, лежащими... Между очевидным... Между очевидным... Простите, ребят. Невероятным. Жора, Жора, тебе надо что-нибудь собираться? Да. Другой раз съедешь. Ключи. Здрасте. С праздничком. Переделкина. Почему Переделкина? Здрасте. Здрасте. Ключи от Шоркиной дачи. Вот дураки. Решили, что нам... Что нам с тобой понадобится крыша над головой. Небрит? Лохмат? Зверей ее. Потихоньку теряю человеческий облик. Вот. У нас Киша тогда увидел, поэтому я... Может, нам всем пора познакомиться уже? Я познакомлю тебя с Катюркой. Они умны, они все поймут. Не плыть только, пожалуйста. Выспохочком. Слышите. Варя, дайте, пожалуйста, гости. Спасибо. Так, осторожней. Давайте. Ага, сюда. Слушай, а на что мы там спорили? На американ. Держи крепче, качается. Соломатина, куда ты залезла? Давай, слезай. Так я же занавеску вешу. Я потом сам повешу. Давай, слезай, упадешь. А вы мне поможете спуститься? Соломатина, что за глупости? Варвара Степановна, подержите, пожалуйста. Да, додержу. Давай, слезай. Ой! Спасибо. Так, заходи, ребятки, давайте аккуратненько. А что вы, инструмент? Ну, не такое, что оно новое. Аккуратно. Ну, что? Куда этого мамонта? Геннадий Антонович, вы волшебник. Да. Я не волшебник. Я только учусь. Но! Спасибо. Ребятки, спасибо, спасибо. Новые унитазы и раковины я нам организовал. А это, можно сказать, почти что волшебство. Ну, что? Дамы, с наступающим вас международным женским дном. Варвара Степановна. Да. Смотри, 시� κι ésta. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый день. Хорошо. Здравствуйте, Александр Владимирович. Я все, готов. Готов к чему? Ну, присдать Сан-Феджио и партии. В мае вместе со всеми. Как в мае? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем сначала. Не расстраивайся, все будет хорошо. Юричка, не переживай. К смотру революционной песни мы выбрали... Варенька. 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 Евгений Владимирович. Варенька, простите. Простите. Ради бога, простите меня. Простите старого дурака. Так это что такое? Это Евгений Владимирович. Я знаю, кто это, Джек. Вообще-то у нас репетиция. Саш, прости. Прости. Скажи, ну где ты нашел вот этого ангела? Вы знаете, Варенька, извините. Вы знаете, давно, давно нужно мне было дать этого творческого пинка. Я же ее дописал. Я ее дописал. Сегодня ночью, Саша, это озарение. Это просто озарение. Мне кто-нибудь объяснить, что происходит? Евгений Владимирович написал песню для осмотра. Багрицкий. Багрицкий – это хорошо. Это очень хорошо. Но здесь трехголовец, а у нас времени нет. Саша. Давайте-ка сыграем. Маренька, прошу вас. Извините. Вот отсюда, если вам не трудно. Спасибо вам еще раз за песню. Варенька, а не отправиться минал в одно очень симпатичное местечко, и не отметить ли наш, так сказать, успех? Евгений Владимирович. Для вас просто, Джек. Мне нужно идти. Здрасте. Ну… Луза. Не покидай меня. До свидания. До свидания, юноша. Всего хорошего. Тут такая странная история получилась. Помнишь, я в филармонию ездила за анматами. Идите сюда. Смотри. Вообще ничего себе. Ух-ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху-ху. Эй! Эй! Вы точки в телеград, телеграфные, отрочки считайте в строках меня. Ага. Сегодня мы лично не главные, а сводки на тольких дня. Заботится сердцем, Руфиночка Андреевна. С прошедшим вас международным женским днем. – С гастролей? – Угу. Из братской Румынии. А я слышал решение по международному всмотру в Орленке. – Положительно? – Угу. Придумали себе головную боль. Шестнадцатого смотра готовы? Ну, Брутиночка Андреевна, обижаете? Мы же пионеры. С капосточкой. Ну, а что там наш Гений-то готовит? Не слышали? Синельский ему новую песню написал. Да вы что? Джек? Синельский Евгений Владимирович, он сто лет песен не писал. И как? Хорошая? Утвердили? Пока еще нет. Не знаю. Текст там сложный, спорный прямо, скажем, текст. Вроде Багрицкий. Поэт революции. Да, из песни, как говорится, слов не выкинешь. А вот песня… Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз. Испонировать мелодию нужно несколькими способами, перенося все звуки ступени. В общем, катастрофа. Объясните, как это сняли песни? Как это сняли? За пять дней досмотра! Единогласно. Недетский репертуар. Сказали, не соответствует требованиям конкурса революционной песни. Багрицкий мне соответствует. Багрицкий! Значит, вообще никакого конкурса не будет. Совсем уже на шею сели. Дышать стало нечем. Александр Владимирович… Ладно. Погонять они меня решили. Хорошо. Здрасте. Ну, ладно. Я им… Я им такую погоню покажу. А если я эту снимут? Не снимут! Придраться не к чему! Тихо! Это любимая песня легендарного фильма шестьдесят восьмого года! На всякий случай надо проверить. Надо проверить. Все, пожалуйста. Сише, пожалуйста. Хорошо. Дмитрий Хосеевич. Да, Том. Извините, пожалуйста. Да. Вы не могли бы мне еще раз показать низкое дыхание? Да, конечно. Так. Берем дыхание носом вниз живота. Аптивнее. Встань сюда. Бери еще раз. Соломатина, ты что, а? Ой, простите. Варя, Варвара Степановна, это не то, что вы… Градость. Надеюсь, я вас больше здесь никогда не увижу. Вы что тут делаете? Извините, пожалуйста. Видите, пожалуйста. Тома, подожди. Он очень, очень плохо поступил. Он очень, очень плохо поступил. У тебя что-то срочное? Еды нет, кофе будешь? Нет, спасибо. Александр Вадимович, я... Я уйти должен. Захотелось мишуры, оперетки? Удачи. Александр Владимирович, я... Удачи. Вот что надо на смотре петь. Погоня тоже хорошая. Нет, ты ничего не понимаешь. И за трубой весь полк израненный. За белый интернет раунд. И пол пошел за трубочком. Катюха. Вон он. Кто? Папа. Пойдем познакомиться. Пойдем, пойдем. Пошли. Извините. Папа, ну ты чего так долго? Я тебе... Катюшку, знакомься. Кешин. Это она, да? Мама Ларионова. Кешин, подожди. Предатель. Катя, Катя, Катя. Спасибо. У тебя снежный вальс. Этот вальс прозвучит для вас Если даже кругом тишина Если кончились все слова И осталась печаль одна Город пролетел, как сон В поле метель улеглась Еле звенят в унисон Начинается снежный вальс И легко, и беззаботно И безумно, и беспечно Скрылась все за поворотом Улетая в бесконечность Я как снег в ладонях таять Ну подожди, Кешин Ну сын, ну послушай меня Оставь меня! Пожалуйста Я тебя не хочу! Катя, ну подожди! Катя, я тебя не надеюсь! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Варвара Степановна! Да? Пластинка-то закончилась? Да, спасибо. Ну, как вам? Мощный голос у мужика. Ну, у мужика. У Шаляпина! О Шаляпине мы продолжим на следующем уроке. Всем спасибо. Так еще звонка не было. Чё это с ней? Ну, от музыки бывает. Варвара Степановна. Я, может, на ход ходить не буду. Катя, Катя, подожди, а как же смотр? Оль, не беги, упадешь. Ну что? Карнеха, первый состав, а вы с Романовичем второй и третий. Ну-ка разошлись. Оль, демару. Угадай, с трех раз. Но это не мило. Видели? Поздравляю! Пятнадцать спектаклей в месяц. Да. Они хотят моей смерти. Когда жить? Когда жить? Мамы-мамы! Товарищ Анатолий, Сан Саныч ждет. Начинаем музыкальную репетицию. Вы имеете свой вид. Ну, как же так, Анна? Ну, вы же мне обещали. Ну, милый мой, ну, а что вы хотели-то? Я бы хотел за пятнадцать лет, работая в театре, получить что-то более интересное, чем третий состав «Слуги главного героя». И вообще, знаете что? Если я не нужен этому театру, вы просто так и скажите, я уйду. Дима, успокойся. Я спокоен. Успокойся. Да что ж такое? Что вы ходите? Ходят, ноют. Не нравится? Не держим никого. Дима, ты в хоре работаешь? Вот иди, работай. Не нравится? Пожалуйста. Бумага на столе. Число сегодня семнадцатое. Вот в эти ярости апа. Лариса Сергеевна сказала, что Киша заболел. Может быть, Оловьев? Значит так… Забыли про конкурс. А как же Орлёнов? Мы что, не поедем? Мы же готовимся, старались. Так. Кукушку, пожалуйста. Внимание. Здрасьте, а Кешку можно? Здрасьте. Кешенька дома, но он обедает. Я скажу, что ты заходила. Урена! А ну иди сюда! Ты чего? Все в порядке, это ко мне. А болеешь, значит? Тебе какое дело? Да большой, одевайся, репетиция идет! Передай своему Грачеву, что Яхуру бросил, ясно? На это у меня свои причины. Наплевать мне на твои причины со Стангельской башней! Ты всех подводишь, предатель! Темную тебе обустроить! Я не пойму тебя, Соловей! Место столиста свободно! Иди, пой! Так, петь будешь ты, ясно? Ну, пойдешь? Или по-другому объяснить? Следующим выступит детский хор под руководством Александра Грачева. Песня «Вагона» из кинофильма «Неуловимые мстители». Прекрасная песня, да, Руфина Андреевна? Подождите, но здесь написано «Нас водила молодость». Угу. Заменили песню тамбагритского текста. Очень сложный. И Юрий Соловьев. И Юрий Соловьев! А почему один не в форме? Без галстука? Им что, на всех формы не могли сшить? Все исправим. Усталость забыта, колышется чат, И снова копыта, как сердце стучат. И не на покоя гори, но живи! Погоня, 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 погоня в горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови! ПЕСНЯ 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 Так, ну, может, ты возьмешь с собой фотоаппарат? Ребят поснимаешь? Не надо! Ну, почему? Вас повезет на экскурсии. Никого нет. Что я буду, как? Все, твои хорошие, все. Все, мне подписали назначение. We'll go to London, а? Ну, что-то я не понял. А где крики «браво», «поцелуи», «поздравления»? Ну, что вы не рады, а? Почему рады? Ну, у меня же Орленок. И хорошо, съездишь на одну смену, а мы пока оформим документы, соберемся. Ну, хорошо. Давайте, все, поехали, поехали. Коля там внизу ждет. Не надо вам ехать. Коля меня сам отвезет. Пока. Вадим, я ухожу от тебя. Держи меня. ádOT Здорово, Криво! Мой физкульт-привет. Послушай, ну с палаты, со своим этим нищим физиком. На здоровье. Я тоже не святой. Могу понять. Но говорить о какой-то там любви, это прости меня, это моветон, понимаешь, моветон. Послушай, послушай, неужели ты думаешь, что я позволю тебе разрушить нашу семью, мою карьеру. Если что, сына ты потеряешь. Да. Кофе хочется. Ты не помнишь, у нас оставался там бразильский в зернах. Люся, Люсь, завари кофе покрепче. Хорошо, Вадим Игоревич. Значит, ты серьезно. Ты бросаешь меня. Меня. Я хочу посмотреть, как ты переедешь в однокомнатную квартиру, влюмерться и будешь мыть совмещенный санузел. Ты прекрасно осведомляла. Милая моя девочка, ты, кажется, забыла, что у народной мудрости с милыми рай в шалаше есть продолжение. Если милый, аташе. О, знакомая вещица. Это Париж? Да, да. Маленький магазинчик на Реодрю. Я помню, как же. А это? А, это Гаага. Нет, нет, постой. Нет, это Рим. Ну, конечно, это Рим. Я увидел это в витрине магазина и подумал. Вот вещь для моей славной женушки. Я прошу тебя, просто оставь меня в покое. Дай мне спокойно собрать мои вещи. Твои вещи? Твои вещи. А где ты видела? Здесь твои вещи. Послушай, вот это вот твои вещи? Или вот это твои вещи? Тут нет ни одной твоей вещи. Все вот это купил тебе я. И ты, ты моя, ты моя жена. Ты забыла? Так вот, я тебе сейчас это напомню. Я тебе не надеюсь. Я никогда тебе этого не прощу. Вадим Игоревич, ваше кофе. Люся, кофе мужского рода, сколько можно повторять? Ну да, ваш кофеечек. А ты у меня, оказывается, круглая. Отличница. Иди поцелую. Я тебя поздравляю, молодец. Горжусь тобой. Слушателям рабочего полдня давно полюбились песни в исполнении этого замечательного коллектива. И сегодня ребята из Большого хора под управлением Александра Крачева вместе с юными певцами из дружественных стран и республик СССР на экспрессе «Дружба» отправятся к берегам теплого Черного моря. И мне кажется, что кто-то заслужил дичайшие каникулы в хорошей компании, а? Между прочим, наш лагерь в двух шагах от этого орленка. Только пляж лучше и море чище. Ну что, идет? Она тоже поедет? Понимаешь, ятенок, так произошло, что я ее люблю. Ну, так бывает. Давно люблю со школы. Мы много лет не виделись, а тут случайно встретились и поняли, что... Это она, да? Ну, здравствуй. Войти-то можно? Мама! Санушка моя, котеночек, привет! Худай-то какая! Тебя что, папа совсем не кормит? Ой, одни косточки, бедный ребенок. Малышка моя, так соскучилась. Одни косточки, выросла-то как. Ребята, партии из Новокуда-Мосора нужно выучить до того, как мы приедем. Новокуда-Мосора? Слова я на обратной стороне русскими буквами написала. Пошли на русском. Юра, если что-то будет непонятно, подходи. Спасибо. Спасибо, спасибо. Держи. Давай. Верди. Грач замахнулся. А это что, он, русский? Итальянский. Вот тебе и отдохнули. Это на итальянском. Это итальянском. Приехали. Спасибо. Друзья, женщина, а деньги? Да. Держите. Сдачу. Оставьте. Здравствуйте. Извините, вам кого? Извините, я ошиблась. Интересно, ты ее знаешь? Лариса, подожди, Лариса, подожди. Лариса, подожди. Она вернулась сегодня утром. Как к смеху, на голову. Я не знал. А может, она вообще никуда не уезжала? Пристань. Ты что, мне не веришь? Как к этому? Любит, не любит? Плюнет, поцелует. К сердцу прижмет, к черту пошлет. Ну, пожалуйста. Ну, не надо. Я все решу. Я, я, я обещаю. Потерпи немножко. Подожди, пожалуйста. Я во всем разберусь. Нет, Андрей. Нет. Извините. Что тебе? А, не, ничего. Я Варвару Степановну искал спросить. Ну, так спрашивай. Варвара Степановна нам ноты раздала. Сказала, хор из... Хунасора. А тут написано из оперы Набука. Набухудоносора. Это то же самое. Набука – это сокращенная итальянская интерпретация имени вавилонского царя Набухудоносора Второго. Понятно? А-а. Понятно. Спасибо. Это библейская история. Жил в Вавилоне такой царь Набухудоносор. На самом деле, это история о жестокости и предательстве. Когда-то я все это уже рассказывал одному мальчику. А потом этот мальчик вырос и предал меня. Вы про Дмитрия Хосеевича? Нет. Ладно. Ступай. Разговор закончен. Спасибо. Ну, дядя Петя, давайте за то, чтобы у вас все было и вам за это ничего не было. Да. Да. О, почумпируете, граждане и граждане. Боюсь. Все. Боюсь. Нам ордер дали. Да ты что? Ага. Ордер. Боря! Погоди, дай корпус. Наташка, иди погуляй. Иди, сдой картошечки. Да. Сейчас. Давай, давай, давай. Представляешь? Трехкомнатный. Отдельный санкзер. Кухня. Дом уже готов. Завтра можно идти смотреть. Это что? Я прям боюсь. Пора и в ЗАГС тогда уши. Это и выпить не грех. А чего? Чего нельзя? Дядя, ты танк потерял. Сама нарисовала. Нет, я не рисовала. Она у тебя из куртки выпала. Чего? Из какой куртки? На, вот на мороженку. На, возьми. А? Написала папе. Я папе не писала и не рисовала. Наташка, ну хватит врать ты на пустом месте. Ну что врешь? Я не вру. А вот за вранье дядя Боря может и ремнем? Не вздумай даже пальцем тронуть. Приживал. Папа. Боря. Папа, ну ты что, очумел? Наташка, немедленно извинись перед дядей Борей. Ей не за что перед ним извиняться. А ты дура. Пошевели мозгами. Когда это она танки рисовала? Когда это она его папой называла? У них с Юркой свой отец имеется. А ты лучше порасспроси этого своего. Кто же это ему танки-то рисует? Мой таблеток! Эй, 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 эй! Моги, мое, мое, дурак! Моги, мое, мое, мое! Моги, мое, мое! Держись! Ну что вы? Пойдемте, провожу. Курите. Я что-то не понял. А чего ж непонятного? У меня к вам, товарищ доктор, просьбочка одна есть. Так, товарищи пассажиры, поезд отправляется через пять минут. Просьба провожающих покинуть вагон. Я тебя прошу, возьми нас, пожалуйста. Мы сюда робу стоять можем. Полутора суток. Так, просьба провожающих покинуть вагон, покинуть вагон. Так, отъезжающие, готовим деньги за белье, готовим билетики. Дети, дети, больше недели на вокзале, пожалуйста, возьми. Пожалей детей. Так, гражданка, провожающие, выходим из вагона, поезд отправляется. Граждане пассажиры, готовим билетики. Возьмите, пожалуйста, это от Маши, из третьей кассы. Провожающие, выходим, выходим, поживее выходим. Двадцать. Как двадцать? Я, я, я же Маше все отдала, у меня нет больше. Так, провожающие, покидаем вагон, мы отправляемся. Ну, граждане пассажиры, готовим билетики. Деньги за белье. Пока, пока. Женщина. Телеграмму дай, когда едешь. Выходим, женщина, выходим. Отправляемся, отправляемся. Пожалуйста, извините, это французская, золотая. Мне очень-очень надо к сану. Давай быстрее. Так, провожающие. Приятного аппетита. Смешная такая попутчица попалась. Я, говорит, ездить боюсь. Ну, катастрофы там всякие мерещатся. А когда ем, успокаиваюсь. И начала доставать булки, яйца, какие-то сдавленные помидоры, соль в спичечном коробке. Потом достает вареную курицу. Курица завернута в журнал. Развернула. А на курице отпечатаны буквы. Крокодила! Ну, на курице крокодил. Журнал-то был крокодил. Оп. Евгений, на встрече с миростроителей в 1966-м году. Межгород. Я подойду. Да. Нет. Я же просила, не звони мне. Нет. Не надо. Нам не о чем говорить. Все. 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 Чего стоишь, соловьёк? Пойдём купаться. Пойдём, пойдём. Чего стоишь, соловьёк? Пойдём купаться. Пойдём, пойдём. Лови! Лови! Вмирь! Вмирь! Дай пас! Чего стоишь, соловьёк? Пойдём купаться. Пойдём, пойдём. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую историю. Здравствуйте, дорогие ноги. Вот теперь все ваши желания сбудутся. Ура! А скоро ещё на море? Будем сегодня славык! А долго ещё ехать? Упс! Я правильно показываю, как? Значит так, всё будет! Всё! Эй! Вова, сходки нас! Ну, давай! Ну, давай! Пой! Ой, опаздываю, опаздываю Последний рабочий день Делать мне вправо Генке еще обещал помочь У него лазарь этот барахли Кстати, знаешь, как переводится лазарь? Light application by stimulator Пап, ну ты это уже говорил Ну подожди Давайте пил шовсянку сварим Правда, что я говорю? Доброе утро, товарищи Доброе На работе поел Спасибо Пока Хорошего дня Ну на кого же это похоже? Из платья выросло На ногах какие-то обноски В гроб ты его загнать хочешь? Ты слышала, что врач сказал? Уход ему нужен, постоянный Ты работаешь, я тоже Как же? Чего я собственно бегаю, договариваюсь Как лучше хочу? Я ж тут никто приживал Не зовут меня никак Нет, Нинка, не будет у нас ничего Борюсик, Борюся Хочу красные, красные, красные По-моему, вот эти очень хорошие Кожаные И цена хорошая И цвет твой любимый И размер как раз твой Тридцать четыре Примеришь? У меня тридцать пятый Ой, точно Так О, тридцать пятый Вот, тридцать пятый Примеришь? Примеришь? Давай Отлично, берем Хочешь, можешь прямо в них пойти А старые выкинем Девушка, выпишите нам, пожалуйста Стоять и сандалики Всегда рады вас видеть Так Ножку подними Спасибо Пойдем, посмотришь в зеркало А? Так Да, папа твой, конечно, молодец Видел же, что как пугало гороховое ходишь Мог бы и раскошелиться А ты могла бы вспомнить, что ты моя мама В сентябре, когда бросила нас и сбежала И не смей говорить про моего папу гадости Он меня любит, а ты Бояре-бояре-гояре-гояре Бояре-гояре А зачем пришли? Дорогие! А зачем пришли? Бояре, бояре! Нам невеста нужна Дорогие, дорогие, нам невеста нужна, Бояре, бояре, а какая нужна? Дорогие, дорогие, а какая нужна? Бояре, бояре, вот вот эта нужна. Дорогие, дорогие, нам вот эта нужна. Бояре, бояре, мне зубки болят, дорогие, дорогие, мне зубки болят. Бояре, бояре, а мы пряночки такие, дорогие, дорогие, а мы пряночки такие. Бояре, бояре, а на пряничке не ест. Дорогие, дорогие, а на пряничке не ест. Бояре, 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 а мы плёночка не ест. Она ж уехала уже на море. Завтра утром. А у дяди Гины в машине ещё пару мест найдётся? Только у меня на спальнике молния заедает. Ничего, разберёмся, посмотрим. Кто последний? Обезьяна. Летить-то вон! А кто это последний? Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Ха-ха-ха! Звени, Игорь, там красивые места. И всё-таки молодцы ваши, позаботились. Вот я там подлечусь, поздоровею, обладею и явлюсь к вам свататься. Ну, что вы, Пётр Ильич, Пётр Ильич, нас с вами в ЗАГС не пустят. Что вы? Мы ещё посмотрим. Ольга Ленична, прошу. А как же, вы ведь отказа не примете? Не приму. Буря в далёкие годы Пела мне песни как мать Море меня научило Грозные бури встречать Дорог мне куврика матросской, скромное наше время. А потом расселяемся и репутироваться начнём. Да, красиво, но завтра мы поём открытие лагеря. Ммм, ничего так. Надеюсь, вода тёплая. Субтитры создавал DimaTorzok Куда? К Серафиме Николаевне назначили. Чёрное море моё, чёрное море моё… О, воздух-то, воздух какой, а! Держи. Гулять будешь, отдыхать, процедуры там всякие. Подлесет, будешь как огурчик. Э, гуляка, ты где ходишь, а? Ты на часы смотрел? Да, да, да. Давай, топай, 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 топай. Мы к Серафиме Николаевне. Проходите. Да не уронил твою гармошку. Нет. Проходите, товарищи. Люди здесь интересные. Пойдём, пойдём. К сожалению, количество мест у нас ограничено. Желающих, сами понимаете, все мы помочь не можем. К нам очередь стоит. Каждому, уж индивидуальный подход нужен. Доктор, мы на вас очень надеемся. Они же как дети. Один сладенького хочет, другой солёненького. У третьего бессонницы. А кто-то вообще плачет, домой хочет, соскучился. Сколько? Двадцать пять. Золотой голос страны. Да ну тебя, башка. Ты даже на доску не глядишь, а всё выигрываешь. Митенька, а хотите, я вас в шахматы обучу? Вот где настоящая гимнастика для Алмата. Да может быть, на троих сообразим, а? Саранчев. Здравствуйте. Разве что-нибудь представиться? Пётр Ильич? Всехлам, Всехлам. И так дышать нечем. Ой. Здрасте, здрасте. 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 Митяй. Да. Профессор Саранча. Вон, кроватка ваша. Ага. Спасибо. Гармошку-то придётся спрятать, а то конфискую. Неправильно, что конфискуить не положено. Дом-интернат для престарелых и инвалидов номер. Ага. А ты чё хотел? Ялту с Гагрой? Чайковский. Я потрясён, я потрясён картиной тяжкою. Куру на на, курю на нарах жизнь кленя. И с каждой новою затяжкою уходят годы от меня. Чё распелись? Я русским языком сказала, переодеться, свою костыляншу сдать. Эй, открой дверь. Чё шумишь? Дверь открой, я сказал. Куда разбежался, уважаемый? Открой дверь. Не оглох? Надь, Люп. Ща, ща, ща. Ключи возьму и открою. Открой. Или я разнесу вашу богадельню на куски. Ну, Смайя. Что? Ты мне эти... Чё? Гармошкой разносить собрался? Меня не заводи. Куда собрался-то, Чайковский, а? Вот чего тут? Гармошка. 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 Как мой верный друг? Разговоры еле слышны. И над нами ночная тень. Круговерьте, забот не заметили мы. Как бы прожит еще один день. Круговерьте, забот не заметили мы. Как бы прожит еще один день. Гитара «Дружба» переходит к ребятам прибу. Бывших к нам из Кумы! Смотри, как выпендрилась! Тоже мне! Опаньки, у нас там идет! Эй, пойдут на слава! Зовет танцевать! Я не пойду! Я танцевать не имею! Ты чего, славяй, иди! Ну, дурак! А, иду! Понятно! Все потомки сохнешь? По-моему, тебе не светит! Ее вон после Хавьера на чернявых потянуло! А при чем здесь Хавьера из Соломатина? Ты чего, с уны свалился? Все знают! Что знают? Что Соломатина на американку поспорила, что Хавьерушку нашего он концертмейстерши уведет! Ну что это? Так это из-за нее, что ли? Так, пошли Грачеву! Ты что, обалдела? Пойдешь, как миленькая, пойдешь! Не пойду! Устроили тут дуры! Человека из-за вас уволили! Словик, больно же! Отпусти! Не пойду я! Пойдешь! Отпусти, кому говорят! Я его только поцеловала! Больше ничего не было! Честное пионерское! Все, хватит, Соломатина! Иди вещи собирай! Ну, пожалуйста, Александр Владимирович! Ну, пожалуйста! Да, это ж такое ЧП, если узнают, не дай бог! Как такое в голову? Как это вообще в голову? Ты, ты, ты-то чем думала, Кузина? Она поспорила на американку! Я свяжусь с ее родителями и... Страшный сон! Это страшный сон! Я позвоню ее родителям, куплю билет и отправлю ее! Ну, все! Идите! Пожалуйста! Ну, Геннадий Антонович! Ну, что ли? Давай! Спокойной ночи! Идите, идите! Мой сволочь ты, Кузина! Что случилось? Кто обидел такую красавицу? Ходьбу на месте начинай! Раз-два! 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 Соломатину выгнали! Слышала? Чего? Из лагеря? Да какое! Вообще и с хора! Ничего себе! Что, Сломатину выгнали? Раз-два! Да выпендривалась! И раз-два! И раз-два! Смотрите, Соломатино! Смотрите, Селоматино, у колоковцев! Смотрите, Соломатино! Вот тяхалка! Отдываем ноги, чтоб не уставать в дороге. И раз! Александр Владимирович, ну... Александр Владимирович, вы знаете, как это называют? Это называется наглость и хамство. Либо Соломатин на сегодня же едет в Москву, либо мы все. Александр Владимирович, вы правы. Абсолютно. Это форменное безобразие. Да. Но вы представьте, какой поднимется скандал, если вся эта история вдруг всплывет наружу. А? Несовершеннолетняя девочка и педагог. Ничего не было. Ну, не было, было. Будем оправдываться. Было, было, не было. Ну, мы же не можем так рисковать. Конечно. Я обещаю вам, я даю вам слово. Когда мы приедем в Москву, я поговорю с кулаком, и он ее выгонит. Я все решу. Что вы решите? Объясните мне, что вы решите? Я не знаю, что я решу, я не знаю, как я решу. Но скажите мне, а вот ребята, в чем виноваты, а? За что мы их будем наказывать? Ну, вот вы мне скажите. За что? Сам Владимирович, ну и Соломатина. Для хора, ей-богу, небольшая потеря. Это, кстати, правда. Александра Исаковна, мне очень нужно на почту. Я обещаю, что к завтраку вернусь, честное слово. Да делайте вы, что хотите. Вот будет родительский день, тогда и приходите. Я вас понимаю. Ну и вы меня поймите. Я же специально из Москвы приехала, чтобы сына повидать. А мне хоть с Камчатки. Не положено. У нас режим. Ну, хоть фрукты я могу ему передать. Пожалуйста. А мне потом за это дизентерию шею намыли. Извините отсюда, гражданочка. Ну, пожалуйста. Побыстрее, ребята. Не задерживаемся. Ребята, вы можете... Гражданочка, а? Долой непогоду! Платон! А, как там, к Барачану! Поймали? Ура! Ребенолом спортсменов! Привет! Левый! 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 Жалкие условности! Режим и порядок! Привет! Смотри, что принес. Волбей! Любовь! И... Ты что творишь, а? Ты что творишь? Ты совсем о фонаре уже? Ну, ходи, Путин! Что с обедом у нас? Что, кто не работает, тот не ест. Поговори у меня. Пап, ты знаешь, я решила, что хочу жить с тобой. Ну, у мам же аллергия на собак. А мы с тобой хотели осенью завести кого-нибудь с Лохматого. Папа, ты чего, хочешь? Пап... Дым просто. Осторожный друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожный друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. А! Значит... Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Khat Anne! А! Все происходит? Здравствуйте. У вас комнату нельзя снять? Нету комнаты. Занято все. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь можно комнату снять? Ой, тут все зоны свободного угла не снимешь. Пошли. Извините. Всего доброго, пожалуйста. Пошли-пошли. Здравствуйте. Проходи. Проходи, мой дорогой, очень рад, шаг. Проходи, садись. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, привет, привет, привет. Здесь можно? Такой шашлык у нас есть, Азизжан. Гамлет, ну что ты, где ты? Азизжан, люди ждут. Здорово, фрайер. Здорово. Очехался. Петр Ильич, чайку не желаете? Руки ватные. Ничего, так всегда бывает. К вечеру отойдет. Да, да. Девушка, Дмитрий Хавьер уволился. Да больше месяца уже. Товарищи артисты, нараспепку. Зовите там всех скурильщиков. Мира приехала? О, звонила. Подождите. Сказала, у нее ангина. Болоса нет. Ага. А ангина у нас на море морской водичкой лечится? Угу. Девушка, вы там еще? Я же сказала, он уволился. Из общежития выехал. Давайте-давайте, поднимайтесь. Фузер, ты же не знаешь, где Хавьер? Давно не видел. Хорошо. Да. Варвара Волгина. Да, до свидания. Варвара… Варвара, Варвара, Варвара. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Ой, не дойду. Мы сейчас поднимем, поднимем и пойдем. Хорошо. Кисенек, вторая. Кисенек, вторая. Бегу, бегу. Не отключите, Кисенек. Бегу. Угу. Представляете, ребята? Советская промышленность уже изобрела обои самоклеящимся слоем. То есть достаточно буквально облизнуть клеящуюся поверхность и все. Жур, ты там в трудящемся, оставь. На донышке, а? Вот это та хан щедро наградил родника. Ага, Журик, а где ты эти шутки вычитываешь? Чтобы отважный охотник никому больше не добыл птицу, которая приносит счастье. Вертоль, ну вы такая умная. Нет, котенок, Вертоль, она не умная, Вертоль, она начитанная. Ирина Анатольевна, не прибедняйтесь, мы у вас всем физматом списывали. Девушка, вы почему такая грустная? Извините, вы не знаете, здесь кто-нибудь комнату сдает? Комнату? Мам, девушка, комнату ищи. Никакая курортная вертихвостка здесь жить не будет. Так, спросите, простите ее, пожалуйста, я сейчас все решу. Нет, за два рубля в день комнату сдаю. Ой, это для меня очень дорого, извините. Хорошо, простите. Мам, у девушки даже денег нет, понимаешь? Абагарцрук, Ахчика, посудомойка официантка пойдет? Мам, какой посудомойка? Ты посмотри на нее! Я согласна, спасибо. Дэй лав, ингорзычи. Ребята, обидно, на самом деле. Катюнок, аккуратно, это собака. Привет, привет, собака. Поработим помещика. Эй, товарищи, товарищи, прекратите беспредел. Что за шпоханали? Жора, сколько тебе влезать? Я не понимаю. Надо, сколько влезает. Вот, видел? Ахчика, а как ты думаешь, дынь по голове, больно? Эй, официанка, долго тебя ждать? Это угроза? Да, бегу, бегу. Ну, иди на место. На место. Иди на место. Где ходишь? Тарелки надо убирать, стол надо протирать. Тарелки надо убирать, стол надо убирать, стол надо убирать. По просторам, по просторам. По просторам, и, конечно, припевать. Лучше хора, лучше хора, лучше хора. Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечка, два словечка, будет петенка. Вместе весело шагать. По просторам, по просторам, по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать. Лучше хора, лучше хора, лучше хора. Субтитры сделал DimaTorzok К этому завтра вернемся, договорились? Текст все выучите Теперь следующая вещь Вы ноты раздали? Да, еще вчера А вы, Мария, приготовились Ерунда какая-то Сплошные картошки Так, это общий вокалист Будет еще соло Впрочем, я не уверен, что кто-нибудь из вас Может с ним справиться Это все-таки гениальный выбор Мария Степановна, будьте добры У меня в комнате на тумбочке ноты Принесите, пожалуйста А как же, я закомпанирую Сейчас все учим партии по голосам А солиста я объявлю позже Можем Внимание, прошу вас Он с ума сошел Это невозможно спеть Внимание Работаем Рты открываем На меня, на меня Отряд в лагере Кипарис Разрешен Поехать в море Отряд в лагере Кипарис Все поют А кто мы? Булаковцы молодцы В море лезут, как дворцы О, а грачосты все поют Привет, Габрилы Не отвлекаемся, не отвлекаемся Смотрим в ноты, пожалуйста После этой истории с Барышниковым Нас чуть ли не рентгеном будут просвечивать Все души на парткоме вынут Ну, ради Америки Можно и потерпеть Нера А выходи замуж, а? Валера Неужели ты решился? Я решился Ты прекрасно знаешь, что... Надо дождаться, чтобы Лидка школу закончила Черт Который час? Не знаю Что? Уже вошли? Ну, а что, может это? У окошка прыгаешь? Из райздрава звонят Обзвонились уже Ну, нет же никого Вымерли все Или в спячку впали Я всю ночь на посту Да знаю я на каком ты посту Ой Я вижу тут главное Выписывайте меня из вашей богадельни И побыстрее Это новенький Тот самый Я вам рассказывала Так, значит, хулиганим, да? Это неправда Голубчик, у вас нет показаний по выписке Вам нужно лежать Вот когда давление нормализуется Вы не имеете права держать меня насильно Я требую Немедленно требую Немедленно Выписку я тебе не подпишу А, если будешь скандалить Надя Да что Ты чего, дед? ПНИ захотел, устроит сейчас тебе Who? Тихо, тихо, тихо Что такое ПНИ? Тихо, Нерлович ты, диспансер Боже упаси Слушай, они меня плохо знают, сегодня же у меня здесь не будет. Есть как! Любимов! Ну, за встречу грех не выпить. Держи. Держи, мать-ка опять забыла, шкафчик закрыть. Ну, профессор не употребляет, так что, как говорится, да, будем. Давай. Чего будем? Где будем? Здесь будем смерти дожидаться? Вы че? Вы че, совсем, что ли, обалдели, мужики? На. Будем. Ты-то вспомни, ты же нас под вязьмы из окружения выводил. Ты не ори. Выживаем, как умеем. Вариантов у нас мало. Тут лучшее, чем на улице. Вариант у нас один – бежать отсюда. Отбегался я. Петь. Меня отсюда только вперед ногами. Вот так вот, да, струхнули, значит. Понятно. Доживайте, мужики. Доживайте, но без меня. Я здесь не останусь. Спать, спать по палатам, пионерам и вожатым, пионерам и вожатым. Спать, спать, спать. Бред какой-то этот тихий час. Мы дети, что ли? Да ладно тебе. После сытного обеда по закону Архимеда полагается что? Поспать. Оп. Ну, давай уже, сходи. Да погоди. Я думаю. Быстро все встали. И за мной. Что, опять репетиция? Я кому сказал? За мной. Ребеди, за мной! Вперед! На море! И главное, в тихий час! Интересно, какая тут глубина? Вперед! Так, меня ждем? Ну? Приготовились! На счет три! Раз, два, три! Вперед! Ура! Вперед! Ура! Все, давай полбочкой! Раз, два, три! Ну, а ты что? Да не умею я плавать. Да и плавок у меня нет. Ах, ты паразит, а! А? На него ты посмотри, а! Это же кухня, куда ты собак свою привела? Еще раз его увижу, убью! Паразит, а! Ух! Ну, что, паразит? Новинка сезона. Арфы нет. Возьмите бубен. Ах, да! Когда летом на рассвете загляну в соседний сад, Там с мулянком молдава разобирает виноград. Я краснею, я пленею, захотелось вдруг сказать, Стань над рекою, Скоти летнее встречать, Раскурявый! Подождите, ну что вы делаете? Десять часов, отбой! Ну, хороший фильм, люди смотрят, ну что вы! Дедуля, у нас режим, ясно? Да, так они досмотрели. Да, да, да. А, так, так. Стой, давай, давай. Смучен, я обожаю. Да. Да. Раз, два, три, клен, древеный, Клен, древеный, лист, ревнук, Я вон, древленый, и смущенный перед тобой, Клен, древеный, клен, древеный, Я вон, древеный, и смущенный перед тобой, Что за концерт? Что тут устроили? Приходи! Разошлись по палатам! Немедленно прекратись! Надя, ну-ка! Разворись по палатам, немедленно! Разворись по палатам, давай! Надя! Массима, кстати, известный журналист и аккредитован в Москве. Не-не-не, это неправильно. Известный в узком круге, как вы говорите. Да. За знакомство. О, кто к нам пришел? Ослепительная Мирочка! Прошу к нам, к нашему столу, прошу. Массимо Джиротти. Прего. Прея, белисимо. Я уже готова падать на колени и просить ваши руки. Но вы, я католик, я уже безнадежно женат. Ну, а с Джеком Синельским ты знакома? Нет, пока еще нет. Ты что? Легенда, живой классик, богат, знаменит, ужасно, одинокий. Завязаный. И временно холост. Мира. Евгений. Дело в том, что человеческий голос – это самый совершенный в мире инструмент. Он может выразить любую эмоцию. любовь, ненависть, страдания, зависть. Но для того, чтобы это произошло, надо научиться остро чувствовать самому. Любить, ненавидеть, страдать. Когда человек поет, он, он честен. А страдать зачем? Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. И всем казалось, что радость будет, что в светлой гавани все корабли, что на чужбине усталые люди светлый покой себе обрели. Держи. Пойдем. Спасибо. Пойдем. Привет, дружок. Ты прости, у меня ничего нет. Я тебе в следующий раз принесу. А это ваша собака? Да. Привет. Это вы здесь что? Живу и вот работаю. Кеша в Орленке? Да, я знаю. А я из хора ушла. Мы тут недалеко, на диком пляже отдыхаем. Что ты стоишь? Иди работай. Ну что стоишь? Аш, ну, кимико, ай, ничего, ай, ничего. Ну, пока. До свидания. Катя, наверное, не стоит никому говорить, что ты меня встретила. Угу. Спасибо. Да нет, конечно, я сам должен был тогда ей все рассказать. Я пытался, но... Как же она могла поверить в такое? Хотя она такая у меня, да. Руби с плечами, все. А вы-то сейчас где? Да, так, спасибо. Как-то... Хотя вы молодец, что вы мне позвонили. Я на днях знакомого артиста встретил, а он мне сказал, что Варя... То есть, Варвара меня искала. А знаете что, Дима? Оставайтесь у меня. Оставайтесь. Поможете мне на рынок сходить, а я вам торгов напеку. Все, договорились. Оставайтесь. Юр, пойдем. Ну что? Пой. Пой. Пой так, чтобы солнце взошло. 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 Ура! 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 Пой так, чтобы солнце взошло. 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 Откройте! Откройте, пожалуйста! Уйди! Убирайся отсюда! Откройте, пожалуйста! Тише! Что шумишь? Открываю! Я прошу тебя. Кеша, ну, послушай, ну, пожалуйста… Ребята, не отставайте! Идем тихо за Александром Владимировичем. Быстро по палатам. Раздеваемся, умываемся и спать. Быстро! Так, через пять минут всех проверим по палатам. Добрый вечер. Здравствуйте. Я уже ничего не понимаю. Слышите, ты что, лебезая, это, ты не понимаешь, кто я? Ты не понимаешь, что мне срочно надо ее увидеть? Срочно! Что ж, дед, вопрос жизни и смерти. Не положено посторонним. Я сейчас милицию вот позову, зови, позову. А это кто это у нас посторонний? Так сидись, Миша. Вася! Ты хоть понимаешь, что перед тобой стоит? Это же сам Евгений Синельский, композитор. Утихо. Ну, простите, но не ждали. Вася! Слушай, мне нужна Варенька. Да? Ва… Э… Волгина, Варенька. Волгина, она концертмейстер в хоре Игорячо. Слушай, я ее сегодня встретил случайно, когда они пели… Как… А ты понимаешь, когда они пели в церкви? О, да… И выпустил я ее. Простите. Где они пели? В церкви. Она, как ангел, просто спустилась, а я упустил. Евгений Вадимович, дорогой, у меня пивко есть холодненькое. Да? Нет, Варенька. Вареньку найдем, сейчас пойдем, идем. Композитор. Ну а ты что здесь сразу дадут делать? Уезжай отсюда. У нас режим. Черти за мной. Варенька. Эх… Ух-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ой! Оликсурга-царь – морской! Поприветствуем наших гостей и композиторов Евгения Владимировича Синельска и Петра Ивановича Войска Сегодняшнего дня им присваивается почетное звание Орлята и друзья Орлянка Ура! Ура! А двося за двоих Спасибо большое, ребята Мы с Евгением Владимировичем постараемся оправдать и, так сказать, не уронить высокое звание Орлёнка! Варенька, ну, наконец-то, вы мне нужны, нужны как воздух, как солнце, как морская вода А где же медузы мои, малевазины? Вот они! Выпьете мои, не спидай, Варенька Здравствуй, царь морской! Мы здесь! Ай, молодцы! А звезда морская? Я здесь! Вот она красотка! А не видели ли вы их, где доченьку мою? Принцессу морскую! Нет, не видели? Нет! Я здесь, папочка Ать ты, прохазник, не обманешь! Ха-ха-ха О, вижу, вижу, вот она, доченька моя, красавица Наятки, охотушки! Варенька, давай сбежим отсюда, а? У нас сегодня в пансионике ВТО грандиозное безобразие Вы будете моей... Я не буду вам никем! Пожалуйста, не приходите сюда больше! У нас сегодня в пансионике ВТО грандиозное безобразие Тула Пан Америкин Тула Пан Американ Б goggles Есть сал對啊 rock-and-roll tizable rock-and-roll Русалка царевна! А, красиво! – Мирочка, прошу! – Если я русалка, то ты не втул. Согласен. Согласен. – Мирочка, прошу! – Согласен. – Может, писика с мамой, с мамой поучим, поучим. – Здорово! – Здорово! – Дикан напишу вид! Сам дикан говорит. Неприглядно ученье картина. А теперь я хочу купаться в бандане, в лунном свете. Так, пошли-пошли. Давай, давай. Неприглядит. Че случилось-то? Профессору плохо. Глаза закатил. Стал тяжело дышать. Давай, 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 родная. А потом еще и захрипел. Наденька, надо спасти, спасти старика. Надюша, Надюша, давай постарайся. Да-да-да, я поняла, поняла. Егорьевский. Записала, Егорьевский. Постарайся с кем-нибудь связаться. Интернат. Обязательно, обязательно. Адрес скажи мне, какой адрес? Что-то случилось? Беда. Девочка, Юрина, вы деда Петра Ильича. Родственники в дом престарелых сдали. А там кошмар, ему не вырваться. Надо что-то придумать, чтобы его вытащить оттуда. Ну как я пока ума не приложу? Это чем надо было думать, чтобы потащить советских пионеров? Петь в церкви нормально, да? Я хотел показать ребятам, как звучит духовная музыка при правильной акустике. Духовная музыка. Да будь моя воля! Вас, вместе со всем вашим хором, да через пять минут не было бы в Орленке. Но вы, к сожалению, уже заявлены в завтрашнем финальном выступлении. Перед иностранцем. Да уйдите вы! Мы готовы к выступлению. Мы будем петь погоню. Погоню? Ну, хорошая песня. Вы что, это серьезно? Да. Из вас никто правду не читает? Да, разрешите? Разрешаю. А что там? А там автор стихов, вот этой вашей погоней, не подписал письмо против этого академика-чепенца. Да, петь нельзя. Значит так, для вас написана новая песня. Завтра исполните. Все. О! Уфина, Надежда. Спасибо. Спасибо. Значит так, либо мы поем то, что мы выучили, либо мы не поем ничего. Александр Вадимович, ну… А вы завтра можете ничего не петь, а дети ваши споют как миленькие. Гена, скажи своему дирижеру, если он сейчас не передумает, он может считать себя освобожденным от занимаемой должности. Хорошо. Так, вы, кажется, тоже хармейстер. Извините, я без указаний Александра Владимировича с детьми репетировать не буду. Извините. Извините. Он не может просто взять и уйти. Как же ребята? Мы несем за них ответственность. Как же хоро, что мы будем на конкурсе исполнять. Александра Исаковна. Что? Нет, все нормально. Хорошо. Что-то мне нехорошо. А что вы мне предлагаете? Врать детям? Я вам предлагаю спасти хоро. А иногда можно и смолчать. Ну, ради дела. Слушайте, мы вот через три дня вернемся в Москву, до этого выступим. Ну, я все решу. Я верну Грачева, не волнуйтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Судя по кардиограмме, у нее это не первый инфаркт. Сердце работает на предельных оборотах. У нее что, работа нервная? Очень. Она хормейстер. А где Александр Владимирович? Он заболел, но просил меня… Александра Исаковна тоже заболела? Это правда? Да. Да, ребята, это правда. Александра Исаковна заболела, и она в больнице в тяжелом состоянии. Как это? Ну, как это? Мы же не хотим их подвести, а, ребятки? Ребята, вам выпала большая честь представлять нашу страну на международном фестивале в Орленке. Да. И специально для вас была написана прекрасная песня «Не подведите». И у нас всего один день, чтобы ее подготовить. Поэтому соберемся, не подведем, не подкачаем. Так, ребята, прекрасно! Ларионов и Соловьев – солисты! Девушка, пожалуйста. Ну что, с текстиком? Так! Подвела я вас там. Александр Исаковна, не подвели на меня. Не подвели. Наоборот, без вашей поддержки, без вашей заботы. Хор давно бы пропал. Ну, а как иначе? Хорует моя жизнь. Как я люблю. Наши руки. Ну, что вы правы, Александр Исаков. Вы лучше поздоравливайте. Побыстрее. Ну, право. В сентябре новую программу начнем. Я здесь перед отъездом был в библиотеке Юргенсона. Слушайте. Все гениальное просто. Пергалезе. Стабет матер. Час выгонят. Час просто выгонят. Что вы как маленький. Хорошо, хоть на день рождения пустили. Вот. Кешка, давай тут присядем? Я купила тебе здесь всякое вкуснятины. Курабье. Твое любимое. Тот еще конфеты, казинаки. Ты же любишь? И фрукты. Виноград сладенький. А это... Смотри. Подарок. Сказали настоящий. Морской. Ну? Кеш, я... Я так надеялась, что тебя можно будет забрать хоть на пару часов, что мы погуляем с тобой, на пляж сходим и скупаемся. Но, оказывается, нельзя. Я так думала, что мы пикник устроим. Где? В твоей ласточке? Ты что, не понимаешь? Теперь все знают. Знают что? Что? Что я больше не хочу притворяться и врать? Что я две недели мыла грязные котлы и кастрюли, чтобы купить тебе это все? Или тебе мама только с маникюром нужна? Ну, извини. Я ушла от твоего отца. Навсегда. И мне нужна была работа и жилье. Здесь. Поближе к тебе. Фрукты помой, как следует. Иди отсюда! Не положено тут лежать, скотинам всяким! Иди давай отсюда! Иди! Иди отсюда! Кому, говорю? Ну? Ну, я не знаю, что с тобой делать, а? Ты посмотри, какой бремый! Послушай, я тебе последний раз говорю… Ставьте в покое собаку. Пойдем, паразит. Следующий. Дубинина. Так, Дубинина, держите. Следующий. Товарищи, с добрым утром. У меня прекрасная новость. Так, не останавливайтесь. Сегодня нам всем придется лечь спать попозже, потому что в качестве шефской помощи к нам с концертом приезжает солист московского театра «Беретты». Гад, куда баяк делал? Убери руки, гад, я говорю! Ты исчел, гнида! Я знаю, куда делал! Гриша! Куда делал, говори! Гриша! Гриша! А кто-то не хочет пойти на концерт Дмитрия Хавьера? Где? Кого? Криша! Кого? Дмитрия Хавьера! Извините радио, извините. Ну то-то же, чтобы тихо мне! Гриша, почему я тебя никогда не могу дозваться? Я тебя ровну, чудо твою мать! Почему я так все делаю сама? Дядя! Сколько можно звать тебя? Следующие руки протягиваем. Не задерживайся быстрее! Андрей! Идите в артистку. Ты что? Это не какой-то артист. Это какой надо артист. Мужики, бежим сегодня. Салют! Здравствуйте! Ну что, пионеры, готовы? После немцев мы! А нас пустят к Александру Владимировичу. Ну, хотя бы его навестить можно? Навестите-навестите, я что подумал. Ну, вы, ребят, талантливые, не глупые? Должны понимать, что с Грачевым вам ничего не светит. А мы в сентябре едем в Турне по странам, сэр. Вы сначала выиграйте, а потом говорите. О! Эх, пачанка, ростовчанка, Наша гордость и краса! Увременная пачанка, Все четыре краса! Спасибо, Геннадий Антонович! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты же понимаешь, что Грачев не болен? АПЛОДИСМЕНТЫ Они нас обманули. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Ты сможешь быстро найти Игорячева? Попробую. Они исполнят всеми нами любимую песню «Солнечный круг» на немецком языке. «Солнечный круг» Вадим Игоревич! Пап! Я на минутку к сыну. Давай. Простите. Пап, пап, привет. А я хотел тебе сюрприз сделать. Ну, с днем рождения! Подарок в машине. Отлично, пап. Тут такое дело. Послушай, мне тут... Сын, это ты меня послушай. Я ведь специально прилетел за тобой. Через месяц мы должны быть в Лондоне. Билеты я уже купил, так что отпоете, собирай вещи и пулей в аэропорт. Лимузину рчет у подъезда. А как же мама? Мама, мама в Москве ждет, на чемоданах. Вещей набрала кучу. Я говорю, ну зачем столько? Там все купишь. Нет, говорит, нет. Пап, послушай, тут такое дело. Ты должен нам помочь. Че тебе? Простите, а Грачев не выходил? Грачев? Грачев. Ты тут сегодня целый день шастает. Туда-сюда, туда-сюда. Всех не упомнишь. Ну что, Юра, спели про мальчиков и про девочек? А? Нет. Нет. А что так? Мы без вас ничего пить не будем. Они погоню запретили. Слышал? А мы что, кроме погони ничего не поем? А теперь в исполнении московского детского хора прозвучит новая песня. Сколько нас. Соловьев где? В туалет пошел. Марионов, поешь один? Что у вас происходит? Сейчас. Сейчас все будет. Аппинсье росолёли драты, Вот и поза цикли, я пока не понимаю. Аппинсье росолёли драты, Аппинсье росолёли драты, А это что такое, Геннадий Антонович? Что это такое? Что они поют? Широка страна моя, родная на итальянском языке. Хор из оперы Набука. Мощная вещь, мощная. А твой-то сын где? Кто ж его знает? А что, мне нравится? Могу когда захотят, слушанные итальянском впарят. Наша земля, Великая наша земля. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok По просторам и конечно припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора Спой-ка с нами перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка, будет елочка Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка Раз словечка, два словечка, будет песенка Субтитры создавал DimaTorzok И конечно припевать Лучше хора, лучше хора, лучше хора, лучше хора А браво фигуро, браво брависсимо, а браво фигуро, браво брависсимо А де фортуна, а де фортуна, а де фортуна, нуманкера Хватит тебе жрать Митяй, пара Митяй, мне поможешь, да? Митяй, мне поможешь, да? Митяй, мне поможешь, да? Браво, браво, какой голос, золото прям, браво Спасибо, спасибо Хлопаем, хлопаем Спасибо, товарищи Свой небольшой концерт я бы хотел закончить военной песней И надеюсь, что споем мы ее все вместе Певцы-то у вас найдутся? Ну, таких, как вы, конечно Ну, а наш Петенька Любимов Он и поет, и на гармошке играет Очень приятно, Петр Ильич Прошу Спеть-то оно, конечно, можно, но инструмент мой в ремонте Люба, принеси А что? Петь будем? А что, если дорожку фронтовую? Дорожку фронтовую? С удовольствием Через горы, реки и долины Сквозь фургу огонь и черный дыр Переходим сразу после концерта Сзади через балкон Объезжая мины По путям дорожкам фронтовым Ну, фото для газеты Молодые советские инженеры На политинформации радио сфор Ну, заткнись Все возможности для потомков Только бы не расстроить своего путлого существования Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара Эй, ну, стой! Отстань! Погоди, погоди, погоди! Ну, куда? Ну, что ты жал? Мне что-то поинтереснее Дай, дай, дай Ё-моё! Тут глушит гады Ладно Катюш, отнеси папе Угу Ну, что, давай наливай В общем, надо будет найти полный текст Называется «Жить, не положи» Ай, молодец Ну, правильно, конечно Попрятал все по нормам Мои хады с краю Как, суслики, попрятались Наливай Это мне? Ну, что, Вертой Позвольте вас, так сказать, пригласить Господа Этс вам не резкинка Открепить Папа, ну ты, если хочешь курить, кури Дай Ты из-за нее такой Слушай, кошка, когда ты успела так возрослечь? Пап, ты прости меня Я просто думала, что ты с мамой еще Папа, я дам Папа 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 Все проходит И это пройдет Ну, нет, это неправильно. Она здесь. Я ее видела. Только она просила ничего не говорить. Где она? Она работает уборщицей в «Шашлычной ласточка». Жор, отдохни! Я отдохнул уже! А мы вот вас возьмем и не отпустим. Ну, в кои-то веки к нам такой артист приехал. Ну, что же вы даже чаю с нами не попьете? Пирожки горячие. Тортик, сказка свежий. Ненадолго. Мы вас очень просим. Пирожки, говорите? Заманчиво, конечно. Ну, ладно, уговорили. Как говорится, споем в узком кругу. Только, девушки, давайте так. Можно я вот у вас с папироску стрельну? И пойду покурю на балкончике. А потом сразу к вам. А мы пока чайничек подвеселим. И цветочки, прихватите, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. А вы быстренько потом ко мне. Там в кабинет в конце коридора. Гриша, возьми у артиста гитару, отнеси в мой кабинет, чтоб он от нас не сбежал. Я не сбежал. Справитесь? Думаю, да. Динка, а с тобой можно в разведку идти? На Джорди лежите. Все в ажуре, все в ажуре. Мы без арматора моем. Ручонки все помнят. Ну что, документы у нас? Все. Отлично. Петр Ильич, там в начале главной аллеи будет ждать Ольга Ильинична. В начале? Да. Вот родясь, у нас никаких концертов не было. А тут прям большой театр. Чего? Творцкий. А? Слушай, Саранча, давай так. Ты нас не видел, и мы тебя не видели. Идет? Послушайте, товарищи. Ты кто, кто товарищ? Тише. Это недобитая в охре, товарищ. Еще раз вехнешь, я тебе юшку курну. Ну, все-все, обратнички. Давайте-ка собирать фаныи. Ну, дела. Возьмите. Спасибо. Рухиночка, можно? Можно. Спасибо. Сегодня это детский хор под руководством Александра Грачева. Я не устаю восхищаться вам. Отчаянный вы руководитель. Ферди. Александр Владимирович, спасибо. Пригравляю. Хор рабов, евреев, оставших против власти. Это смело. Хор кого? Хор? Кого хор? Рабов, евреев? В детали известному журналисту Массиму Жиротти. Прошу, пожалуйста. Спасибо. Ну, что сказать? Браво, брависсимо, маэстро Грачев. Ваши коры пьет эта сложная музыка, верно? Просто потрясающе. И еще раньше в церкви дети пели... И откуда спрашивается, они это знают? И вот этот мальчик, солист, он пел как ангел. Аплодисменты. Прошу вас. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо, товарищ Джиротти. Быстро пойте что-нибудь наше из советского репертуара. Ну, погоня из «Неуловимых». Прекрасно. А теперь, дорогие друзья, наши победители исполнят любимую всем песню кинофильма «Неуловимые мстители». Ну, они у меня споют, еще и попляшут. А где твой герой-то? Солист, а? Где сын-то твой, а? Самому интересно. Извините, я сейчас. Хороша песня. Усталость забыта, колышется чад. И снова копыта, как сердце стучат. И нет на погонях, гори, но живи. Погоня, 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 погоня горячей крови. Погоня, 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 погоня горячей крови. Куда? Да пропустите, я срочный вызов. Знаю я ваши срочные вызовы. Разъездьтесь, поесть покойный недодорок. Погоня, погоня, погоня горячей крови. Погоня, погоня, погоня горячей крови. Лариса! Кого там принесло ее? Лариса! Какой Лариса? Нету, нету тут никакой Ларисы. Да он врет. Добрый. Эй, тихо! Мама, мама, вызывай милицию! Успокойся, она уволилась и ушла. Да, ушла. Откуда я знаю? Ты вообще кто такой? Я муж ее. Слушай, взяла вещи, взяла собаку и ушла. Гамли! Гамли, дай тура! Кать, пошли. Ура! 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 Оля! Оля, мы здесь! Быстрее, быстрее! Да шевелись ты, скорейся! А-а-а! Удачу, поверьте, и делай с концом. Да страсту нет ветер, по горым лицом. И нету, поверьте, кори, поживи. Согоня, 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 Для мячей крови. Ура! 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 Ну, че, а-а-а-а! Ура! Ура! Тревога, пригнись! Ура! Пожить! Отбой тревоги, проезжали КПП! Ура! Согоня, 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 с flight relief! Т apareч Грачев, вы несете ответственность за детей? Несу. Только Кеша ваш сын, избежал он после вашего приезда и после разговора с вами. Мы с вами еще поговорим, но не здесь, в другом месте. Вадим, не нам всякого. Да ладно! Найду я этого пацана. Видишь, всех на уши уже поставил. Уверен, что это дело одного-двух часов. Так, нам надо поговорить с ребятами. Так идите и говорите. Можно вас на минуточку? Что еще? Что? Ну говорите уже, говорите. Это может быть не мое дело, но здесь... В поселке ваша жена работает. Мама Кеша, может быть, мальчик к ней побежал? Мама! 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 Мальчик, ты чего кричишь, а? Ты не видишь, написано, санитарный день. Кафе закрыто. Все. Ларису Сергеевну позовите, пожалуйста. Я ее сын. Мама! Не кричи! Нету ее, уволилась она. То муж, теперь сын. Какой муж? Подождите. Тикарь бородатый, вон там на диком пляже живут. Там и мама, и папа, и все остальные. Иди уже отсюда. Словно в степи сосна, словно в году весна, нету другой порой. Иди к тете Верить, я сейчас подойду. Андрей! А, нет ее нигде, я полпоселка обошел. Пошли. Куда? Пинкертон. Куда? Пошли, пошли. Куда я пить хочу? Подожди. Пробежимся. Вот я в этом деле. Геша, давай рассуждать логически. Она могла улететь в Москву? Могла. А сын-то ее здесь, в Орленке, правильно? Тогда почему она работает в этой, в этой, в этой жуткой шашлычной? Почему она не живет в санатории или пансионате каком-нибудь? Значит, от мужа она ушла? Или я с ума скажу? Ты, ты можешь мне объяснить что-нибудь, старик? Куда мы идем? Как думаешь, Ветров, зачем человеку нужны друзья? Зачем? Угощайтесь пирожки сама на петла. О! Ха-ха-ха-ха! И чай! Хозяйка! Ну, вы даете деды. Ольга Евгеньевич, ну куда едем? К вам? Конечно, ко мне! Чего тебе? Ты к тебе, всю эту араву к тебе, о чем ты думаешь-то? Нет-нет-нет. Все, мужики, давайте думайте, куда ехать. Бери. А, Федя, так у тебя ж дом в Федорина. Был? Что значит был? А сколько я там не был? А кто его знает? Да ладно тебе, Куркуль, все орим. Едем в Федорина и все. Лариса! Лариса Сергеевна! Больше не могу служить. Мама, собирай вещи. Это не дом, а проходной двор какой-то. Я вам сейчас такой Ларису покажу. Ларионова Лариса Сергеевна здесь? Я ее муж. Еще один муж. Скресим наши шпаги не ради отваги, а ради дружбы в нашем отряде. Друзья, давайте-ка. Минутка соцарта. Пожалуйста, сюда. Сильман, скажи, кому памятник-то у тебя? Может, это я? Нет, Жора, для этого нужно создать что-нибудь бессмертное или стать бессмертным. Это аллегорическое олицетворение хтонического ужаса. Я! Вера, товарищи! Хтонического! 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 Товарищи! Только шокируй зрители! Товарищи! 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 Не поймите! Это же преодоление! Старики, соцсоцарта! И что любить? И... Батюшки, а где ты ее нашел-то? В море, что ли, было? Нет, в парке на лавочке. Шутник. Ребят, это моя Лариса. Здрасте. Здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Ну, что застыли? Сильно, давай! А кровь была! Смотрим! На сайте пограды! Внимание, внимание! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Три, два, один! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у! Ребята, кажется, нас сейчас будут арестовывать. Это будет прекрасный хэппининг. Подруга, давайте на другую. Уходите. Мы разыскиваем некую Ларионову, Ларису Сергеевну. По нашим данным, она находится где-то здесь. Товарищ старший лейтенант, вы понимаете, мы рады бы вам помочь, честно, но вот, к сожалению, Ларисы у нас нет. Есть вера, надежда, любовь, Ленин, партия, комсомол, мир, труд, май, есть. Выбирай. Так, хватит здесь Ваньку валять. Обыщите здесь все. Есть. А на вашем месте, граждане дикари, я бы убрался отсюда поскорее и мусор с собой забрал. Это произведение искусства. А мусор тут один. Чего? Понятно. Гражданин, вы арестованы за оскорбление и за хулиганство. Так. Руки, 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 руки. Во-первых, это вы оскорбили мое произведение искусства. А во-вторых, бегаю я быстрее, чем вы… Вставай, вперед! Вставай, 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 вставай! Александр Владимирович, там Кешку вернули с милицией, я видел. Я знаю. Они сегодня первым рейсом летят в Москву. Но он не хотел ехать с отцом. Это… Это дело семейное. Семейное? Значит, пусть человек пропадает, да? Кеша, ты не мог не заметить, что в последнее время наша мама себя как-то странно вела? Ну, скандалы, истерики, история эта потом сорвалась, уехала сюда. Я думаю, что болезнь начала прогрессировать. Тебя не удивило, что наша мама, которая ни разу в руках тряпки не держала, устроила здесь посудомойкой в какой-то клоповник? Это лечится? Я консультировался со специалистами, они говорят, что все возможно. Я устрою ее в лучшую клинику. Ну, а с Ветровым она тоже из-за болезни. Понимаешь, сынок? Может быть, ей кажется, что они все еще школьники. Я не знаю. Сын, я обещаю тебе, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Поехали домой. Пока, Соловей. Хорошо поешь, Соловьев? Так, осторожнее, осторожнее. Вот сюда. Осторожно. Ну, что, алмазно? Иди, 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 шагай. Дай сюда. Батюшки мои, глазам своим не верю. Цветков. Федь. Федор. 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 Живой. А ты что мне сделаешь? Господи, я думала, воры. Какие воры? Все свои ребята. Живой. Ну? Ну, Ленька-то, племяш твой, а? Да. Чего, Ленька? Да поразит. Он же сказал, что ты в больнице зимой помер. Ленька? Да. И бумагу нам показывал. Так мы тебя тут и отпеть успели, и поминки исправили. О как. Ну, считай, что я с того света явился проверить. Мадам, я прошу прощения, а могу я воспользоваться вашим орудием? Топором. Да. Благодарю. Благодарю. Ага. А это что за люди-то? Артисты. Ну? Ну что, гости дорогие, чем богаты? Что делать-то будем? Что делать? Жить помаленьку. Ну и ладно. Дороги назад у нас нет. Это точно. Идти нам некуда. Нигде нас никто особо не ждет. Так что, мужики, остаемся здесь. Милости просим. А что приуныли-то? Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины по путям, дорогам фронтовым. Дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь до нас в Берлину, между прочим, был, друзья, не легок и не спорный. Так... Шли мы дни и ночи, было трудно очень, но баранку не бросал шоферник, будь хороша, фронтовая, да не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским людям Путь до нас в Берлину, это песня малость не в намек. Мы ж не позабудем, сколько жить не будем в фронтовых изъезженных дорогах. Путь дорожка фронтовая, не страшна бомбежка любая. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Вот так! Вот за это и выпьем? Давай! Проходите! Алексей Петрович! Профессор! Садитесь с нами! Садитесь! Сейчас мы вам нальем! Это чтоб я зацепил столом с этой гнидой! Митя! Ну, кончайте дела, а! Мы что, нелюди, что ли? Действительно! Леша! И поешь! Как следует, наконец, поешь! Вы абсолютно правы, Петр Ильич! Кто не желает поднять упавшего, тот падет сам! Ребята, чемоданы... Йорка! Славьев! Осторожно! Привет! Привет! Ты откуда здесь? Где Ларенов? Кешку забрали уже. Его отец увез. Как увез? Куда в Москву? Ну, поехали! Меня его мама послала. А, слушай, тогда передай ей, что Кешка не хотел с отцом ехать. Он сбежал, его с милицией искали. Ночью нашли и сразу его увезли. Передашь? У нас что такое? Угу. Что здесь у нас происходит такое? Контакты с посторонними запрещены. Она не посторонняя. Давай иди в автобус. Твои сейчас уедут без тебя, а потом будешь бегом догонять. Пока! Давай, давай. А вот вам озончик. Я пролетаю. А мы сейчас раздуплимся. А мы сейчас тебя, Николай Николаевич, зарыбалим. Кать, ну ты не слышишь, я тебя кричу, кричу. Ну, мам, ну Маш еще не звонит. Маше тоже обедать надо. Пойдем. И Маша пойдет обедать, и мы пойдем обедать. Все уже готово. Давай. Ну, вот. Твой ход. Ага. Эй, твой. Я, 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 я. Я наружу. Какой ход? Понял? Ну, здоров. Как отдохнул? Нормально. Мы на конкурс ездили. Выиграли. Давай. 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 А я на сборах был. Нас там горыноч на смерть гонял. С утра четыре километра, потом завтрак, тренировка, обед, тренировка, а вечером футбол до потери пульса. Не море, конечно. Ну, зато не жарко. Ну, да. Вы, говорят, переезжаете? Ну, да. В трехкомнатную. Зекинска. Отдельная квартира. Комната своя. Ну, да. И этот, мамкин с нами. Скоро едете? Скоро. Мать уже собрала все. Сейчас деда из санатория дождемся и приезжаем. Из какого санатория? Он же в этом доме специальном для стариков. Оттуда обратно не едут. Да это Зоя по всем разболталась. Наша бабка теперь тоже каждый день ноет, что ее того сдадут. Боря старался. Он устроил его в лучший санаторий. В дом престарелых? Там встретил своих друзей и решил остаться. Я вам что, железная, а? Пошел с утра до ночи. Не спамши, не жранши. Я же стараюсь, чтобы вот все, как у людей. Люстру с весельками купила. Ну иди визу своей люстрой. Что? Что ты сейчас матери сказала? А ну-ка иди сюда, поганец! А ну-ка иди сюда, поганец! Нет! Бабушка, я дома! Варенька, это ты? Я, Марья Дмитриевна. А вы не знаете, где бабушка? Так она, это, Оля, уехала. Как уехала? Куда? Так они сказали, что уедут, но куда не помню. Этот еще наряжался. Часа два из ванной не вылазил. А за воду-то мы поровну платим. Подождите, кто он? Мужчина, пожилой такой, с палочкой, да? Нет, молодой, симпатичный. Пришел как-то ночью, ну и жил тут. Как жил? На раскладушке. Раскладушку все таскал. Ничего не скажу, обходительный. Картошки принес, луку с базана. Ничего не понимаю. Вот бабушка. Неужели нельзя было сообщить? Так она звонила. Звонила. Сказала... Че сказала? Марья Дмитриевна, дорогая, пожалуйста, вспомните, что она вам сказала. Не помню. Вот не помню совсем. Ну, пожалуйста. Я ж тебе сказал, не положено. Давай, давай, марш отсюда. У меня здесь дедушка. А у меня бабушка. Топай, топай. Юрец. Иди сюда. Чего? Угу. Ну, ты видишь, как голова. А то. Куда теперь? Ну, он туда пошел. Проходим. Проходим, товарищи. По одному. Не толпимся. По одному. Не создаем помех движению. Давайте, давайте, давайте. Поживее. Вперед, товарищи. К светлому будущему. Давай. Волоскова. Ну, давай, шевели поршнями. А то я не вижу. Лежала бы, если не можешь. Давайте, давайте, товарищи. Поживее. Товарищи, у вас час. Кто не успевает на обед, тот у нас нагуливает аппетит до ужина. Где, да нет, нигде. Ну, где он? А вдруг он? Пошли спросим. Здравствуйте. Здравствуйте, мальчики. А, простите, вы случайно не знаете Петра Ильича любимого? Петеньку знаю. Так улетели они, птички наши. Как это улетели? А куда улетели? Понятно, куда. Полетели солнышку радоваться. Жизни свободны. Птички наши. И Петенька с ними. Спасибо. Два томатных и пломбир. Ты точно мороженое не будешь? Да нет, нам уже нельзя. Певец. Держите. Вам. Где ж детство, а? Там. С кем он в последний раз общался? Да. Точно. Нас дужки же нет, да? Все, не знаешь, как без дужки звонить? Подержим. Учись, салага. Да, бабушка. Да, здравствуй, Юра. Что-то случилось? Подожди, ничего не понимаю. Как сбежал? Ты где, Юра? Ты можешь сейчас ко мне прийти? Все, я тебя жду. Ну, бабушка, где она теперь? Ой. Горе луковая. Горе. Точно. Оля, когда звонила, я еще подумала, стихи такие есть. Детские. Ну, этого, он еще про умывальник написал. Корнея Чуковский? Да. Да, правильно. Вот, Корнея Чуковский. И еще у него есть это стихотворение про старушку-то с тараканчиками. Федорина горе? Федорина горе, да. Федорина. И что? Деревня. Вот Оля когда звонила, сказала, что туда уехала. И просила тебе передать, чтоб ты не волновалась. Федорина, значит. Нет, ну каждый раз прошу забирать вовремя. Как будто только им надо домой пожрать купить. А я как выбираюсь отсюда, все уже закрыто. У тебя уж последняя осталась. Ну так беги, я ее, если что, в круглосуточную. Ирина Федорова! Ой, простите. Нас меня задержали. Да чего уж там. Свеженькие, тепленькие. Спасибо. Наташ, ты чего сидишь? Мама пришла. Наташка, давай собирайся. Никуда я не пойду. Мы с Андрюшей в круглосуточной группе переночуем. Наташ, ты чего? А ну собирайся, иди к маме. А и пускай остается. Мы завтра в новую квартиру поедем. Она пусть здесь сидит. Пошлите. Дмитрий Хосеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Варя. Дмитрий Хосеевич, здравствуйте. Здорово, Юрка. А где дед? А вон он, Юр! Эй, Юрка! Дед! Юрка, здравствуй, дорогой. Ай, ну ты смотри, вымахал как, мужик он стоящий. Как я по тебе соскучился. Дед, так вы что, сбежали? А как ты думал, конечно, сбежали. Вот, в такомся, вся наша шайка-лейка. Вот, профессор, он у нас главный. Да. Это Митяй, это Леша Саранчук. Это дядя Федор, я о нем тебе много рассказывал. Раз желаю! А это внук мой, Юрка, певец молодец. Вы, значит, тоже принимали в этом участие? А что, мы снова на «вы»? Варя! Бабушка! Ну как ты могла, я же волновалась. Ты бы хороший, ну прости. Спасибо вам. Здрасте. Спасибо, здрасте. Дорогие гости, замечательно, что вы приехали. Отдохнете и поможете. Так что, давайте, подключайтесь. Ага. Смотри, Юр. Ольга лично в райцентр собралась. Таблеток там, лекарства какую-то купить. И харчей. Вот, поедешь с ней, и поможешь, как мужчина, с сумками, там все. Да? Говорили. А вы, молодые люди, идите-ка на рыбалку. Да, да. Я там удочки старые нашел. Возьмешь, червей накопаешь и вперед. Дядь, давай лучше я на рыбалку. Давай, Соловьев! Приказы не обсуждать! А что вы, с рыбалки без рыбок не возвращал меня? Да. Да. Вот тут комната Соловьевых. Нина, к тебе. Проходите. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Нина Петровна. Соловьева. Да. А что случилось? Как же так, Нина Петровна? И не стыдно вам? Двое детей. Отец – герой войны. Характеристика с хлебозавода пришла положительная. А вы, какая-то, извините, кукушка. Семьи чужие разрушаете. Детей малолетних отца лишаете. Значит, свою семью не уберегли. Развелись. За чужую взялись. Какую семью? Какую? Крепкую. Советскую семью. Семья Калины. Бориса Николаевича. Жена. Двое сыновей. Четырех и шести лет. Проживает в городе Рязани. Улица Липкнахта. Дом восемь. Вот, к нам пришел сигнал на автобазу. От законной супруги вашего, извините за выражение, сожителя. Ну ты, профессор, сколько их языков знаешь, а? А по-нашему так и не научился разговаривать. Все бухтишь, туманишь. Ты калекай по-простому. А то у нас на зоне, знаешь, с такими что? Волохали, да, гвоздырили, христосили. Жалели по зенкам, да, по чердаку гладили. Так что ли? Ты что? Тоже чалился? Пятьдесят восьмая. Часть вторая. Десять лет у свимлага, Митенька. От звонка до звонка. И молчал. А? Ну ты знаешь что, я тут без тебя справлюсь. Ты иди. Иди. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. А цари земные принесут в него славу и честь свою. Ха-ха. Здравствуйте. Здрасте. А это что такое, а? Эй, вы, убирайтесь отсюда. Это наш дом. И участок тоже. Приобрели на законных основаниях. Граждане, покажите мне документы на этот домик. Какие у них документы? Не цыть, босявка. Ленечка, здравствуй. Не узнаешь? Племянничек родненький. Не узнаешь дядька родного? И похоронить успел, и дом продать, и не узнает. А племянничек, а? Вот молодец. Че задергался? Ну это мой, это мой дом. Да ну. Спасибо. Вот у меня дарственная, дарственная. А кто тебе дал эту дарственную, радость твою? Я по закону имею право на это имущество, я не знаю этих людей. Я тебя, гаденыш, сейчас за твои слова и за дела твои, я так сейчас скудил. Все по закону здесь, это по закону, понимаете? И по закону, и по совести, и дом мой, и земля моя, пока я живой. И без его, ведомо, сюда никто не сунется. Это ясно? Извините, сейчас все будет хорошо. Присядьте в машину, я вас очень прошу. Сейчас все решим, сейчас, сейчас все решим. Весь вопрос решен. Садись. Давай, 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 давай. Убит папа! Племянничек! Отпадут, а? Как я могла подумать, что ты... Все забыли. Слушай, я, я очень хочу, чтобы мы были вместе и никогда не расставались. Там, кажется, плюет. А мне все равно. А если мы ничего не поймали? Ты что, правда думаешь, что они нас сюда за рыбу отправили, да? Зря они, звери. Держите. Не буди лихо, пока она тихо. Дождемся. Все будет. О! О! Ну-ка! Я же сказал, вернусь! Сейчас я вам устрою. Хотели похоронку? Вот уже увидели. Видишь? Видишь? Не, ну ты видишь? Ну давай! Дави! Рабоньки, вы поглядите, а? Ага! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ах ты, скотинюка неблагодарная, а? Заживо дядю покоронил, а сам? Да чтоб тебя на том свете черти на сковородке без масла жарили! А ну-ка! А ну-ка, Михей, сворачивай назад! Я вас предупреждаю, если не уйдете с моей земли, сейчас вы увидите! Опять вы себе не потихоньку! Люся, успокойтесь! Умоляю вас, так же нельзя! Люся, беги, беги за Степкой! Давай, Михей, давай! Вперед! Так, бабоньки, вы в стороне держитесь! Ну что, братцы? Мы фашиста не побоялись! Нам это им врази бояться! Стыдно как-то и нехорошо! Так что? Ну! Ну дадись! Давай, Михей! Дед! Дед! Что случилось? Что происходит? Что происходит? Вы что-то стоите, сказал он же, поедете! Что? Что вы делаете? А-а-а! Не уйдите! Не уйдите! Ладно! Профессору плохо! Профессор! Кулинарий Васильевич! Кто-нибудь быстрее! Да поищите кто-нибудь воды! Да лекарства надо, лекарства! Профессор, мне лень нет! Да, да, сейчас добавьте быстрее! Как же так? Воды! Воды! Толя, ну сделай что-нибудь! Толя, что с ним? Видите меня новое небо и новую Землю. Я чистую реку, светлую, как кристалл. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, что глаза завидют, что глаза завидют, то руки заграбют. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. ПЕРЕПЕЛКА Раз иголка, два иголка, будет ёлочка, раз дощечка, два дощечка, будет лесенка, раз словечка, два словечка, будет песенка. ПЕРЕПЕЛКА 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 Нет, говорит, мама, я после войны в институт пойду. Есть, говорит, в Москве такой институт, где на поэтов учат. Я мой. Я ему говорю, Павлуш, да много вас таких. А он говорит, нет, мама, я один такой. Мать, отец. На своем настоял. Устал? Настоящим поэтом. Да, хорошие стихи пишет. Ой, как у них там перерыв случается. Он сядет и пишет про товарищей своих и про небо. Да, и мне посылает. Вот, мам, новое стихотворение. Ну, ладно. Только маялась я. Пойду я. Спасибо. Юрочка, отнеси посуду под дом. Давай, отнеси. Хорошо. Ты, мужика, ты держись. Хороший мужик. Павлушка Сыд ее в 43-м погиб. Под Новороссийском. 20-летним. А как же она сказала, что он стихи пишет? И она ему пишет. Той почты давно уже нету полевой. Она и пишет, и пишет, и в ящик кидает. Одежу покупает ему. По моде как же. В Москву поедет поступать. 30 лет, Петя. 30 лет. Доброе утро, товарищи. Начинаем производственную гимнастику. А ты что, уже перевезла, что ли, все? Отлично. Значит, мы сегодня дома занощуем. Попробую я вот. А что у нас здесь пожрать? Ниног. Это что это у нас за концерт по просьбам трудящихся? Жители Рязани. Твои жены и детишек. Ёпсель. Ниног, так я же тебе сказать хотел. Я же почти развелся. Ну, че ты как? Пошел вон. Приживал. Нахлебник вон. Да руки-то убери! Хабалка! Дрень! Ты пойди, поищи такого! Так вот, иду на совещание к министру. И вот тебе, пожалуйста, вот. Песни свободы советских ангелов. Браво, маэстро Грачев. Всех умыл. Так это ж Массимо. Это журналист, который на концерте громче всех браво кричал. Когда грачевцы песню рабов пели. Какую песню? Хор рабов евреев. Да я еще тогда подумал. Гимн диссидентов какой-то. Что? Я? Так. Так, договор. А турне. Пострановцев и Прибалтике готов. Вася, выручай. Всегда готов. А Грачева надо за это. Чтобы ненужный резонанс был, Руфина. Надо его послать куда подальше. Вот, комсомолец, эстафету рожденных бурей, закаленных как сталь. Ты нынче продолжи, строя, Байкало-Амурскую магистраль. А хорошо было бы спеть «Табет Матер» в Риге. На Домском соборе. Это же мечта. Послушайте, а не могли бы вы выключить чайник? Показали бы ребятам Прагу. Когда? Да. В Трезденскую галерею. Когда это вы учить с ними собираетесь? Успеем. Не все ж чебураша петь. Мы не поедем, не пускают нас. То есть, как не поедем? А что я скажу Александру Владимировичу? Вы не могли бы в коридоре поговорить? На БАМ и проблемы. Ага, я поняла. Александр Владимирович, тут такое дело, гастроли наши отменяются. Ну, вернее, не отменяются, гастроли-то будут, но география, она меняется. Мы едем на БАМ. Девятнадцатого. Вот, репертуар рекомендовали. Песни новые, свеженькие, можно сказать. Песни о БАМе. Это ты, наша молодость. Или вот еще. Мы строим БАМ. Сказали, разучись с детьми. Мы же, мы же выиграли конкурс. поездку за границу. Ну, что это? Я, что ли, решил? Правление культуры. Там скандалы, жуткие. Из-за Орленка, и ваших там. Ну, сами понимаете. А на БАМе там тоже люди ждут. Ну, давайте уже съездим на этот БАМ. А то все уляжется. Что уляжется? Что уляжется? Что? Вы что, все не понимаете, что... Ничего не уляжется. Им же не мы нужны. Им нужны марионетки, куклы. чтобы можно было за веревочки нас дергать. Чтобы мы пели по команде, что прикажут. Значит, мы строим БАМ. Так же нельзя. Александр Владимирович готовился и планировал... Прекратите. Прекратите и изображайте себя пионер-вожатого. Вы же прекрасно понимаете. Если мы не поедем, хор закроют. Но это несправедливо. Нельзя так с Грачевым. Он гений, он... Он творец, он создал этот хор, он сам вправе решать, что ему делать. Гений! Творец! И вы туда же! Я с этим гением больше двадцати лет, а вы девочка! Без году неделя! что вы вообще про него знаете! Да, похоже, наша песенка спит. Ну, а почему же спе-то? Я выучу с хором новый репертуар. Я поговорю с Грачевым. Александр, пусть остынет. Я вас обожаю. Кто последний? Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Я первая. Да и обезьяна. Но зато с очень тяжелым рюкзаком. Что это? Замок что сменили? Ничего не понимаю. О, здрасте. Здрасте. Дайте вгодаю. Катюня? Я как великоды учена. Ой, красотуля. А вы... Олег Палыч, Харченко, Житомира. А вы я гляну, прям яка за открытки привет в Сочи. Так что вы? Проходьте. Проходьте. Я весьма... Так я же сей клоун. Олег Попуб. Что вы як неридны? К Калле пришли. Скажите, вещи мы можем забрать? А, та Аллася в консультацию пришла. О, так Катюня у тебя поживет. Вот это правильно. А то у нас тут месяца через три. Так как это Вася начнется? Пелюшки, подгузники вот эти вот. А ты больше братика чи сестричку хочешь? Ну, бывает. Ну, жизнь сложная штука. Бывает. А я, че, у тебя тоже вариантик наклянулся? Ну, квартира Лусечкина. Уж без обыд. А вещички ваши я УСИ собрал. Упаковал в лучшем виде. Вот я тебе окажу, у тебя пластины, книжек, тьма. На Бессарабке торговать можно. Вещи потом заберу. Ты это, только с разводом не тяни, шо при Бетеночке на мою фамилию записать. на besch Twite. П zugruly, да че все он может заполнить. Короче, поперли меня из училища. Минуточку. Почему? За что? Да не важно. Я туда больше не вернусь. Надоело. Я работать пойду. Мать крик подняла, домой не пустила. Короче, я у тебя пока перекантуюсь. Ты ключи где взял? А ты же сам говорил. Соседки на всякий случай. Папа, сожратывается здесь туго, я кушунку доел. Здравствуйте, извините, я мама Юры Соловьева. Вы ничего не знаете про Юру? Он из дома ушел. Проходите, пожалуйста. Туда? Да. Он женатый оказался. Обманул меня. Юра, ты пойми, я же для вас старалась. Думала, ну, чтоб пожить, как люди, настоящей семьей. Сама не спамши, не жрамши целыми днями. Сыночек, я перед тобой очень виноватая. И перед Наташкой, и перед дедом очень сильно виноватая. Виновата, надо говорить. Поезжай к деду и извинись. Да. Калужская область, деревня Федорина. Я поеду. Я поеду, сыночек. Вы извините, у нас ничего особенного нет, только вот печенье. Барбара Степановна, можно я пока тут останусь? Но, если вы не против, я пойду. Я пойду. Калужская область. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гулять, удалив. И все-таки, мне кажется, это как-то неудобно. Спокойно, спокойно. У Жорки явно не излишки жил площади. В Москве, понимаешь, две квартиры. Папа академиком был? Астрофизиком. Дядя академик архитектуры. Умер недавно. Оставил Жорке эту дачу. Опа! И даже дверь взламывать не придется. Алло. Алло, Кеша, мальчик мой, ты дома? Все в порядке? Мама? Да, у нас все хорошо, а у тебя как? Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Я за городом живу, в Переделкино. Дача Векслера. Запиши номер, пожалуйста. Давай лучше папу позову. Нет, нет, не надо. Мальчик мой, нам с тобой срочно надо увидеться и поговорить. Давай завтра. Ларочка, милая, как хорошо, что ты позвонила. Слава Луну, мы ужасно волнуемся с Кешей. Ужасно, ну как ты? Где ты? Что? Как ты чувствуешь себя? Ну говори. Ларочка, ну... Ой, давно пора решать. Я тебя умоляю. Ей плохо, да? Диана, ты же говорил про больницы, про врачей, про хороших специалистов. Ты только не волнуйся. Мама поправится. Все будет хорошо. Люся, ну что вы стоите в дверях? На кровати, на стол? Кеша, я знаю, как тебе тяжело. Но ты должен быть сильным. Понимаешь? Для того, чтобы ты мог поехать в Лондон, нам с мамой надо развестись. Но это формальность. Я... Я говорю тебе, что это формальность. но... поскольку наша мама нездорова, суд скорее всего, примет решение, чтобы ты остался со мной. Да. Да, сын. Держись. Держись, мой хороший. Ребята, что это такое? Надо что-то... Ну что? Ну что, как здесь, мальчик? Внимайся. Так, Вера, скажи, что это такое? Что это такое? Жизнь, как не построится. Пошли! Конечно, пойдем. Идем, идем, идем. Давай, давай, выше, выше. Лядя Коль, ты что? Ты что не узнаешь, что меня нет? Это же я. Андрей, посмотри. Смотри. Это ошибка. Главный инженер проекта, мы без него, как без рук. Андрей, все, пошли. Не положено. Ты, может, выпил вчера лишнюю? Иди, опохмелись. Ничего не знаю. Приказ есть приказ. Какой приказ? Черным по белому, Ветров, АП. Освобожден от должности. Следовательно, на территории института. Доброе утро. Попасть не может. Спасибо. Что случилось? В руках, в руках. Приказ. Бред какой-то. Чушь. Слушай, я все кручу-верчу. А не мог Ларкин муж такую подлянку устраивать? Не, не по-джентльмински это как-то. Генныч, мои имени проболтаются только. Да понятно. Не, завтра утром в Академию наук бумагу напишем. У нас без тебя вся работа станет. Вы проведите без меня пару серий, а я вечерком подъеду и сделаю корректировки по мощности. Да, и как ты войдешь? Думаю, используя квантовую телепортацию или дырку забыли. Папа! Папа! Паразитище мой. Пап, пап, смотри, какую мне школьную форму Ларису шил. Такой ни у кого нет. Катюха моя. Катюха, Катюха. Катюха, Катюха Андреевна. Смотри, дядь Ген. Да. А себе она платье сшила. Паразит. Это так оскорбительно, унизительно. Грачев, это же, это явление в современном искусстве. Он же так мечтал от... Но если вы не поедете, то хор разгонят. И ты туда же. Варь, послушай, во всяком случае, дети будут вовлечены в процесс. Мы на таких гастролях умудрялись выучить гораздо больше материала, чем в Москве. Простите, время не подскажете? Десять минут двенадцатого. Спасибо большое. Может быть, ты и прав. Пойдем. Я хотел на последнюю электричку успеть. Подожди, ты что, сегодня уезжаешь? Да, у меня завтра с утра. В общем, мы хор организовали. Мы? Ну, я и мои федоринцы. Они замечательно поют. А главное, что они чувствуют то, о чем они поют. И техника уходит на второй план. Хор бабушек. Ну, еще и дедушек. Поехали со мной, а? Дим, завтра первое сентября. Грачев взял сложнейший материал. Ну, вы же только начинаете разбирать. Аккомпанемент пока не нужен. Тем более, там Сорокина есть. Сорокина. Сорокина спела с Пасюком. Теперь ей главное, чтобы начальство нравилось. Или хор спасти. Понятно. Привет, федоринцы. Варь, ну подожди, ну… Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, помнишь, ты обещала в сапарке? Мама? Кеша, мальчик мой. Как я по тебе соскучилась? Золото мое. Ты же… Ты как? Кеша, садись в машину, пожалуйста. Что с тобой? Кеша, я прошу тебя, садись в машину. Пока. Ты что ему наговорил? Не смей его настраивать против меня. Тихо. Тебе нельзя волноваться. Люди грубые. Да замолчи ты! С меня довольна. Я подаю на развод. Здрасьте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты немного опоздала. Я подал на развод сразу, как только узнал, что ты сбежал к Любовнику. Здравствуйте, Вадим Игоревич. Здравствуйте. Интересный тип, между прочим. Это он попросил тебя в шашлычный деньжат подзаработать? Тихо, тихо. Судья дал нам месяц испытательного срока до конца сентября. На случай, если мы помиримся. Я обещаю тебе, если ты вернешься, все опять будет по-прежнему. Ничего не будет по-прежнему. На дворе первое сентября. Первый день. Даже солнце зашло на пьем. Нам пора. Сына ты потеряла. Здравствуйте. Будь, здравствуйте, будь счастлива, дорогая. Суд этого не допустит. Кеша, пересядь, пожалуйста. Хорошо, папа. Кеша. Пока, мам. Она не хочет лечиться. И я ее просил, уговаривал. Я очень боюсь за нее. Поехали. Поздравляем. Е uninобычу. Словеща, ну. Иди отсюда. Привет. Пирова. Привет, Катька! Ветрова! Воскройба, тишина! Белокопытов и Петухин, я сказала подстричься. Обросли, как Битл. Я стричься. Сели! Внимание! Это Надежда Анисимовна Сомик. Тихо! Ваш новый классный руководитель и преподаватель музыки. Чего? Эй, так не пойдет. А где наша Варенька? А ваша Варвара Степановна уволилась. Сначала распустила вас, а потом сбежала. Чего? Чего? Тихо! Неправда. Варвара Степановна не сбегала. Она работает в хоре. Воскрой! От тебя, Соловьев, я такого не ожидала. Это Юрочка, тот самый Соловьев. Солист поет. У меня все поют. Ага. Ну-ка, восьмой Б, встали, подтянулись. Дружно, хором, после вступления. Мы шли под грохот ананады, все поем. Сердце смотрели в лицо. Дружно все хором. Вперед, продвигались отряды. Сказать, подавцы, смеем, мы поем. Громче, веселее! Пусть бегут неуклюже, пешеходы по луже, а вода по асфальту рекой. Пусть бегут народу. Привет, Юр. Привет, Баранкина. Мама, смотри, Чебурашка! Да, будешь хорошо петь, тебя тоже по телевизору покажут. О, Соловей. Слушай, это не твой брательник. Голос точь-точь, как у тебя. Вам бы Чебурашку забацать. Огромный, что ли? Ты что, шалел, что ли? Да тихо. Так, вы мешаете, выйдите из коридора. Так. Извините. Петя, летка по классу скрипки. А зачем же тебе ход? Ну, я петь с самого детства мечтала, а мама сказала, что пока скрипку с отличием не закончила, петь не разрешит. Ну, хорошо, спасибо, Валера. На репетицию можешь остаться? Да, да, конечно. Слушайте. Так, следующий. Здравствуйте, ребятки. Здрасте. Товарищи дорогие, ну что же вы, время же идет. Ну, извините, мальчик. Ну, надо же нам, слушайте, билеты заказывать, гостиницу, списки детей утверждать, афиши печатать. Слышишь, время гудит. Я уже один раз сказал, что мы никуда не поедем. Александр Владимирович, подождите. Ну, я начала с детьми разучивать новый репертуар. Поедет только старшая группа. Ну, солисты. Соловьев, ну, Соловьев, Ларионов, ну, пожалуйста, это не помешает нам. Четыре недели всего. Красотища, свежий воздух. Тем более мы и там можем репетировать. Уходи, что мы основном, Александр Владимирович. Ты чего так рано? Это кто там? А какая разница? Зина? Слушай, такое дело ты не мог бы сегодня здесь, на раскладушечке? А там кто? Катя, Вера, Таня, Соня. О, здрасьте. Дверь закрой. Мы ведь, кажется, с вами обо всем договорились. Вы должны поехать с хором. Послушайте, я никому ничего не должен. Саша, ты знаешь, я всю жизнь за тебя, хоть в огонь, хоть в воду. Но если ты не поедешь с хором, я уеду. Все, Ветров, все, давай, мы сами закончим. Уходи уже. Андрей, ну правда, хватит. Если мы ее сейчас не доделаем, то она доделает нас. Так и будете работать на УДК и У2. Вера, иди сюда, следи за давлением. Ну, вроде выход готова. А где Жора? Он ушел куда-то, сказал без него не начинать, давай уже. Понятно. Гена, готов? Всегда готов. Поехали. Я на пост. Вера, следи за прибором. Стабильно, шесть ровно. Вот она, вот она, песня без слов. Вот она. Нет, нет, нет. Ребята, работали. Вот я, да. Ребята. Вот гады, а, гады, не дождались. Моцарк выпил без меня, да? Довольно. Сложили мы, а она заработала. Глазочка моя дорогая, заработала моя родная. Мы больше не будем работать. Гада, золи. Добрый день. Ветров Андрей Петрович. Да, это я. Вам придется пройтись с нами. Кешенька, семь часов, поднимайся. Локоть со стола, убери. Что ты сказал? Перевести. Ну, во-первых, тебя это не касается. А во-вторых, воспитанные люди так себя не ведут. Принесите, пожалуйста, еще одну тарелку. Мы просим передать паразию песню, исполнитель Льва Лещенко. Да. Здравствуйте, Яков Семенович. Доброе утро. Сегодня? Отлично. Ну, там все должно быть. И анализы, и диагноз. Ну, я Черепахин, во главе с Александром Михайловичем. А вечерком заеду. Вот мы назначили лечение. А вот еще один. Приходит пациент к врачу и говорит, доктор, у меня расстроение личности. Здрасте. О, привет. Вот, да послушаем, Савелик. У меня расстроение личности. Я думаю одно, говорю другое, а делаю третье. Так значит, вы, голубчик, хома советикус вульгарец. Понял, да? Ладно, я зайду потом. Иннокентий, ну ты опять вырос, а? А к нам какими судьбами? Я справку для бассейна брал. Яков Семенович, папа какие-то документы хотел забрать. Но у него совещание до ночи, он не сможет. Попросил меня. Хорошо, пойдем. Ты, кстати, как, с будущим-то определился? Куда пойдешь? В МГИМО, конечно. Молодец, МГИМО. А то давай к нам. Идет. Вианда, текущая шизофрения. Не понимаю, любовь ни с кем не считается. Ни в чем меры не знает. У нее тот же нрав и обычай, что и у смерти. Почему? Лариса, почему? Что, Кать? Тон Кихот, Санеча говорит. Катюш, поздно уже. Иди спать. Вы так не переживайте из-за Кеши. Он поймет. Папа! А где Андрей? До конца урока 10 минут. Дописывайте. Ветров, ты какую тему пишешь? Он не виноват, он не виноват, он не виноват. Катя, опомнись. Скоро экзамены, ты отличница. Будущая медалистка. А ты что? Да не надо. Не надо мне ничего этого. Ты заболела, что ли? А это что? А это что? Ты куда, Соловьев? Вернись. Я кому сказала? Пишем, пишем. Кать, что случилось? Папа, мы его вчера арестовали. Он ни в чем не виноват. Это все Ларисин муж. Кать, ну не надо. Кать, не надо, пожалуйста. Что случилось? Кать, ну не надо. Капы, у тебя сигареты есть? Ага, полный карманы. Пошли до школы, по горе. Поврёнок! Садись. А ты чего здесь? Разговор есть. Катиного папу ни с того ни с сего уволили. А потом арестовали. Почему? Не знаешь? А это тут при чём? Сам не догадываешься. А почему ты тогда от отца сбежал? А потом вернулся. Почему к матери не идёшь? Она больна. А кто тебе это сказал? Отец. Я документы видел медицинские. От Финогенова. Девятнадцатого будет судно, в котором будет решаться, с кем я останусь. А когда мы на Баму уезжаем? Девятнадцатого. Чёрт. Так вот, почему он меня отпустил. Спасибо тебе, Юр. Субтитры сделал DimaTorzok. Геннадий Антонович, я сказал своё слово, и оно последнее. Мой хор никуда не поедет. Всё. Александра Исааковна, скорая не успела. Сердце остановилось. Подожди секунду, я сейчас. Как вы говорили, Вадим Игоревич, на войне все средства хороши. Это тебе за Андрея. Ты что творишь, шизофринька? Люди смотрят. Катенька, пойдём. Кеша? Ты как здесь? Ты почему не уехал? На поезд опоздал? Мама же здорова, да? Все документы твой Финогенов под делом. Там на справках июнь и июль. Мама в это время на море была. Я сейчас пойду и всё им расскажу. Кеша, я… Ты же хотел, чтобы я с тобой остался. Я ведь тоже твоя собственность. Хорошо? Я останусь, если ты освободишь маминого Андрея. Только не надо врать. Я знаю, именно ты его посадил. Что ты говоришь. Опомнись. Я знаю, кто ты и где ты служишь. Красивая комбинация. Красивая. Проблем нет. Все будет у нас хорошо. Документы готовы. Но они же должны спросить у Кеши. Ну, с кем он хочет остаться? Кеша уехал на убан. Гражданка Орионова? Да. Истец отозвал свое заявление о лишении родительских прав. Сегодня в заседании суда не будет. А как же дело о разводе? Опека над сыном? Там Кеша! Кеша! Провожающие, есть такие? Выходим. Поезд отправляется. Подождите, подождите. Я их еще раз по головам всех посчитаю. Ну, иди считайте. А, понятно. А, Александра Исаковна, надо же ее подождать. А, Александра Исаковна, она не поедет, она останется в Москве. Давай, Марина. Она себя чувствует и… Спасибо. Александры Исаковны больше нет. Мы ее вчера похоронили. Александра Исаковна… Как же так? А, ее соседи передали. Я подумал, что вам… Ну, в общем, вот… Солнце в небе светит мудро, молодее средний край. От война до ура… А, ура! Мы на дороже не стоим. Встретим взятые рассветы. Встретим голую пурку. Геннадий Антонович… Вы уверены, что это комсомольская стройка? Не похоже. Ладно, мужик, надо что-то агитировать! Лэш, лучше спойте что-нибудь новое! Хватит уже! Хорошую песню давай! Тише, тише, тише! Алло, мужики! Правильно я говорю? Вы куда нас привезли? Александр Ильич? Сказали, седьмой участок, он был в списке… Сколько можно это слушать? Спойте что-нибудь новое! Так, в автобус быстрый, мы уезжаем. Правильно, хорошо. Спокойно, товарищи, спокойно! Извините, наш концерт на сегодня закончен. Да! Нам нужно ехать дальше. Варя, уводите! Устроились, пойдемте быстрее! Не обижайся, начальника! Куда это не собрали? Да что ты… Ой, тихо! Где дороги, фыльда туман, Холода тревоги До степной пурья Иди сюда, что с тобой? Я где-то простыл, наверное, немного. Ничего, приедем в Москву, я тебя к финиатру Большого театра отведу. Давай, толкай. Так, быстро, все, в автобус. Давайте, быстренько в автобус. В автобус все пошли. Пошли, пошли в автобус. Давайте, быстро. Все, быстро, я сказал. Не отобьемся. Что же так, мужики? Не попрощались? Обижаете? Вот вам от нас. Вроде на память. Особенно там и парнишке. Голосистому. Спасибо. 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 С нашим уважением. Спасибо. Душевно пел. Спасибо. Спасибо. Ну что, запрыгивайте? Мужики, подмогем? Да. Всем уважением. Спасибо, ребят. Спасибо. Давайте. Ну ангины тут нет. Узлы голосовых складок явно перетружены. Так патологии никакой не вижу. Обычное дело. У вас началась возрастная мутация, молодой человек. Нет. Вы ошибаетесь. Я был... Мы ездили на БАМ. Я простудился. Вы, пожалуйста, назначите мне что-нибудь. Ну, прогревание там, галяция, уколы. Этим... Уколем мазать. Вы должны мне помочь. Возрастная мутация. Беловестная пуча, Беловестная пуча. Здесь забытый давно Наш родительский кровь. И услышим порой Голос предков зовущих. Серый птицей лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловестная пуча. Серый птицей лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю. Это моя песня. Твоя! Это мой голос! Это мой голос! Идем... Идем. Идем... Кого? А что ты такой нарядный? Да что ты стал? Наташка, проводи папку зала. Я сейчас. А как его зовут? Андрюша. Какой ты Андрюша? Это Андрей Натальевич. А я Андрей Натальевич. Я... О, привет Баму от Мастроя. В шахматы играешь? А это что? Оп, ты что расклеился? Ты давай, лечись. У нас знаешь, как на строке твои песни года ждут? А что вы петь будете? Беловежскую пушу. Хорошая песня. Душевная. Ты знаешь, такую песню говоришь, что я пущу? Папа, тортик. Белодежская. Тортик. Тортик. Смотри, тортик. А что ты не сказала, что придешь? Я на себя в бигудях. Андрюш, ты что будешь? Цветочки. Что я твоих? Бигудей не ведет. А можно мне молока с содой, с медом и с маслом? Золотое свино рельсом... Андрюш, а ты что будешь? Розочку, грибочек, министик. И вот по новым рельсам на территории Якутии приходит первый поезд. Он приближается очень медленно. Куда у нас репетиция? Я все знаю. Поймите. Она, говорят, того повесилась. В министерстве такое творится. Ужас! Назначили нового министра. Вот. Завтра придёт на песню. Снимать песню будут без дублей. Придётся под фонограмму. Такое распоряжение. Хорошо, у нас есть сентябрьская запись. Мы будем петь вживую. Не выйдет. Снимут песню. Так, продолжаем. Соловьёв, прошу вас. Ой. Вы у фонеатора были? Да. И что? Он сказал, всё нормально. Назначил полоскание. Сказал поберечь себя. На фонограмму надеешься? Александр Владимирович, что случилось? Что? Уже? Хорошо же пел. У него голос, наверное, сломал. Внимание! Внимание! Что вы уже делаете? Да-да-да. Прям как у Вани. Николаев, вы партитуру выучили? Да. Прошу. Внимание! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok Нет. То есть он вернется, но это будет уже другой голос. Во всяком случае, так высоко ты петь уже не сможешь. Ну, бывают же и исключения, если потихоньку заниматься и... Что я делать буду? Ты понимаешь, иногда в жизни так бывает, кажется, что все, все закончилось. Мне когда полтора месяца было, у меня отец от чахотки умер. А мать подрабатывала плакальщицей. Ходила по похоронам, плакала, пела. Голодала, да. Ну так вот, а потом, когда совсем худо стало, решила повеситься. Положила меня в корзину, вынесла на крыльцо и оставила. Ну, подумала, может быть, кто-нибудь подберет. Найдутся добрые люди. Вернулась домой, уже накинула петлю на шею. А потом вдруг услышала... Услышала ангельское пение. А мы... Мы рядом с церковью жили. Ну вот. Сбросила она эту петлю, выбежала обратно на крыльцо. А на улице осень, ветер сильный. И вдруг увидела, как корзину, где я лежал вместе с осенними листьями, Занесла трехрублевую ассигнацию. Понимаешь? Голос, он ведь... Он в душе человека. И звучит он всегда... Вот так. Я... Я понимаю, что, наверное, тебе сейчас это будет очень трудно понять. Но это так. А сейчас мне что делать? Учись. Книги читай. Значит, я вам нужен был. Только пока мог петь ваши эти, да? Юра... А теперь все? Выкинули меня, да? Юра, пожалуйста. Я вам верю, а вы... Три, поймите руку, пожалуйста. Да. Три, поймите руку. Три, поймите руку. Только дома кушай. Холодрыга вон какая. Спасибо. 哈-х�ар Три, поймите руку Сьете руку! Хорошо, хорошо ично-нося�를 поговорит Катерка! Катерка! Мишка, крыл вон! Давай чайку! Миш, прости, я не хотел бы. Ну, извини, пожалуйста, виноват. Мир, ну ты чего? Ну, прости, пожалуйста, я же как лучше хотела бы. Мир? Катерка! Мишка. А Мишка приходил. Яблоко тебе принес. Кис-кис. Будешь? Что ж у нас все не сбивается? Может, ты ладушку хочешь, а? Со сметанкой. Я сейчас быстренько. Что ж мне с тобой делать-то? Хотели тебя с папкой на Новый год? Ну, разве ж такое дело? Видишь, у нас артист. Тебе музыку всякую слушать надо. Вот. Отечественный. Говорят, хороший. Еле достала. А папка с деньгами подсобил. Еще кассета. Можно музыку записывать. Голоса, себя. А потом слушать. Нравится? Можешь слушать. Так, таблетку. Таблетку. Давай. Давай. Держи. Держи. Хорошо, что эту вашу запись перенесли. А то вообще неизвестно, что было. Приготовились ведущие? Есть. Где ведущие? Внимание, ведущие. Внимание, ведущие. Внимание, ведущие. Саша, ну быстрее же. Здрасте. Уже просто объеду. Приготовился Лещенко. Сорок секунд. И снова продолжается мыть. Лев, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Именокурный привет. Я слышал. Я все слышал. Еще раз спасибо нашему маленькому артисту. О! Валера, Валера. Поздравляю, поздравляю. Ребята, выходим в коридор и строимся. Молодцы все ребята. Ну ты просто герой. Герой. Александр Владимирович, браво, как всегда, молодцы. Честно говоря, я сначала переживал за вашего нового солиста, но потом смотрю, ничего. Мальчишка голосистый, глазастый. Кстати, там товарищ Куприянов пришел, так сказать, познакомиться с лучшими творческими кадрами. А можно без нас? Ну, да вы что, с ума сошли? Ну как же без вас? Вы же у нас лучший детский хор страны. Конечно. А что? Гена, ты посмотри, твой дирижер не хочет идти Куприянову. Здесь пять. Ну надо, надо, надо идти. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, сейчас скажем. Что вы, слишком много любови, мечтаний. Это же уснуть можно, товарищ? Чего это? Песня, она прежде всего что? Летит? Вдохновляет? Мобилизует? Настрой. Жиг помогает. А какое коммунистическое будущее? Вы с вашими романсами построили? Да никакое. Вот звучит. Мощно, сильно. Кто поет? Тихо. Лещенко Лев Валерьянович. А вот, кстати, тоже, да, ну все забываю о фамилии, это заведующий хором. Это руководитель и дирижер детского хора Грачев Александр Владимирович. Товарищ руководитель, особый спрос. Ведь вам страна что доверила? Самое дорогое. Детей. Ведь как поют, голоса какие, ведь как бубенцы звенят. А вы че учите-то в рощи-пущи? А надо грянуть бодро, задорно, весело. Ну что, Аррелы, можем грянуть? Можем, да? Я боюсь, они вас не понимают. Дело в том, что в нашей профессиональной терминологии таких понятий, как грянуть, не существует. Вы, наверное, имели в виду форте-фортиссимо? Кроме того, простите нас, мы устали уже очень поздно, а их на улице ждут родители. Пойдем мы. Пойдемте. Кто? Как фамилия? Грачев. Ну что? Ну что? Гуляй. Гуляй, гуляй. Давай. Рядом. Давай. Рядом. Рядом. Привет подшефным от шефа! Привет, мой старый. Привет, привет. Привет, привет. Это тебе. Это тебе. Жор, ну зачем это все? У нас и так всего достаточно. Не надо было бы. Достаточно было бы просто сухого спасибо. Смотри, что я взял. Современник, чайка на завтра. Ты и я. Спасибо, Жор. Не хочется. Что там? Ничего? Глухо. Они говорят, Андрюшка общался с какими-то иностранцами. Я, я честно сам не знаю, какие у нас секреты могут быть в институте. Закон о термодинамике. Пойдем, я у знакомого завмага такое мясо взял. Барашка на косточке. Мамой клянусь, тает в арке, говорит. Пойдем. Паразит, будь страт. Паразит, пойдем. Пойдем, малыш. Пок tiredro Удобно? Что, прости? Я говорю удобно. Все вон вокруг тебя крутятся, бегают. А ты у нас сидишь, страдаешь. Ждешь Андрея! Главное, ничего не делаешь. Так, а что я могу? Работать можешь. С тебя же это все. Случилось. Муженек твой, он здорово постарался. Женщина, мечта. Мы развелись. Градусов двадцать. Не меньше. Кеш, ну, рассказывай. Как дела? В школе как? Ну, что ты молчишь все время, Кеш? Жду новости про Андрея. Да, я хотел отомстить этому человеку. Он разрушил мою семью. Он отнял у меня любимую женщину. Я был в бешенстве. Да, я использовал все свои связи, его уволили с работы. Но я надеялся, что твоя мама одумается и вернется. В тюрьму я его не сажал. Веришь мне? Нет. Ты спряталась, а я тебя нашел. Моя хорошая. Ларка, знаешь, если бы ты знала, как давно я мечтал побыть с тобой. Согласен. Жора, ты что, с ума сошел? Ну, ладно, прости. Прости меня. Простишь? Ларис, простишь или нет? Хочешь, я на колени встану? Перестанете. Нет, скажи, что ты меня простила. Я буду стоять, пока ты не скажешь, что ты меня простила. Скажи, Жора, я тебя простила. Жора, мне нужна какая-то работа. Ну, наконец-то. А то уже больше месяца не видел. Телефону не подходишь, в спектакль заменяешься. Простите, Валерий Яковлевич. Я была очень занята. Кто он? А какая разница? Ты, по-моему, сам говорил. Как можно скорее. Я так не смогу. Ты его любишь? Безумно. Тебя. Надеюсь, в самолете мы будем сидеть рядом. Ирочка, на сцену! На сцену, не опоздай. Иду, иду. Я, как представитель царской власти, на местах, ну, на месте. Я их тебя так кратко предупреждал. Так у него соляры с осени нет. Ты власть должен был вмешаться, понимаешь, остановить этот беспредел. А я откуда солярку возьму? При чем тут солярка, Степа? Ты что, глухой? Не слышишь, как они вон на всю деревню голосят? Так, это же наши боют. А что, звонка? У меня и мамка в этом хоре. Ну что, молодцы, молодцы. В серединке немножко растерялись. Но ничего, мы сейчас повторим со второго припева. У меня только одна просьба. Сопрано, пожалуйста, чуть помягче. Будьте добры. Значит, с первого раза не понимаем, да? Беспредельничайте, да? Ну что ж, теперь мы покончим с вашими нелегальными спевками. Раз и навсегда. Послушайте, товарищ, ну клуб же он стоял заколоченный. Там вообще крыша стекла. Мы с товарищами все своими руками. А вы вообще кто такой-то? И простите, где зарегистрированы ваши документы? Будьте добры. И вообще хотелось бы понять, кто вас сюда звон приглашал. Мы пригласили. Мы? Еще вопросы будут? Ты че, Петр Васильевич? Аксирия, ты давай тут это, видишь, раскомандовался, понимаешь? Так, все, печку гасим, ключи мне. Петр Васильевич, кончай это. Тут у нас бабушки поют, заодно и согреетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Фух. А, что это? Застряли, понимаешь, товарищи. Ну, я их разок и дернул. У нас же тут все вокруг замело. Михей. Как же ты дернул-то? У тебя же солярки нет. Да. Ну, так ее и нет. Я не мог же людей на морозик к темате оставить. Они из Москвы. Да еще и из телевизора. С радио всесоюзного Виолетта Петровна Негруца, передача «В рабочий полдень». А значит, вы у нас тут главный. Да? Нет, я здесь участковый. А вот председатель. Председатель местного сельского совета. Петр Васильевич Карасик. Фамилия такая. Я поняла. Здравствуйте. Здравствуйте. А как же радует, когда руководители... Здравствуйте. Здравствуйте. Думают не только об урожаях и надуях. Здравствуйте. Здравствуйте. О культурно-массовом досуге своих колхозников. Не каждая деревня может похвастаться таким прекрасным клубом, как у вас. Да, да. Вы еще нашего хора не слышали. Свой хор? У вас? А как? Вот. 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 Так это же то, что нужно. Мы как раз ищем самородков. А можно что-нибудь послушать? Кто руководитель хора? Дмитрий Хосеевич Хавьер. Тоже, между прочим, из Москвы. Артист настоящий. Из Москвы? Потрясающе. То есть вы предпочли работу здесь, в столице? Я должна об этом сделать репортаж. Митя, аппаратуру. Я должна все записать. Секундочку. Да, да. Вы проходите поближе к печке. Погрейтесь. Спасибо. Правильно. Так что можно послушать? Что вы поете? Вы знаете, у нас пока небольшой репертуар. Мы поем в основном народные песни. Замечательно. Военные. Прекрасно. Может быть, кстати, нашу Анюту? Ты же командир. Командир. Давай, давай. Давай. Дим, давай. Я готова. И в жизни тоже так бывает. Уверяю тебя. Я давно хотел тебе сказать, ты похожа на эту актрису польскую. Из-за анатомии. Жора, перестань. Какая фамилия-то, а? Бар? Барбара? Сейчас. Сейчас помню. Подожди. Ты чего? Ларисочка Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А что же вы к нам так долго не приходили? Девочки из шубы. А у нас как раз новая коллекция. Каракульча, норочка. Примерите? Девочки. Посмотрите. Каракульча как раз на вас. И норочка в пол. Натали, это мы. Раиса Михайловна, помните, я вам говорила про работу? Демонстратором одежды элегантного возраста. Вы? А разве свободно говорю на английском? И несмотря на элегантный возраст, прохожу по всем гостам. Угу. Это мамины вещи. Были когда-то. Это не ваши, и вы здесь никто. Слышишь, ты щенок. Только попробуй отцу что-то против вякнуть. Живо у меня поедешь в интернат для дип-детей. Понял? Не понял. Папа! Что здесь делаешь? Скажи ей, чтобы она не трогала мамины вещи. Люся, выйдите отсюда. Она не имеет права так себя вести. Она же обслуга. Как ты говорил, низшая каста? Или это уже не так, только потому что она с собой... Да волчи! Женишься на ней, да? В Лондон ее увезешь. Правильно мама сделала, что от тебя ушла. И такие нежные, надевые ладони, прямо в сердце бьются. Люся! Ну, ты же сам говорил, посмотреть, что из вещей оставить. Остальное можно в комиссионку. Это именно сейчас надо было делать. Вадим Игоревич, вам кажется, пора подыскать новую обслугу. И потом сегодня по всей стране короткий рабочий день. Я пойду. Гусь в духовке. Люся! Останьтесь, пожалуйста. Я пойду. Приберусь там. Ты знаешь, куда ехать? Знаю. Поздно уже. Может быть, такси вызвать? На электричке доеду. Возьми денег. Не надо. Возьми, пожалуйста. Позвони, когда едешь. Катюша. Я не знаю, что ты попросила у Деда Мороза, но я вот тебе сшила кое-что. Спасибо. Красивая. Вы знаете, что я попросила? Да. У него сейчас там тоже Новый год? Не знаю. Ну, наверняка там, где сейчас он, там тоже праздник. Потому что он всех веселит, поет песни. Мы тоже должны, потому что нельзя сдаваться. Так папа говорит. Никогда, ни за что. Слушайте, у нас с ним одна игра есть? Я сейчас. А теперь каждый должен сказать по одному слову. Синхрофазотрон. Так. Дальше. Море. Море? Море. Почему море? Ну, а почему не море? Буй дозер. Паразит. А, кстати, где он? Он гулять ушел. Лариса, а позвольте пригласить вас на танец. Так, 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 так. Жора, угомонись, прошу. Слушай, я имею право в собственном доме пригласить на танец жену лучшего друга. Это я. Прошу вас. Прошу вас. Дядя Жора, у меня бумага кончилась. Возьмем меня там на столе. Потому что мы с вами, так сказать, тряхнем с тариной. Ой. Ой. А сколько? Без пяти. Ой, сейчас все продеваем. Да пора уже, пора. Надо провожать. Ну, так. Тихо, давай, тихо, давай. Так, так, так. В руки, пожалуйста. Возьмем руки. Возьмем руки. Скорее. Ну, так, открой. Крупоса твоя. Шампанок. Ты будешь? Ну, давай. Скорее, позвольте. Давай. Давайте. Наводяки, от нее уже принесли все. Садитесь. Тиргальский огни сожрал Тельман. Философ, трассивный музей. Дело мира и демократии, дело цифровизма и демократии. Катюша, давайте, скорее, скорее, текаемся. Это он! Это все он сделал! Это он! Ты чего, Катюш? Черт, Клечик. Что случилось, Катюш? Что такое? Деточка, а ты где это взяла? Подожди. А что там? Подожди, ребята. Что это, Жур? Это доносы. Смотри, смотри, смотри. Какие доносы? Вы с ума сошли, что ли? Это что, ты Андрюху посадил? А я-то думал. Ведь никто ж не знал, кроме нас троих, что Андрюха в лаборатории будет. Ну и мразь же ты, Журик, а. 3 сентября мастерская Тильмана. На антисоветские анекдоты реагировали активно. Мы. Открытие выставки намечено на середину сентября. Битцевский парк. Предположительно, иностранцы. И бульдозеры. Я вам все объясню сейчас. Журик, ты что, на нас стучала? Они тебя за это на конференции в загранку? Это мы вот на выживание. Ты мразь, Журик. Девушки, большая просьба. На несколько минут покиньте помещение, пожалуйста. Буквально на несколько минут. А вы мне сейчас суд линча устроите, да? Держите. Держите. Вертонина. Спасибо. Спасибо. Надо вещи собрать. И паразитам найти. И паразитам найдем. И вещи соберем. Извините, не подскажете, где дальше Векслера? Мама. Теша. Федор Иванович, можно вопросик? Вот вы говорили, что были разведчиком. Я думал, вы на танец меня приглашаете, а вы. Матушка моя, а это что ж такое? Ой. Леха, ты что ли? Ну, вас прямо не узнать. Ну, скажете тоже. Я же, честно говоря, думал, что мы вас на Новый год не увидим. Муж не пустят. А я в разводе. Позвольте. Ну, куда ж я денусь? Вперед, ребята. Федор Иванович, я вас оставлю. С удовольствием. Помогу. Федор Иванович, я должна это записать. Ну, и чего они? Все же не каются. Вы же с Петей им уже вроде пример подали. Зажали свадьбу. Вы думали, мы ничего не знаем? Алексей Петрович? Николай Иванович, я должна это записать? Я что ли? А чего это они, Оль? Вот оно. Настоящее звучание. Понимаешь, эти старухи, они ведь не уступают. Они не хотят никому понравиться. Просто живут. Они расписались, что ли? Ну как? Машина фурычет? Спасибо. А ты чего тухлый такой? В трениках, главное. Давай, одевайся, выходить пора. Не хочу я. Это с какой такой? Мать сказала, что вроде выздоровела уже. Сказала, не хочу. Что? Не хочу. Люди ждут. Спиридоновым вон стол накрыли. Это ж песня года. Пуща твоя. Колесик, ну ты чего разлегся? Юра, я тебе рубашку уже погладил. Да вот, кулябится, не хочет идти. А ну-ка быстро одевайся, люди ждут. Песня твоя через час. Да не будет у меня там. Не будет, ясно? Я вообще больше петь не буду. Как? У меня голос пропал. Куда пропал? Там все, тетю-тю, ничего больше не будет. Не пущай вашу, не чебурашек, ничего. Знаешь, что? Ты нам лапшу на уши не вешай. Я тебе это дело бросить не дам. Как миленький пойдешь в хор. Если надо, то за руку тебя заведу. А может еще ремнем, а? А, ну да, сыночка по телевизору показывает. Так ты сразу нарисовался. А без этого чертова хора я тебе не нужен, значит? Ты как с отцом разговариваешь, а? Да. Борюсик-колюсик. А кто следующий? Идите во свои гости. Яйца долго варить? Кипят? Снимай. И в холодную воду. Давай. Катя, давно ушла? А, я спал еще. Наверное, с паразитом гуляет. Да что тут долго? Так, давай, посмотри. Там хлеб остался? В... Вавойске за окном. Есть масло и плавленый сырок. Тильмон вчера батон рисовал, а потом весь его съел. у него сейчас дома трудности, так что пока какое-то время здесь поживем. О, колбаска! Живем! Катя, откуда это? Катя откуда это? Тильмон тоже мог. Вставать знаешь, во сколько надо? Прости меня, я не должна была... Да, ничего, я понимаю. Слушайте, какие занавески красивые. Здорово у вас шить получается. Нравится? Угу. Спасибо. Ветя, ну опять. Ну что это такое? Что ты как маленький? Неужели мне некому снег почистить? Димочка обещал. Ну ладно, Оль, ну жарко же, жарко же. Эй, лечись! Принимайте гостя дорогого. Юрка! Привет, дед. Привет. Ну как ты? Здоров? Я тут... А что ты так вдруг в будний день? А школа что, закрыта? Юрочка, здравствуй, дорогой. Замер совсем. Ну-ка, быстро иди в дом. Там щит занятий. Давай, давай. Бегом, пошел, пошел. Слушай, что-то не так с ним. А ты не выпутывай. Поезд, поспи. Сам расскажет все. Ладно, ладно, я ладно. Я не понимаю, что докторша, иди. Иди, давай. Надо будет Кенке позвонить. А вот, кстати, великолепная модель нового сезона, утвержденная для жен дипломатов развивающихся стран. Что ж у вас эти дипломатши-то все на похороны собрались? Почему? Как не придешь на официальный прием, такое ощущение, что все в одном отделе закупались. Ну, видите ли, в этом году силуэт... Вам бы подошел прямой облегающий силуэт с яркой контрастной отделкой. Можно попробовать скомбинировать ткани разных фактур. Например, кружево или гиперт? У вас никто не спрашивал. Вы извините, пожалуйста. А вот эта вот... Ваша контрастная отделка, она не будет полнить? Что вы? Если расположить полосы вдоль, то они напротив облегчат и удлинят ваш силуэт. Кружево придет женственности, но прямой облегающий крой, он сохранит ваш официальный образ. Ерунда какая-то. Гипюр? А что? Даже как-то свежо. Я такого ни у кого не видела. Делайте ваш гипюр. Так, мерки мои у вас есть. Да. Через неделю забегу, посмотрю, что у вас получилось. Раиса, давай. С тебя костюм, с меня билеты. Спасибо. Удачи. Я провожу. Ну смотри, если теперь ей твой днепюр не понравится, вылетишь отсюда в два счета. Дай. Здравствуйте. 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 Извините, сигаречки найдутся. Забыл. Спасибо. С наступившей. Вас так же. И прикурить сможете. Все за мной. Евгений Владимирович Синельский, пройдемся. А минутку, а что случилось? Пройдемся, давай. Да нет, хорошо. Пройдем, пройдем. Спасибо. Случилось и что? Значит, вы утверждаете, что ничего не знали о планах артистка Винограда? Я клянусь вам, ничего. Здрасьте. Здрасьте. А Мирочка, Мирочка там? Здрасьте. Ну все, сейчас начнется Гранд Канкар. Пузик. Мне кто-нибудь может объяснить, что стряслось? А где Мира? Евгений Владимирович, мы тоже очень бы хотели выяснить, где ваша супруга. Может, вы нам расскажете? А что произошло? Что произошло? Мира Марковна в Виноградово, рожденные Пупенины, по прибытии в аэропорт в город Чикаго не явилась на рейс в Москву, незаконно оставшись в США. Ага. Вы садитесь, садитесь. Сейчас мы закончим с Валерием Яковлевичем и вас выслушаем. Садитесь, садитесь. Итак, Валерий Яковлевич, по утверждению артистов и работников театра, вы находились долгое время с Виноградовой Мирой Марковной в близких отношениях, как в США, так в Москве. Это правда? Я женатый человек. У меня дочь. Старшеклассница. Да, это веский аргумент. Значит, вы отрицаете отношения. Угу. Это... Это была ее инициатива. Я много раз... Я предлагал расстаться. Вы что-то хотите заявить? Это неправда. Это... Это... Это конец. Петр Иванович, как вы любите. Кто-нибудь мне может объяснить, почему эти крысы бегут? Чего им не хватало? Какого рожна? Зарплаты, как у академиков. Премии, гастроли. Из телевизора не вылазит. Всенародная слава. Это ваша Виноградова прима. Только за главной роли пела в театре. У них же на лбу не написано. Как их заранее выявишь? Где тонко, как говорится, там и что? Рвется. Всю эту гниль. Выкорчевывать безжалостно. А то, понимаешь, ни дисциплина, ни морального облика. Вот. Прошу всех освежить в памяти и донести до этих господ актеров. В коллективах провести собрания, подписать письма. Кто там главный режиссер в этом опереточном театре? Слепаковский Валерий Яковлевич. Все руководство уволить. Всех. Выполнять. Петр Иванович, вот тут вот как раз письмо пришло из Италии. Приглашают детский хор Грачева на гастроли. Вот тут Рим, Милан, Неаполь. Ну, а что дети? Хорошо поют. Ну, Грачев этот, конечно, ненадежный тип. Наглый. Да. Вот это вот вы очень точно сказали по поводу морального облика. Пожалуйста, посмотрите. Вот здесь кое-какие материалы. Что, 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 что? И что, не после этого у вас, у нас в Песне Года на всю страну? Да вы что, полаумили, что ли, все? Развели, понимаешь, либерализм? Потакаете всяким, да за одного вот этого пионера. Его можно. Ну, мальчик этот, к счастью, жив остался. А вот девочка... Что девочка? Кому мы доверили детские души. Ну, надо же, о душе вспомнили. Прекрасная формулировочка. Держите. Я не понимаю, почему вы так спокойны. Понятно же, чего они добиваются. Да, фамилия не указана. Но здесь и про Орленок, и про пение в церкви. Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, почему вы так волнуетесь. Хор им нужен. Народ нас любит. Но решили нас попугать. Это их обычные стратеги, что я их не знаю, что ли? А во-вторых, скажите мне, пожалуйста, у вас свободное время есть? Мне тут достали совершенно уникальную пластинку. Хор венских мальчиков. Зингер, Кнабен, Гайден. Пойдемте, послушаем. Ребятки, строимся, строимся! Быстренько, свелее! Здравствуйте. Александр Владимирович скоро будет. Вы нас послушать пришли? Так! Отставить разговоры! Да тихо! Раз-два! Кто это? Вот так. Ну что, поем? Придет солдат по городу, знаем? Простите, я не понимаю, вы, собственно, кто? Годунов Игорь Павлович, новый хормейстер нашего ансамбля, который ваш, согласно распоряжению Управления культуры, теперь уже наш хор должен, так сказать, плавненько влиться. Вы поете, мы танцуем, все счастливы. Ах ты гадина! Товарищ Грачев, а вы освобождены от занимаемой должности. Как это? Как это? Александр Владимирович! А за что? А почему, позвольте спросить? Вам перечислить? Если угодно. Хорошо. С чего начнем? Давайте с мальчика Вали. А может быть, с вашего концерта в церкви? Или, может быть, с Ладой Щегаревой? Или вы хотите, чтобы на вас завели уголовное дело? Рухина Андреевна, ну, а как же БАМ и… Ген, ты что? Может быть, ты тоже хочешь освободиться? Нет, нет. Что ты? Я ж так, на подхвате. Костюмочки пошить, афишки поклеить. Да, конечно, приступайте, естественно. Вы! Вы все! Так, быстренько вспоминаем текст. Ну, все, сейчас марши будем учить. Раз, два, три! У солдата выходной Пуговицы в ряд… Александр Владимирович! Давайте все вместе! Александр Владимирович, подождите! Ну, так же нельзя, надо же бороться! А как же хор? 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 А хора больше нет. Девушки, не слышу! Нет. А так, ребята молодцы! К ребятам идите. И маршируем! Мы отняты! Мы отняты! И весны! И весны! И весны! Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон «Симон» «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»